вот наш фасон мы прошлый раз с тобой снимали да теперь мы посмотрели что это выкройка нам подходит кроме вот этого цель на выкройного рукава то есть вытачка задняя приталенность по среднему шву и боковой шов то что мы видим здесь средний шоу вытачка боковой шоу да то есть мы вот это просто убираем да на наши выкройки так теперь что в переднюю половинку смотрим нам нужна вот такая вот вытачка которая идет из под бокового шва вот она приталенная вытачка талиевая передняя вытачка да это как у нас как как такой вот блузочка скажем так то не только по бедру блузка по бедру такая которая будет опять же на кружеве то есть нас все устраивает ну и оставляем вот этот вырез только убираем вот эту вот часть заниженного рукавчика то есть вот наша пройма вот и мы столкнулись с тем что нам вот срочно кроить а у нас нет рукава его долго строить и вот наши все измерения да что у нас вниз идет прямая 14 8 а в бок идет 17 с половиной да и я тебе не сказала что давай чтобы это было быстро сделаем мы нашли чей-то и рукав опять же вот эти все значения о р вниз вот 15 у тебя 14 8 а r1 вправо вот 16 половина здесь 17 половиной на основе этого рукава я щас твой сделаю рука очень очень быстро не надо будет строить заново так только у нас тут что у нас тебе надо 17 с половиной а здесь 16 половиной то есть фактически всего по 0 5 вот здесь добавлять надо надо я тут еще немножечко снимал так значит перепроверяем нам нужно 17 с половиной умноженное на 2 но все равно 2 прочитаем тебе надо 17 с половиной умноженное на 2 нам надо всего 35 сантиметров мы сейчас с тобой вот здесь измерим чтобы у нас тоже было всего 35 до 30 а нам надо здесь 17 с половиной здесь вот почти 5 это все сделано это от низа сейчас возьмем допустим вот этой клеточки на вот так 30 все таки вот сюда 5 везде хватило места вот пятерочка ну а теперь вот это у нас основные точки да и сейчас мы с тобой 17 с половиной вот это наш центр это наша долевая вот я сразу же ее продлеваю вверх тут где-то . и накладываем а какой мы хотели с тобой длины рукавчик такой как здесь нарисован где-то сантиметром самом деле это 20-25 сюда покажи 20-25 на самом деле так у нас тут сколько у нас тоже 25 можем 30 сделать например все равно будем как-то подгонять так и вот мы его кладем вот видишь вам . но тут на два миллиметра он больше чем нам надо да вот она шапочка здесь 15 а у нас это будет 14 8 мы можем уже какую-то коррекцию вот так делать то есть наша вот будет основная линия так еще раз ставим устаканиваем все вот по вот этим всем моментам чтобы он не косился не это самое чтобы мы были полностью уверены что все здесь хорошо вот и фактически мы можем даже с тобой вот так сделать прорисовать мы сейчас только чуть-чуть уменьшим там вот у нас эта линия вот она как раз должна вот эту вот линию которая вот так идет дальше и мы теперь подписывается тобой вот эти значения вниз у нас теперь 14 8 а вот так 17 с половиной 17 с половиной мы уже с тобой отмерили сейчас я их завершу а здесь 15 а нам надо 14 8 мы вот это два миллиметра поднимаем и замыкаем да снимаем просто просто акатик более плавно вырисовываем вот так вот и все и вот наше с тобой основная линия буквально эти 2 миллиметра их надо снять вот и вот эта линия вот мы ее вверх поднимаем и замыкаем и здесь мы тоже вверх поднимаем у меня я могу очень быстро тебе построить рукав мне это не составляет никакого труда а теперь я показываю как это упрощать поэтому я всегда вам рекомендую на всех ваших рукавах подписывать клиента и вот эти вот значения вниз и вбок это значение означает о а это rr1 ну по нашим выкройкам которые вам дают и все вас вообще можешь отдельно себе рукава вот так складывались на стеночку вывешивать и все понимаешь у тебя не надо будет каждый раз новый рукав делать убыстряет процесс и все остальное вот и теперь можно смотри что сделать тут у нас все есть мы подписываем здесь у нас равная до 17 с половиной да да вот еще раз давай перепроверим вот видишь вот перед тем как дальнейшее приступать к раскройке что я рекомендую мы примеряем с тобой пройму вот тут вот на ребро ставим нашу вот эту вот сантиметровую ленту по окату проймы вот так вот четко 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 19 3 прям вот так себе нас это выкройка отработанная поэтому мы с тобой и очень хорошо пользуемся и здесь тоже самое у нас тут все прибавки соблюдены то есть нам комфортно классно и замечательно думаю что эту музычку удлиненную нам не надо наверно пошире делать да ну тут 23 и 8 здесь вот 23 и 8 видишь какая разница значит по идее у нас общий окат ну максимум плюс 5 сантиметров должен быть если он будет больше я сейчас покажу вот и давай вот так примерим вот так тоже самое укладываем вот так вот видишь вот так вот все четко 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 по нашей линии вот 24 и 3 смотри как хорошо у нас 23 и 8 24 и 3 прям красота только сейчас с этим будет наверно ну один это считай что у тебя вообще посадки нет это хорошо наверно сейчас это не суть того и теперь здесь смотрим здесь у нас 25 у нас здесь он 19 и того можем просто хотя бы просто так при плюсовать 23 и 8 плюс 19 и 3 43 1 а здесь у нас минус 24 и 3 вот оно и минус 25 6,2 у тебя посадки это многовато даже 5 сантиметров это много на самом деле я вот эта выкройка рукава хороша как я вам даю но я вот сейчас практически где-то вот так снимаю спереди вот практически вот мы сейчас его вырежем и я сейчас тебе покажу вплоть до того что сюда будем под пройму накладывать но это если мы перепроверили уже это все по большому счету мы можем тебе эту выкройку доработать очень хорошо можем сделать так как вот я сейчас рекомендую но плюсом дадим по три сантиметра припусков можно окажемся правы у нас первая примерка рукава у нас с рукавом ничего не было если бы была я там без проблем сразу бы те навела навела и мы сразу же бы прострочили но тут надо будет слегка немножко наметывать мы сейчас дальше это запишем мы измерили вот здесь у нас порядка одного сантиметра прибавки а здесь у нас когда мы измеряем вот это расстояние 19 3 мы сейчас его измеряли повогнутая но вот здесь всего посадки по переду почти два сантиметра 2 плюс 1 3 сантиметра прибавки но я вот планировала бы вот так обрезать до тебя но мы измеряем с тобой ширину рукава 31 а наши опыт 30 сантиметров это всего один сантиметр посадки это катастрофически маленькая посадка но чаще всего после примера как на такое остается вот показываю на мне потому что мы вот здесь всегда довольно таки много убираем чтобы снять посадку которую тут практически невозможно распределить в разных тканях ну то есть практически так и многие девчонки хотят чтобы она по облегаемой было и все остальное то есть поскольку у нас с тобой выкройка отработанная а то мы себе можем позволить так сделать один сантиметр прибавки но то как я тебе говорила показываю сюда что мы дадим с тобой по три сантиметра прибавки мы сейчас вот по этой линии вот так вот загнем и уберем да то есть фактически наша вот выкройка рукава остается такой но мы с тобой вот здесь дадим по три сантиметра прибавки ой господи прибавки припуски что-то я совсем три тут припуск три тут и здесь по окату сантиметр ну и здесь можем три на всякий случай будем смотреть какая тебе длина подойдет вот но так ни в коем случае нельзя делать когда вы делаете первую примерку вообще первый раз меряйте платье на клиента рукав на него в точной делаете потому что у нас с тобой вот эта выкройка отработанная мы сшили по нему розовое платье нет вопросов никаких нет поэтому мы тебе вот так можем сделать но когда первый раз на клиента делаем ни в коем случае вот эти изменения не вносите почему снимаем вот сюда на плечо потому что мы когда снимали мерки вот по точке плеча да то есть мы основное плечо вот такое оставляем и мало когда здесь корректируем и здесь сразу потому что все таки первая примерка она очень уточняющая уточняющая потому что мало ли как клиент стоял так так вроде мы расслабляем там ну общаемся то есть все моменты нюансы все проговаривала как то как что сделать но на всякий случай мы даже иногда прикус к пройме даем два сантиметра вот здесь к окату чтобы если что подбегать плечевые вдруг если что-то не то мы не так сняли и допустим после примерки мы решаем что что-то у нас вот этот вот этот шов как-то не здесь а вот здесь и мы начинаем сам само плечо брать и убирать то есть намечаем линию выше и начинаем ее отсюда плавно сводить эти мы как бы увеличиваем окат проймы и следовательно вот эта посадка чаще всего она распределяется вот вот такую манипуляцию как сейчас делаем тебе вот показывая сюда мы на первую примерку не делаем никогда я запрещаю вот так могу сказать хорошо потому что во избежание каких-то более глобальных последствий хорошо теперь понятно задай вопрос то есть получается что мы и сюда мы мы сюда добавляем припуски да здесь три сантиметра это по моей по двое это а по пройме клиента мы вот к вот этому вот рукаву можем дать по два по три по два по сантиметра припуском на первую пример на первую пример куда нам всегда так делаем по выстроенному рукаву клиента да 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 даем по два сантиметра можно было поиграть может надо наоборот выпустить и но забрать не всегда успеем а вдруг надо будет выпустить такую что же иногда бывает хорошо то есть играемся тебе просто нюансы игры уже с рукавами сейчас показываю мы с тобой собирались кроить под 45 градусов все чтобы уже уровень мастерства у тебя такой что ты уже можешь это все спокойно делать но мы там внизу можем то делать кофточку под 45 градусов а вверху у нас с тобой кофточка прямая да вот с этими вот то есть мы по 45 градусов не можем раскрыть потому что нам очень важен вот этот низ но у нас же еще один нюанс который мы только что с тобой забыли про говорить мы это можем под 45 градусов раскрыть а у нас же кофточка верхняя съемная отдельно одеваемая помнишь вот так что мы это спокойно можем тебе и себе и мне усложнить жизнь до взять и под 45 градусов все это спокойно раскроить при условии того что мы под 45 градусов крае то без проблем я абсолютно спокойно за твой рукав с минимальной посадкой потому что как намечается угол 45 градусов вот у нас с тобой клеточка хорошо что мы взяли такой кусочек и ровно по серединке клеточки мы рисуем вот такую линию и это у нас с тобой наша долевая в нашем рукаве вот видишь теперь у нас если тогда мы его не вот так крыть будем а вот так долевая будет идти относительно вот мы сейчас это все покажем долевая я подписываю 45 градусов а если бы мы кружева притачивали к топу ну к блузке мы должны были бы блузку кроить под прямым углом потому что мы не можем посадить кружево на 45 градусов но она будет сильно какие-то перекосы возможные я не вижу смысла потому что она здесь чуть-чуть так тянется и чуть-чуть вот так но она не было мы не можем под 45 градусов раскроить она что так что так одинаково тянется да если бы цельная я тебе сказала давай не будем заморачиваться потому что какая сверху ткань до льва идет так так и на и подкладки должна идти там не стоит так делать но может каких-то моментах еще каких-то вещах я буду проговаривать когда это можно делать но это практически ста процентов случаях если мы это вместе притачиваем все тут по долевой а поскольку у нас это съемная вещь мы еще под что-то оденем например под черный бюстгальтер или еще захочется под что-то одеть ну под что-то да да может под другую кофточку какую-то он тоже заиграет но на самом деле он три или четыре цвета которые ты можешь под него одевать которые тут все цвета есть под тот цвет и можешь потом одевать вот поэтому мы с тобой усложняем такие себе жизнь и будем верхнюю часть крыть под 45 градусов это будет очень удобная и классная вещь как наметить угол 45 градусов вот здесь спереди и сзади вот у нас с тобой вылечена наша талия проверенная да вот любое что идет от прямого угла вот так вот у тебя прямой угол например мы берем талию и откладываем например вот сюда 10 сантиметров да и вот сюда 10 сантиметров только смотрите точно четко куда вы вот и вот здесь давай мы вот так нам надо просто квадратик сделать линию пересечения вот наш квадратик вот вот так 10 вот так 10 и вот так 10 и мы должны соединять вот эту точку и вот эту точку то есть два разных угла у квадратика вот все вот наша долевая но чтобы нам легче было ее кроить я сейчас тебе покажу в нескольких местах мы тоже самое делаем угол долеваясь угол 45 градусов не надо что соединяем именно эти точки не вот эти точки вот смотри а здесь вот как оно ложится можно даже вплоть до того что вот так вот потому что у нас вытачка так и остается все так и остается вот и мы его берем вот так вот вот и так просто еще одна десятая линия будет или красная ручка и лучше рисую вот эту долевую чем то есть мне надо чтобы ты это сделала и вот здесь и вот здесь да и вот здесь и вот здесь что-то сделала чтобы если что будем сейчас туды-сюды как-то его класть чтобы нас были и там и там я могла увидеть эту долевую под 45 градусов но тут мы уже с тобой провели здесь еще раз покажи как как ниже бедра и вверху здесь тоже вот тут внизу можешь даже еще и вот здесь провести поймешь для чего это нам надо нам просто для удобства мы отложили радиус мы делаем с тобой вот я рисую что у нас облегает вот по бедрам это юбка на основе полу солнца только коническая форма вот так она у нас долевая будет идти под 45 градусов сквозь не вот так как на полу солнце идет а у нас вот так долевая здесь идет ведь спереди ведь сзади одинаково что нам нужно сделать отложили твой взяли объем талии от 83 разделили на 6 целых 28 сотых и умножили на 2 и у нас получился радиус двадцать шесть и четыре от одной точки мы отмерили двадцать шесть и четыре провели потом от нее отложили вниз блину нужно сколько у нас есть тут бумаги в данном случае длина у нас тридцать шесть то есть и тут и тридцать шесть потом от этой линии мы сейчас отложим с тобой высоту бедра вот так высота бедра у нас чтобы двадцать с половиной значит отсюда так двадцать с половиной и пошла вот так отмечать да а потом еще с тебе покажу как мы нас облегает по бедрам а книжу книгу к лишиться ну может не так прям сильно но по крайней мере где она не будет облегать будет западать линия там где ты будешь делать шаг он будет расходиться слегка ну будет красиво где-то примерно такой силуэт то есть я сейчас намечаю линию высоты бедра а потом переди и сзади вот так у нас потом мы еще снимем в общем да да так вот мы отложили высоту бедра двадцать с половиной теперь как же тут повогнутой положить можно поломать линейку если ее загнуть можно вот этой вот сантиметровой лентой или сейчас сантиметровой лентой покажу как вот что нам здесь надо откладывать вот это вот облия деленное на 2 нас sb мы еще раз на 2 делим вы деленное на 4 здесь одна четвертая у нас юбки получают на четвертая бедра сто шесть делим на четыре двадцать шесть с половиной вот так и пишут так и вот так можем поставить нашу вот эту вот ленту на ребро вот так двадцать шесть с половиной к центру это же наш центр мы же ровно посередине всех клеточек взяли провели это наш центр получился вот двадцать шесть с половиной клеточек вот так вот по вогнутой линии вот где она закончилась то есть от центряка мы отмеряем двадцать шесть с половиной до да да вот а что с этой стороны и дальше такую манипуляцию не делать мы просто вот так примеряем это ровно десять с половиной ровно десять с половиной с другой стороны можно даже практически по прямой линии вот вот наше бедро получилось теперь мы берем стой и соединяем вот верхнюю точку бедра талии с бедро все одну и вторую сторону и как вот я уже проговаривала что делали мы раньше вытачки здесь передняя полынка такая стоит только коррекциям сейчас вот вот этих если еще сейчас скажу не вот а заднюю мы делали с вытачки но мы ее на пробировали эту выкройку и одной нашей ученицы сделали без задних вытачек у нее узкая талия и очень хорошие такие красивенные бедрышки и оказалось что не надо делать эти вытачки это так для всех вытачки так значит что вытачки не делаем мы во всех случаях или только тогда когда красивенные бедра и узкая талия у оли по большому счету фигура близка к дженнифер лопес то есть узкая талия и попа красивенная просто я раньше проговаривала что всегда делали все более менее выраженная такая хорошая попа всегда делаем сзади вытачки вот на на основе полусолнца юбка конической формы или юбка колокол как мы еще называем ее делали а тут на ней мы решили не делать я не хочу делать давай мы не будем делать давай если что мы там за счет длины поиграемся мы решили не делать великолепно можно не делать смотри что мы дальше делаем вот у нас высота бедра 20 с половиной мы от этой точки вверх откладываем 20 с половиной вот видишь это первая точка ну коррект первая коррекция нашей талии и вот тут у нас смотри ровно полтора сантиметра мы сверху вот сюда отмеряем и что мы дальше делаем и вот эту вот точку сюда вот плавнинкой тут у нас в любом случае прямой угол вот а здесь мы ее вот так вот плавнил по большому счету можно делать даже одну восьмую юбки вот это у нас идет долевая ну или или даже больше ее можно назвать сгиб сгиб юбки да но долевая у нас настоящий идет четко под вот этим клеточкам вот она вот это наша долевая это я так как бы написала можно сказать что неправильно написала это сгиб юбки да долевая идет строго или вот так по клеточке или вот так и мы уже тоже с тобой заснимем или вот так вот только строго по клетке ну или это вы там если не на миллиметровке строили там на ватмане отложили вот от сгиба там 10 10 провели вот вам долевая или сверху 10 10 вот вам вторая долевая то есть можно сейчас поиграться мы сейчас вы будете тоже играться значит что ты делаешь ты сейчас вырезаешь ее вот так вот так вырезал вот так там не вырезая вот так сюда вот так и вот так до серединки мы все приложим сложим и осноровим вот эту часть ящик еще буду делать манипуляцию с этими боковыми я щас тоже покажу чтобы где тут чтоб вот сейчас не ошибиться теперь она четко на всякий случай я перепроверяю все наши стыдно вот и теперь эту линию выводим вот эту линию выводим и вырезаем полностью и счастлив следующее так что зачем нам вот это вот середина переда нужна была мы сейчас вот так дней вот так сейчас соединяем одну сторону и вторую длину мы пока с тобой не трогаем мы сейчас разбираемся с верхней частью видишь я специально вложила и вот я боковую боковому сложила зачем для того чтобы вот смотри вот это перец да вот так я скажу потом эта жидкая она вот так вот эти боковые прям торчат вот такими мысами их надо все равно вот эту вот часть снимать потому что очень потом пояс нормально не наметаешь оно как бы там чего не было но все равно будут выпадет сильно и будет очень удобно поэтому мы сейчас вот эти углы чуть-чуть подснимем значит вот этот боковой который видите насколько много выпадает по большому счету его нужно от уровня вот середины переда максимальное завышение здесь может быть такое смотри вот сюда показывает как у нас на юбке вот это завышение а6 а11 вверх завышение по боковому шву ты говоришь у нас сантиметр было мы его находили измеряя балансовые мерки вид длина спереди сзади длина правого и левого бока потом делали там вычисления ты говоришь что сантиметр да значит у нас и вот здесь тогда надо будет от этой вот линии вот сюда на сантиметр так вот а вот это все лишнее снимать мы сейчас можем прорисовать эту линию и куда до того что взять эту выкройку даже на тебя наложить посмотреть как она смотрится потому что тут огромное количество вот этого надо снимать из-за того что мы это вот это у нас идет на основе полусолнца из-за того что мы вот заужаем по бедрам то есть облегание создаваем и за это вот эта линия очень сильно вытягивается понятно ну сейчас мы покажем паузу на сантиметр здесь завысили и сводим ее вот эту линию вот так вот тут у нас прямой уголочек да хотя бы сантиметр два там три вот и мы эту линию плавно вот к этой точке как будто бы сводим вот мы ее плавно слили и мы даже знаете что сделали ну перепроверяем ее а снимай себя в зеркало становись боком боком становись и снимай себя в зеркало и вот я ставлю юбку то есть даже вплоть до того что на себя макет ставите смотри вот центр перина и вот юбка смотрите она ровненько идет видишь а куда вот это вот выпад мы можем даже сразу сейчас коррекцию сделать этой выкройке по-моему это замечательно ссылку еще три вот это срезаем да срезаем а теперь эту сторону сгибаем по серединке по вот этой нашей и юбки выводим да то есть время зеркалим 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 по мере сантиметровой лентой нашу талию потому что она может сейчас увеличится нам не надо ее увеличивать мы же не будем припосаживать там сильно ну вот давай сейчас я тут практически по прямой а сколько у нас тут получается можно даже на ребро себе не ставить здесь я вот так если прямо мере то грешность будет может быть 0 5 а то и в сантиметр потому что здесь не ровная линия она вогнутая ну а ну короче перепроверяете верхнюю часть значит что-то где-то здесь может не так отметили или еще что-то ну короче говоря главное что на ней больше было если она будет больше то линию вот так плавную идете или плавно или по прямой в зависимости от бедер можно даже по прямой по прямой почему можно но к бедру можно даже ты знаешь что тут забирать а здесь вот так как линия по прямой ложиться например вот так и расширять еще больше вниз это еще круче будет но чем вы здесь острее будете делать эту линию тем она а нам здесь надо чтобы она выпадала не больше чем на сантиметр мышь не подстраиваемся теперь под эту длину до у нас теперь длина будет четко идти от верха юбки у нас там например 100 сантиметров вот тут 100 вот здесь там 100 и здесь 100 но спи это передняя половинка если нас длина 100 но сейчас без припусков говорю вот 100 и 100 и 100 а задняя половинка как я вам давала там там нужно делать на погрешность на на попу которая выступает у нас то есть нас длина сзади будет вот здесь 110 здесь 105 и здесь 105 и значит следовательно передняя половинка спереди 100 боковой 105 и 105 на всякий случай на коррекцию мы потом низ будем корректировать вот эта юбка колокол но на вас в записях и то есть коррекция вот эти просто проговариваю как мы сейчас это будем делать теперь все проверили перед началом раскроешь что у нас там нет брака на лице отутюжили складывая лицом к лицу с паром не делая сгиб вот здесь все положили кромку кромки здесь не додвигаем потому что нам это не надо может выпад может криво отрезали но главное кромка кромки чтобы не было здесь перекосов вот положили на край стола уравнивая его вот здесь прямые углы нам здесь не нужны совершенно чтобы она не улетала вот хотя бы линейку туда или чего-то еще положите чтобы она не падала не съезжал вот теперь начинаем с этой стороны работать что мы делаем потому что вы нам вот так у нас она будет лежать это выкройки вот будет что вы долевая вот она вот она идет а когда ты оденешь она тебя будет вот тут у тебя идет угол 45 градусов нам вот этот эффект уже у тебя везде все под 45 градусов и поправишься или похудеешь поправилась юбка расширилась похудела она опять обратно вжалась это идеальная юбка это просто счастье так значит как найти же нам все прямой вот этот угол мы берем и уже от стойбом от нашего стола отталкиваться для легкости давай вот так вот смотри от стола все от стола 30 с этой стороны подкладываем и так 30 сантиметров да и вот так 30 сантиметров только четко 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 от стола вот наша точка пересечения даже могу этот квадрат не замыкать я тут этой точке стола вот так вот наша с тобой середина в нашей не все равно как она лежала главное не прямой угол например видела я что движение делала так подтащила и она лежит так как не надо я зафиксирована никуда не убегая не надо сейчас никаких булавок накалываю ни в коем случае так или еще слегка мне там скосилась я чуть-чуть выше вставлю вот эту вот нюху это чтобы вы знали где у нас идет уже цена все мы ее нашли вот почему я тут написала и долевая изгибы все остальное но тем не менее мы вот ее так подстрелим так что мы делаем вот центр центр лишь потому что на то так то так то так вот так можно конечно значит что вы по этой линии мы идем только смотрим что здесь у нас достаточного припуска можно принципе с кромкой два сантиметра все чем-то зажимаем и обводим обводим здесь сантиметр припуск здесь два это линию внизу так а длина сейчас все заснимем делай то что эти сказал когда он мы обязательно крем сгибе кладем если бы у нас была ткань без разнооттенка мы взяли бы два слоя сложили у нас кромка с одной стороны кромка с другой бы стороны было но я боюсь что может атлас запросто быть разнотенком поэтому мы вот краем каждую половинку по отдельности и направление у нас нашего вот этого всего вот так вот обязательно здесь здесь намерите чтобы вы знали то что мы делаем до сгиба сколько у нас тут длина вот тут 53 давай мы сделаем вот так 50 и меня за что ты будут сделала 50 вот так 50 вот до сюда провести прям пунктиром а вот здесь сейчас нужную нам длину мы сейчас сделать вот до сюда сколько дойдем допустим 100 да вот так 100 это так пунктир сделаем до сгиба здесь где-то до сюда вот до вот этой точке которая вот там от ровной здесь 50 а так 100 потом развернем я покажу о чем не говорю 50 наметили а там и 110 не можем нам надо 110 ну помнишь вот мы сейчас посчитали у нас длина 104 каблук у нас 57 сантиметров то есть нас минимум должна быть длина 110 но мы помним да что еще муж не будем прям в пол делать все равно сантиметр или два от пола с каблуком у нас должно быть да мы еще я говорила проговариваешь нас должна быть еще коррекция длины на попу то есть у нас тут чистая должна быть длина 110 еще 5 сантиметров мы на коррекцию даем с задней половинке того 115 припуск внизу ну вот я же с припуском уже считаю еще какой момент нам нужно а если это было полу солнце это было бы сложнее потому что мы уже тут часть забрали ткани да и вот эту нижнюю часть вообще с нашей длиной вообще как сюда подходим чтобы мы уже реально как-то подходили к этому но у нас здесь смотри здесь под 45 градусов здесь эта линия будет увеличиваться так что я думаю что мы здесь спокойно с тобой можем здесь у нас с тобой 104 плюс 7 давай тогда уже четко 104 плюс максимальный каблук равняется 111 плюс я думаю что не больше нам сантиметра надо внизу делать припуск можно конечно и два и полтора может два я вручную буду правильно подшивать не знаю не знаю потому что если вручную и будет каблук он может выдирать затяжки потом делать и цеплять за верлок там понимаешь а если делать строчку строчка нас не всегда будет устраивать поэтому в конце когда уже дойдем до низа мы скажем как у нас будет мы будем смотреть все нюансы учитывать все остальное но пока сейчас еще раз 104 плюс 7 плюс 2 это мы посчитали с 13 теперь на коррекцию со спин с задней половинки плюс 5 сантиметров 118 то есть у нас без вот этого припуска вот этой точки у нас вниз 118 должно быть как это еще осуществить берем вот так вот потому что нам неудобно нас 118 ну тут в 50 наметили а здесь у нас может не получиться пока никаких булавок не закалывать ничего не делайте главное чтобы вы могли вот так на столе перемещать и вот эти 118 вот тут насколько получится столько сделать нужно большой стол вот видишь вы что сделали мы туда отвернули а вот эту вот кромку сюда приставили прокатали ее чтобы она у нас не тянулась ничего видишь она вот видишь все она лежит спокойненько подали мой все более-менее мы прокатали теперь что мы делаем мы вот так вот ее продлеваем можем пока просто даже просто провести и у нас была длина 118 минус 50 это мы без верхнего припуска 118 считали без сантиметрового припуску притачивания к поясу например до 118 минус 50 все считаем на калькуляторе не дай бог чтоб что-то там и вот от этой вот точки где откладывайте себе вот так под эту нюнику очень 68 под прямым углом все да теперь вот к этой стороне мы вот так ставим 68 чик 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 как раз мы придем к тебе перепроверьте себя перед тем как вырезать вот мы его все навели я даже просто специально вот так наложила но мы так кроить не будем потому что часто атлас бывает разнооттеночный так нельзя ну хотя бы примерно вообще правильно купили ткани вообще у вас 2 юбка вообще тут жизни может получиться или на всякий случай если меньше взяли а что делать да там придется кита манипуляции там нарушать удалевую ни в коем случае нельзя нарушать может просто будем прикидываться что перед у нас светлый а сзади тоже но чтобы такого не было мы сейчас дальше покажем как его я вот так я взяла перегнула нагнула все хорошо я сейчас покажу как еще экономнее можно ее положить ну почему посмотрим сейчас все покажу пока вырезаем для новичков вырезаем в одном сложении не надо на той же ткани вырезать потому что я вас знаю все нюансы проговаривать все вот у нас направление куда кладется направление нашей ткани вот я вот тебе сюда перемешу и это же изнано теперь вот эту раскроемую часть смотрите очень аккуратно ни в коем случае не вздумайте взять вот так за верх и приложить себе талии ну как же красиво это смотрится нельзя так делать потому что вот эта часть растянется вообще вот не дышим на это все это уже у нас как мы уже с тобой проговорили что мы скорее всего и лифт будем тоже крыть под 45 градусов то есть мы будем на высочайший уровень мастерства с тобой аккуратно так сложили можно даже вот так куда-то переместили теперь смотри нам же надо сейчас положить одну вторую деталь лицом к лицу поэтому я переворачиваю проверяем еще раз видишь направление то есть нас юбка должна вот там внизу лежать это низ юбки это верх юбки направление это значит вот сюда куда-то мы должны будем сейчас подставить нашу юбку вот тут у нас был вверх юбки вот это у нас вниз юбки это вниз значит мы сейчас вторую должны специально вот так поставили и показала как это по логике там уже в принципе догадаетесь но только лицом к лицу я же сейчас я вывернула на лицо вот так вот это будет верх юбки вверх тут не здесь вверх юбки чтобы в одну сторону направление ворса или разнотенка шлайм всякое такое сейчас я покажу как я дальше то есть это сейчас я опять же чтобы он я положу а я какую-нибудь мякошку там делаю так раскладываем все чуть-чуть все изгоняем и спускаем сюда я уже не хочу это потом соединяйте точно ничего страшного видишь он очень хорошо что он таким цельным полотном но это еще цельность еще будет появляться того когда вы сами месте когда продекотируете она обычно вот так цельно ложится прям вот видишь все она лежит в принципе уже не двигается все остальное опять же мы наводим с тобой вот этот вот вот давай сейчас я вот смотри видишь как встану от стола давай вот так вот видишь что слегка кривоватая кромка здесь так здесь пару миллиметров уходит опять так ладно и где-то усредняешь протягивали вот таким движением и она четко льва вот так вот так вот только ровно линейку не вот так ложите а ровно ровно тоже вот и пальцем так держишь 30 30 можно 30 можно 40 30 белый 30 белый ну грубо говоря даже можно не отмечать а вот здесь 30 30 еще видишь вот вот смотри 30 вот отсюда 30 30 а это отсюда и я по ровно ее провела она уже ровно и теперь вот эту точку с этой вот так соединяем только очень аккуратно рисуйте еле-еле потому что иногда мыло не хочет уходить надо только стирать юбку ну именно вот на атласе ну тут главное по большому счету не ширины эти все чтобы оно вот это расстояние одинаково можно даже еще больше сюда смещать вот это можно 20 на 20 было там делать не обязательно просто угол уровень мыло не тонкое главное нормально провести вот у меня так что все всем бы тошно то вот так можно дальше там сейчас легче будет на юрку положим и все у нас тут там все совпадет и все ну напоминаю помнишь 118 это длина по боковым а сзади плюс 10 сантиметров там у нас 118 плюс 5 еще 100 это в самой вот этой вот середины точки середина сгиба задней половинки там должно быть 118 плюс 5 123 а длина у нас всего лишь на статье ну будет максимум там 110 как там может быть 120 а у нас может попа разная ну как бы сильно выступающая быть какие-то перегибы изгибы перестраховываемся я перестраховщица у меня есть основания так вот теперь мы пойдем вот так только лицом к лицу ее можно и изнанка к изнанке там ну так просто сразу наколем и вырежем и сразу можно будет прострочить чтобы я не потерялась мне кажется как будто одинаковое что лицо что изнанка видишь даже вот сейчас кажется как будто а это лицо вот и вот относительно этой линии смотри мы что делаем вот так подтаскиваем вот она видишь ли вот вообще даже все все легло видишь эта точка совпала это и вам не надо вымерять вот эти вот все моменты тут главное чтобы у вас был большой стол вообще жизнь вас удалась все теперь накалываем накалываем булавками и показываю как вот с этим вот так аккуратно так чтобы потом можно было настрочить да кололи перед строчкой вот тут мы строчили перед строчкой придержали пальцем почти себя укололи но не укололи чтобы вы не сдвигали вот это все чтобы оно у вас не двигалось тут можно в принципе по основным точкам сначала это сделать только острыми булавками если булавка не вкалывается берете и выбрасываете отбруковку делаете если вот такие булавки видишь я придерживаю вкалываю как будто себя колю но не колю потом вот здесь по серединке ну можно здесь по серединке здесь здесь сколько дотянулось а там успокоенность вот тут парочку булавок хорошо по бокам тоже же пройтись булавок а по бокам через каждые пять сантиметров потом ну сначала страховочные сделай все а только потом здесь побольше будешь делать так должно быть на колу видите через каждые пять сантиметров как перестраховочные по серединке теперь вырезаем все так значит перед тем как кроить мы с тобой возьми по обширнее чтобы было понятно дальше отойди чтобы по обширнее было примерно раскладываем нашу выкройку которую мы положили под 45 градусов вот наша кромка и мы заметили что наша ткань ни по ширине не тянется ни по долевой не тянется поэтому мы можем с тобой спокойно кроить класть вот эту вот 45 градусов долевую хоть по ширине если нам надо хоть по долевой вот так это очень важно это запомните ну и все остальное и вплоть до того что у нас даже ребенок я так думаю должен поместиться под 45 градусов ну для девочки платье вот видишь что вот так мы там его будем класть да вот эту вот выкройку то ли ну тут еще надо еще вторую вот такую линию тебе провести в другую сторону видишь мне надо в другую сторону положить а у меня вот этой параллельной линии нет второй то есть тут как квадратик фактически иногда и здесь я тоже вот так делаю пересекаю их чтобы было легче видеть эти линии вон перед мы разложили всю ткань по элементам сложившие ее вдвое видишь и вот кусок вдвое и тот кусок вдвое и еще то есть на 3 где-то примерно 3 куска а вот два слоя вот и мы сначала все раскладываем все вырисовываем смотрим все ли у нас проходит а только потом вырезаем понял решка нажми вот там на синенькую кнопочку ага да значит смотри вот мы один элемент разложили и смотри что мы делаем я беру его так протаскиваю ткань видишь вот вот движение туда-сюда туда-сюда чтобы она вот четко-четко разложилась ткань так как ей надо но смотрите внимательно этот кусок должен лежать на столе это тоже или если он падает смотрите чтобы он ничего не оттягивал поэтому я вот это вот как бы и еще параллельно кромка сюда и теперь мы с тобой берем кладем нашу выкройку хотя бы чтобы здесь был сантиметр и вот здесь по боковому был сантиметр вот здесь по боковому вот а теперь я проверяю видишь сейчас по большому счету мне не хватает вот этой линии запараллелить с низом сейчас я возьму прямый карандашик можно мне это сделать вот так вот под прямым углом в принципе от этой линии проводя это чтобы совсем быстро быстро сделать чтобы здесь линейка была вот я сейчас быстро-быстро проведу вот этот вот второй чтобы опять этим не вымерять там все квадратики и соединять вот следующая следующая долевая сейчас покажу для чего это надо вот я вот так кладу а мне же надо чтобы теперь это долевая вот здесь было параллельно сюда и одинаковое расстояние хотя бы мне вот это очень важно здесь у меня сантиметрик вот смотри можешь приблизить тут примерно хотя бы из-за этого вот тут тоже сантиметрик и теперь я отмеряю можно по краю стола три отсюда вот у меня ровно сорок с половинкой еще желательно чем-то зафиксировать и эту сторону сейчас тоже можно тогда я могу ее сорок один с половинкой прям идеально для чего сейчас делаем хорошо идеально все получилось даже ничего я вымеряла сейчас вот эту долевую вот с двух сторон как все мы всегда делаем если это 45 градусов я его не могу вот так примерно взять и положить якобы это 45 здесь тоже идет долевая от угла 45 то есть вот так вот тоже идет долевая понимаешь я вот от нее от этого края сюда вниз промерила 41,5 и здесь 41,5 теперь я спокойно могу дальше его обводить то есть мы берем с тобой еще чем-то то есть девочки у нас как помните она у нас неприкосновенная двигать нельзя так вот так и берешь себя полностью везде все обводишь да и делаешь вот здесь везде обводим вот так видите сразу крестики вот эти все ставим и сразу же припуски наводишь здесь у нас вытачка помнишь вот так идет здесь сантиметр ну давай здесь по полтора дадим тут плавненько сведем да здесь полтора сантиметра здесь сантиметр здесь сантиметр ну и здесь сантиметр и талию на всякий случай обязательно вот так фиксируешь уровне потому что мы будем собирать потом по талии еще обязательно во всех платьях всегда линия талии намечается потому что это проверочная смотри вот здесь вот эти вот все концовки видишь вот тут как вот эти вот как крестики вот такие чтобы она тебя вдруг если кто-то нечаянно тебя сместил то ты быстренько раз и подставила чтобы тебе просто первое это вот эти крестики и дальше намечаешь полтора сантиметр 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 ну здесь можешь три сантиметра добавить посмотрим пройдем не пройдем на всякий случай может нам длиннее надо будет но я думаю что где-то три сантиметра предостаточно будет так вот мы под 45 градусов заднюю половинку раскроили все тут намечено у нас с тобой а что у тебя тут сантиметров тут полтора-полтора а сюда а если потому что и по переду сводила на сантиметр а у нас там не хватало ничего не надо делать не надо ты сейчас изменишь выкройку что я потом буду делать я же помню что у нас с тобой а то что у нас там как так вот это вот то что я вот по переду теперь смотри как это сводить у нас может быть и меньше быть этот припуск еще может быть примерки смотри вот так никогда не делал вот полтора значит полтора и вот эта линия она вот сюда вот и приходит да мы потом все изменения с тобой же будем выкройку вносить ничего страшного нужно убирать на руковым потому что вот вот здесь мне надо чтобы тоже была полтора сантиметровая а ты же потом не вспомнишь в этом месте у тебя уже было 1 и 2 или в этом месте было 1 и 2 или в этом месте у тебя же сантиметр и в этом сантиметр ты сбиваешь выкройку ну то есть мы берем грубо полтора скос идет и все да ничего страшного может мы длину под подогнем так никогда не делай потому что нарушается целостность выкройки я потом вот так ничего страшного вот полтора сантиметра и вот так вот веди вот так что мы вот раскроили вот у нас перед видите под 45 градусов обязательно вот здесь на вытачках ставьте крестики такие оконцовка и и обязательно должна быть обязательно ну это можно смотреть тут сантиметр 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 пройма сантиметр боковые по полтора но это при условии отработанной выкройки вот перед полностью есть одна задняя часть и сейчас мы из выпадок еще где-то во втором выпаде положим вторую спинку вот подойдем сейчас я так вот нам надо раскрыть второй рукав да с тобой вот так неправильно ложить нам надо отзеркаливать лицо к лицу или изнанка к изнанке а так мы сейчас два одинаковых бы с тобой раскроили и чтобы уже не париться по поводу укладывания выкройки нахождение там наших нужных нам долевых он смотри кромка кромка поставила и все пожалуйста вот видишь по вот этим и проколом вот этим просто купить мы не ищем сейчас дали сейчас нам а уже вот она есть она же должна вдали войти вот так вот под 45 градусов вот так вот вот она идет долевая да вот все мы один так раскрыли зачем нам вторую больше выше делать ну так может вот идеально подставить здесь под вот это вот проколы и здесь вот так по моему замечательно все можно спокойно накалывать и вырезать так значит мы думали что детское платье мы тоже сможем раскрыть под 45 градусов но она у нас не получилось потому что вот даже вот у нас есть такой вот выпад и нам пришлось разделять нашу выкройку смотри значит вот это у нас перед у нас она не получалось по длине и мы решили все-таки как изначально вот и рисовали где-то отрезной примерно по талии делать предварительно мы навели вот эти вот все углы под 45 градусов все расписали все размерами на месте где передняя где задняя где все вот и столкнулись с тем вот даже даже если здесь вот вроде бы у нас какой-то тут угол мы сначала думали что до 45 градусов а потом смотрим что он вообще не 45 вот это долевая вот эта линия должна быть либо вот так стоять а вот это либо вот так то есть нам надо было вот так вот это угол был бы 45 градусов конечно мне достаточно поэтому приняли решение что мы будем строить обыкновенную трапецию по прям вот кромка у нас дальше мы обвели поставили вот одна деталька так же самое мы сделали спереди но еще пока не вырезаем потому что мы ее еще там перед низ переда будем рисовать то есть вот эту нижнюю часть вот этого переда и задом задняя часть у нас тут шовчик только шовчик у нас тут с не зайдет потому что не хватает ткани вот так вот назад а это перед нашей модельки да так вот тогда и что мы стар ставим дальше мы вот этот это сгиба передняя часть вот это шов это задняя часть поставили наложили предварительно смотрите у нас даже совпали помните мы рисовали вот эти вот линии вот у нас даже линия низа совпадает но тот второй кусок так же сам у нас все даже будет по одному разно тину по одному оттенку то есть вообще для нас просто замечательно вот сейчас мы его так наложили мы тут экономим даже вот с этими вот проколами на кромке то есть мы их взяли и посоединяли вот так булавками одну с другой стороны потому что вот здесь нам крайне важен был вот этот вот сантиметровый припуск то есть как раз нас из выпадов получается еще шикарное платье дочки так значит мы приняли решение что нам еще надо к этой длине добавить порядка 25-30 сантиметров и вот ну вот так решили раз намечаем еще вот эти 25 сантиметров пологнутой линии но давай на всякий случай друг нам ну хватит еще на переднюю можем еще спокойно вот так вот по пять сантиметров добавить и поскольку вот здесь есть возможность давай мы наверное еще чуть-чуть расклешим к низу я думаю будет очень хорошо то есть вот эту вот точку так проще будет смотреть минимум на сантиметр мы расклешаем и сантиметр даем припуска вот тут у нас сантиметр припуска вот он идет и вверх и вниз а знаешь что я это под прямым углом то отложила на трапеция под прямым углом кокетка то не намечается смотри она будет узловатая она могла такого точно не надо смотри что я об этом сейчас вспомнила видишь это тут одессе нам надо более плавную линию сделать поэтому сейчас склеим с тобой вот эти вот я заново вот смотри что мы сделаем вот это склеим вот эти вот половинки я положу рядом вот здесь даже не должен быть прямой угол где-то вот до сюда а здесь ему так вверх идет чуть-чуть то есть ничего страшного мы здесь заберем вот здесь надо будет добавить хорошо сейчас паузу пока стать вот чтобы красиво навести вот эту вот трапецию мы ее увидишь тут с легким она прогибом еще и было мы ее вы тут по боковому совмещаем там у нас идут прямые углы обязательном порядке вот здесь центр переда вот здесь прямой угол на расстоянии трех шести десяти сантиметров от вот а вот здесь нам надо с тобой вот эти точки мы совместим и плавним эту линию мы тут завышаем вот сейчас в данном случае где-то примерно на сантиметре вообще легче увидеть эту линию когда мы складываем вот так и вот так себе кладем вот так вот 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 так вот как могут юбку осноравливали низ мы тоже так же самое клали на подлиннее планы чтобы она вот была вот плавная 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 давай я наверное вот рокировку вот так где-то гораздо легче будет увидеть и то и то уж там десять линий очень сложно можно вот эту линейку если она ложится ложится видишь как хорошо легла можешь чуть-чуть даже так вот стать еще лучше видишь мы и здесь наш прямой угол сохранили и там сохранили и вот так она плавненькая вот здесь мы сейчас разрезаем пустила тогда будет красиво а так будет ломаная линия резкая талии очень некрасивая теперь вечно такая слегка как завершая тогда и на вот эту будет повторять нижнюю часть а так она была бы и совсем покрасивая только что-то у нас тут перед выше назад ниже будем думать что так раз наш производитель бурда называется так сделала видишь это сгиб переда сгиб дата а может мы неправильно когда перевернули неправильно совместили их нет смотри видишь у нас он проколы мы же помнишь я говорила мы выкройку бурды особо детскую вообще не обсуждаем она и можно сказать практически идеально сидит на ребенке мы снимаем рост объем живота длину рукава ну длину юбки там если надо и если ребенок у нас там где-то в районе там от ну от года там до десяти он интенсивный ты сможешь даже до 14 интенсивно растет да то мы берем не размер размера на два размера больше да ну вот видишь тут были проколы мы переводили так нет оставляем так все хорошо да нашу выкройку вот так видишь начать завышается вот здесь я тебе в этом месте отклонила на сантиметр и от этой выкройки вот на сантиметр расширила такая то ли не еще 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 и плюс там сантиметр припуска это сколько у нас будет получаться мы потом и переднюю так же самое сделаем неправильно снимаю извини ну так же самое и переднюю сделаем хорошо вот то есть вот это обводи верхнюю часть на сантиметр добавляй вот эту спинку перенаводи по-другому потому что тут уже по-другому сделали видишь здесь чуть-чуть вот эта линия завысилась так же само напереди это мне ее нужно обвести нужно будет да переобведи видишь вот видишь линия поднялась то что я тебе говорила мы столько что с тобой это наводили вот это переобведи то переобведи и от этой вот 25 и 30 наведи а там сейчас посмотрим что у нас с тем куском будет получаться как у нас там будет а вот здесь вот я сантиметр поднимаю у меня там а какport вот ты смотришь только вот сюда вот там по большому счету не должно было ничего поменяться нижняя часть не должна поменяться вот это когда водилам она не должна была камняrost дружнамана поменяться вот только вот эта за выше я и вот этот кусок сейчас наложила и сложил и чтобы он не оттягиваем мог оттягивать она могла падать вниз а ты вот так его вот эти куски я очень не люблю когда падают всегда вот так вот сгибайте и только после этого вы ну да обведи еще раз и от этой линии вот тут вот от нее 25 и 30 наведешь сантиметриков значит вот мы заднюю навели передняя есть задняя есть теперь нам надо как-то раскрыть вот эту вот вторую переднюю что я предлагаю сделать мы измеряем с тобой расстояние сантиметровой ленты отсюда до вот этого вот припуска например 80 делишь на 2 вот тебе середина долевой да вот это 80 значит 40 40 40 отложила и мы загибаем тогда смотрим какое у нас раскрешение будет когда уже переносим его вот сюда насколько максимально мы можем дать и какая длина максимально у нас здесь такой получается сейчас мы наметим вот мы провели долевую середину переда да смотри теперь нижнюю часть самую нижнюю 30 сантиметров длины вот тут перенесли это докуда мы не можем выше положить вот эту нашу верхнюю часть вот этот центр и мы вот так подстраиваем его вот тут сантиметрик то эту часть вот так все положили микро вот так вот тут же сантиметр влезть и теперь смотрим у нас по моему там все 40 сантиметров расширение вот 30 сантиметров видишь мы даже делаем на 30 сразу берешь и вводишь ее и на 30 и потом мы ее вот так зеркалим и все а расширение а расширение сейчас будет любую мне кажется даже максимальное вот это расширение по боку 1 2 3 4 сантиметра там вместе с припуском вот давай сейчас мы не зажмем я тут сейчас тебе его нарисую мы тут же сейчас его сделаем 4 сантиметра в этом бочке так это вместе с припуском сейчас посмотрим даже максимальное расширение получать а вот это этой точки мы с тобой так как продолжаем эту линию и откладываем себе сразу же 30 сантиметров внутри просто вообще все у нас идеально получать вот 30 сантиметров и по вогнутой линии вот эти 30 сантиметров вот так вот скрой мы его будем сейчас сострачивать а у весь под 45 градусов и для нас очень важно надо нам тянуть или не надо у нас очень такой жесткий плотный королевский атлас даже под 45 градусов он такой вот ну растяжимый я смотрю что наверное даже не стоит тянуть потому что сама машинка и и сама рейка и лапка она уже растягивает когда шьет и вот мы тут простричь вот здесь мы тянули здесь нет но тем не менее вот он видишь основной параметр шва связан с тем что вот когда ты растягиваешь нитка не лопает ни снизу ни сверху значит все хорошо это вот видишь даже вот так делал но если тка очень сильно рыхлая если ее тянуть то можно очень сильно растянуть шоу он будет вот такой вот волной эти то есть тут надо понять насколько и как нам надо строчить на кусочки про экспериментировать да да вот смотри это у нас плетя половинка на мастер перепады то есть с этой стороны мы полностью застрячиваем боковой шов а с этой стороны сантиметров 15 не застричь отличилось для молнии да в боку да да в боку так вот смотри линия намечена все замечать и с того ставим помнишь как обычно наматываем на пальчик чтобы она там не намоталась с другой стороны и начинаем пять стежков вперед желательно вот эту булавку первую убрать она будет мешать делать обратный ход поставили нажали еще раз напоминаем всегда мы все сострачиваем даже если это угол 45 градусов в обязательном порядке два с половиной миллиметра отделочная строчка красивая это только делочная строчка она не имеет права быть во внутренних стачиваемых вещами швак это обязательно два с половиной миллиметра себя и за здесь нормальная иголка всегда проверяйте иглу натяжение кто перед вами сидел достаточно сейчас чуть прострочу угол 40 градусов очень если иголка топ тупенькая с каким-то там зазоринкой может делать затяжки очень хорошие тысячи подарили ну мы вроде на кусочки сделали с тобой вот это все было замечательно сейчас посмотрю как еще раз нам лучше в принципе вот машинка сама чуть-чуть растягивает ткань наверное не надо будет тянуть ее класс не надо тянуть сейчас я посмотрю стою с этой стороны главный параметр надо тянуть или нет строчка должна чуть-чуть слегка волниться но ни в коем случае сильно не должно быть волны она чуть-чуть должна быть растяжимая но не без сильно большой волны если вы будете тянуть видишь микро растяжение вот это я так наверное просто направляйте просто в данном случае потому что почему я здесь придерживаю здесь такое печатание что хочется чтобы еще почаще были булавки хочется когда не надо будет вот такое движение не тяну каждый раз когда я начинаю заново строчите иголку внизу оставляю то есть это в обязательном порядке давай-ка мы наверное все-таки почаще будем ставить булавки так видишь вот так уже подошла сюда поближе и вот так вот прокалываем булавкой не на весу вот здесь можешь какую-то деформацию сделать и либо это отдельно на столе делаешь прокалываешь почаще через каждые три-четыре сантиметра вот теперь давай посмотрим что у нас вот здесь получилось хорошо мне нравится и он еще и растяжение видишь не надо в данном случае не надо тянуть тянуть мы точно будем в шифоне 45 градусов вот это обязательно помним обязательно а стяжка по самым растяжимым краям это окат рукава пройма и росток и горловина даже если она раскроена под 45 градусов это нас ну из-за этого мы не делаем ну как бы все равно делаем стяжки четверочка для стяжки на 4 миллиметра стяжок поставили и не делаем а поставили в стык краю придержали первый стяжок и вот так вот так ставим вот делаем волну можете опускать и как-то поворачивать все должно лежать на столе и ни в коем случае не должно падать что-то обязательно такое нужно делать обязательно в порядке уже почти до сантиметра пошел ничего страшного 0,5 маловато будет 0,7 где-то 0,7 сантиметра лучше 0,7 так и если надо поворачивать это крепко мы делаем очень аккуратно вот так оттягиваем чтобы вот это не растянуть черно подожди теперь смотрим что у нас вот все теперь мы за будущей вметаной вот эта вот волна это для стяжки нормально да唄 может еще больше выйти еще поворачивание аварабOULт Trash может еще больше стянуть ничего страшного у меня вот здесь получилось я захватила больше чем 0,5 или 0,7 здесь захвачено еще как сантиметр даже это нормально Нормально ничего страшного сантиметр даже иногда может случиться так что будет полтора ничего страшного нет главное ты простречила ты будешь распаровать, второй раз стречить ты можешь еще больше растянуть. И это неблагодарная работа брать и распарывать. То есть ты уже растягиваешься. И ты когда будешь потом, например, вот это место распарывать, а у тебя целостные строчки нарушатся. Здесь на самом деле очень важно, чтобы была цельная строчка. Но если она вдруг совсем как-то так не получилась, мы там тоже, помнишь, переход делаем на 5 сантиметров на одном и том же месте, да? Ну, по той же самой линии строчке, но лучше, чтобы она была цельной. Мы когда вметаем рукав, мы потом ее уберем. Потому что вот сейчас она нормально просрочила, без стяжек, без затяжек, без всего остального. А потом вдруг что-то случится с иголкой, вдруг кто-то перед тобой сел, сломал иголку. Ну, в смысле, затупил иголку. У тебя пошли проколы. Вот лучшая враг хорошая. Это как бы прообраз намёточной строчки, но строчка на машинке. Не надо. Лучше враг хорошая. Как стачивать? Швы. Рукава. Сначала найдите лицо изнанку. На всякий случай. Это можно всё сшить, а получится, что наизнанку. И смотри, видишь, у нас там были нюансы с тобой по полтора сантиметра. Здесь полтора, а здесь максимум, да почти 0 сантиметра. Нам надо это учитывать. И мы вот так кладём. Видишь, он, по идее, должен даже сам так выложиться. Видишь, он сам лёг уже. Только вот чуть-чуть так. Да подвинем, потому что скользит сам от себя. Они сам лучший вариант. Трощие иголки, да? Да, они не скользят. Они прям как будто они в масле все, знаешь. Вот именно в этой ткани не хотят скалываться. Ну, ещё когда скалываете, смотрите, чтобы если, ну, какая-то тут складка идёт, иногда может и так надо скалывать, иногда так. Но в данном случае у нас всё было там чётко тут, ну, чтобы не было вот тут каких-то складок. Вот это сложности при угле 45. Видишь, вот всё, он по-другому, вот не хочет ложиться. Значит, вот так и делаем. И закрепка-закрепка 2,5 мм с ручками. Здесь на всякий случай зубка, чтобы вдруг там чего-то мы вкрули. Как 2,5 мм, что ли? А, стежок. Вот здесь вот, да, по вот этой линии я иду. То есть вот крах я ровно на 1,5 см на срочек. Здесь то же самое. Здесь мы с помощью ровненько всё. Там линию надо посмотреть, с обратной стороны. Тут нет линии, где-то, да. Здесь по этому краю. А, да. Поэтому крыло и мы... Видишь, очень сложно. Когда мы юбку крыли, хорошо, что мы сразу, вот, на видите линии, мы их накололи, а только потом резали. А если потом, после кроя, совмещать боковые, накалывать, это была бы экзекуция практически. Здесь мы вот этот край мы доровняли. В крайнем случае можно вот так положить. и проверить. Ну, нет, тут тоже что-то есть. Что-то тут, ну, что-то тут тоже самое, видимо, было. Я решила его задвинуть. То же самое здесь было. Видимо, мы идеально с тобой, Украина. Видишь? Начиная его прикладывая к кушке, он тут начинал коситься. Да, косить. Вот. Получается, так как выпал, так и... То есть мы идеально зеркалили. Я думала, что мы все-таки там только себе мы могли как-то убрать. Я же расколола здесь. Только эту точку там. Оно само вот даже ложится. Припуски. Казалось бы, как они там могут так ложиться? Могут. Потому что все равно мы же идеально под 45 градусов кроили. То есть мы долевую не пренебрегали. Мы идеальные вот эти углы 45 градусов наводили. А только потом мы накладывали выкройку, вернее, на выкройке 45 градусов, на ткани 45 градусов, а потом только все остальное. Поэтому тут у нас с тобой даже выпадать может одинаковое количество. Вот так сейчас ровно, да? Да. Все на полтора от вот этой линейки. От крайней, от крайней. На полтора. Да, да. Мы тебе сразу же там... Ну и тут задание, и домашнее задание. Смотри. Мы когда кроили, мы не сделали здесь выточку. Точно. Тебе надо дома, или здесь, посмотрим, как по времени. Наколоть, сметать. Ну, перед этим всем или после сметки. Наметь здесь выточку относительно выкройки, да? Вот. Видишь, оно все живое. Так, пляшет. Так, пляшет. Вот, очень аккуратненько наложить, навести выточку. Это сметать. Стежок не больше сантиметра. Закрепка, закрепка. Вот, потом переднюю часть. У нас с одной стороны есть выточки. Есть. А вот у нас не было выточек. Нет. Под грудь. По-моему, пыли. По-моему, тоже. Вот наметить. А только после сметываешь это, сметываешь это. Сметываешь по отдельности эти выточки. Пока все сметываем. Пока все сметываем. Потом. Сметываешь здесь что? Сметываю выточки. Сметываешь все выточки. Ну, это ты можешь после выточки, до выточки. Главное их сначала наметить. Ну, лучше это намечать все, когда у тебя друг на дружке лежит. Ну, то есть, друг. Вот так, как эта часть. Вот. А потом. Вот так отгибаешь. И наши... Ну, тут уже сметана вот эта выточка. И ее смотришь, в какую сторону будешь загибать. Тут же у нас должны быть надсечки еще. Здесь обязательно надсечки сделать. Потому что будет удобнее 20 миллиметров соединять. Здесь только сметываем и здесь сметываем. Вот. А потом, когда ты ее вот так сшила эту выточку, ну, сметала эту выточку, она не всегда вверх будет. Потому что иногда приходится ее вверху тут резать. Она мешает. Иногда надо вниз. Вот сметала. Положила ее вот так. Вот так. Она как-то легла. И закладываешь ее, например, вниз, как будто ты ее уже приутюжила, заутюжила. Так? Отсюда начинаешь булавками. Мне важно, чтобы этот кончик не здесь был, не там, а как он хочет ложиться. А только после этого ты берешь вот так вот. и прикладываешь, вот так раскатываешь, прикладываешь. Когда я булавками сколола выточку, да, получается? Булавками. Ты ее сметала. Сметала, да. Сметала, да. И потом вот так вот ты ее кладешь, наметываешь один бок. Вот этот, один бок ты не сметываешь вообще. А второй полностью сметываешь. И средний шов сметываешь. И плечевые. Плечевые, помнишь, у нас тут тоже проблемка была. Кладешь вот так. Вот. И нам главное, чтобы вот здесь совпала линия. Видишь? Не вот эта часть, а вот эта. Вот ее допроводишь. Вот здесь метаешь. Вот тут метаешь. Закрепка четыре раза на одном месте и сюда пришла. Хочешь, можешь плечевые прострочить. Только два с половиной миллиметра. Хорошо? Тоже не тянем. Потому что здесь проще сразу прострочить, чтобы брать вот этот вот куточек. Это я сейчас или мне после выточек, после всего. Это после всего. После всего. Чтобы быть неудобно. Смотри. Мне главное, чтобы совпали вот эта точка. То есть мы ориентируемся. То есть фактически у нас должно вот эти вот углы. Если бы тут еще вот так угол доводился, он бы был бы вот таким. Мне надо было, чтобы вот эти углы совпали, вот как сейчас я положила. А если здесь же не за что будет потом? Ну вот, у тебя есть. А здесь, да? У тебя вот, во-первых, три-четыре миллиметра есть и вот сюда. Может мы еще углубим и посмотрим, да? Вот. Но тем не менее, вот тут аккуратненько. Вперед, назад, вперед, прошлась здесь. Только все сначала булавками закололо. Так же вторую боковую. А поскольку у нас... Значит, смотри. Теперь тем, как это все делать, ты еще раз просмотри видео. Средний шов лучше прострочить. Не сметывать, а прострочить. Боковые мы не срочим, потому что у нас сметанные выточки. Вот. И придешь сюда, мы вметаем рукава. И сейчас еще дочки посмотрим, что там можно было бы сделать. Еще даже ткань не видела, а уже спрашивают про кладки. Ничего-ничего нормально. Значит, смотри. Это у нас задняя юбка, трапеция. Это передняя юбка, трапеция. Это у нас задняя, со швом, кокеткой вверх. А это перед со сгибом. То есть, в принципе, все соответствует. Значит, что нужно сделать? Дома сострочить, тянуть обязательно, потому что здесь по прямой все раскроено. Здесь нет угла 45 градусов. По прямой. Закрепка, закрепка, тянем хорошо. Здесь то же самое, только вот так перекалываем булавки. Через одну перекапываешь, потому что мы там совмещали вот эти вот все дырки. И строчи на миллиметр еще дальше этой линии. Вот сюда, на миллиметр в эту сторону. Ну, чтобы точно в дырка не попала, да? Сострочила, сострочила. Перед этим стяжка-стяжка, да? И здесь стяжка-стяжка, как обычно. Вот. Сострочила вот эти, да? Здесь. После этого. Это задняя, да? А вот здесь вот я что? Смотри, смотри. Тут сострочила на сантиметр. Соединяется. Это мы восстанавливаем на половинку. Сострочила, а потом шов разделяешь. Ну, и сострачиваешь вот эти две стороны. Ну, как обыкновенное платье. Присоединяешь. Да, присоединяешь, да. То же самое делаешь здесь. Тут ничего сострачивать не надо. Просто вот от наших надсечек по сантиметру делаешь нормальные, полноценные строчки. Только после этого, знаешь как, давай, наверное, мы с тобой, вот здесь не дострочи сантиметров 10, чтобы голова прошла. Хорошо? Обязательно вот тут на 10 сантиметров не дострочи. Вот. Вот это прострочила, кокетки прострочила. Сострачиваешь плечевые и сосрачиваешь боковые. И можешь дома померить на нее платье. Счастливить нашу маленькую принцессу. Вот. Можешь видео заснять, какие нюансы, чего-то, как. Да, 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 если я засниму. Посмотрим, чего как-то. Если вдруг там с проймами. Как мне вывести теперь правильно выточку, правильно ее сгладить и перевести? Смотри, если сложно сюда переносить, у нас есть твой низ груди. Мы берем с тобой, от центра примеряем. Вот ровно 9 сантиметров. И ровно на уровне 9 сантиметров у нас должна быть с тобой... Очень сложно под 45 сантиметров вставать. Едет прям к моему выйдет. Здесь у нас 1,8. Значит, и здесь у нас должна быть 1,8. Вот это целый 4 десятых. Вот. И эту линию мы уже так проводим. Тут дальше все хорошо. Вот. А вот это вот так вот плавненько ведем. Вот так. Вот так. Слушай. Вот так. Вот. А теперь ее отбивай. Ну, вот отбивай в прямом смысле слова. А по этой будешь сгибать и наметывать. И цельно наметать пиццу, потом сюда перенди. Только все скалывай. И сюда я могу набить, да? Будешь знать, что вот эта вот черточка означает центр. Ну, может мне сколоть иголочками, а потом отбить, чтобы я точно не съехала. Ничего съедет. Вот положила. Главное, вот эти вот. Сейчас же не отбивай. Там же у нас недостроено. Что недостроено? Выточка с этой стороны. Я же тебе говорю, не надо. Ты по этой вот сгибаешь. Зачем тебе вторая сторона? А, все. Вот я теперь сообразила. Ага. И вот сейчас мы вот так кладем. Только давай вот так положим. Вот, вот совмещаем вот эти вот центры, ну, в смысле, наши тафи. Да? Так, центры наши тафи. Девочки, буду стучать. Кулачком. Оп. Аккуратненько, быстренько. Вот, видите. Ну, вот. Вот эти вот. Вот эти вот. Он даже рябиться нормально не может, потому что скользящие все эти волосы. То есть, получается, на каждом платье достаточно только одну сторону выточки навести, и потом ее по этой стороне, да. Возьмешь эту согнешь. Можно запросто их эту согнуть. Хорошо. Я вижу, что на задней половинке почему-то выточки стали меньше полутора сантиметра. Полтора. Мы перепроверяем с выкройкой, да, действительно так. То есть, установили вот эту вот линию, провели ее и довели по крайним точкам еще полтора сантиметра. А если одна сторона уже наколотая, то вот тут мы полтора сантиметра отвели, потом проверяешь равноту вот этого скола, а только потом ставишь вот так, эту самую линейку и так проводишь. Оно же удерживается, этот край. Да, это стопарик наш. Оно же удерживается, все великолепно. Приходишь, метаем рукавы, будем делать пример. Окей? Так, метывание рукава, да, на первую примерку. Перед тем, как метываем рукав, мы обязательно с тобой фиксируем в нужную сторону, например, назад, плечо, закалываем булавкой, да, и потом боковой шов назад, да, как будто мы его как заутюживаем. Видишь, вот так его, раз, чтобы они у нас не мешали, никаких погрешностей не было, вот, просто вот как будто как заутюжили, да, и плечо, и боковой. Теперь дальше выбираем нужный нам рукав, смотрим, где более прогибисто, это перед, где менее прогибисто, это зад. И я что-то напутал, линию напутал, просто, видишь, видишь, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, а я не могу понять, что такое. Подожди, у нас живот перед, я же вот так должна вроде положить, а мне кажется, вот это перед, а это зад, блин, как я смотрела. Сейчас давай еще раз посмотрим, как еще найти. Вот это зад. Мы манипуляции делали, давай-ка выкройку. Ага, то есть, вот я включила. Так, что мы делаем, мы закололи по боковому, да, сделали как будто бы половинка переда, половинка зада. Нам нужно срезать 2 сантиметра. Да, 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 мы решили, что нам длину не хватало, ну, многовато длина. И нам надо все-таки эту кокетку приподнять, потому что она сильно высокая. Здесь прямой угол, потому что сгиб, и здесь прямой угол, да, на каком-то расстоянии. А потом здесь плавними. И обязательно, видишь, тут оно как-то выпало, вот эта линия. Здесь все совпало. Вот, видишь, я чуть-чуть дальше специально заколола, чтобы она выложилась, эта линия, хорошо. Можно даже еще выше, чтобы оно ровненько легло, все. Разложилось. Уголки просто нехорошие. Вот, видишь, у тебя плоско лежит. Теперь сейчас вот эти, можно от руки выводить, а можно выводить от подлиннику. Так же, как наш боковой юбки. Вот, видишь, он лежит. Лег, да? Ну, в принципе, да. Вот, видишь, он и сюда пришел. Вот эта вот длина, конечно, в этом плане очень помогает. Вот, а вот эту вот просто вот так вот сводишь сюда. Мы сейчас прокорректировали линию. Главное, чтобы она была плавная. Она почему у нас не прямая, потому что она все-таки трапециевидный какой-то вид имеет. Вот, и все срезаем. И сейчас под него будем подстраивать нашу юбку. Сейчас я тебе покажу, и ты ее... Вот, а теперь вот эти вот боковые мы распарываем, потому что мы их потом будем соединять. Ага, центр пивона, чтобы тебе совсем было приятно. Вот, а чтобы вот совсем легко все было, берем наш перед, который со сгибом, потому что это задность, да? И верхнюю часть, и так. Тут же у нас надсечки с одной, с другой стороны есть. И тогда у нас не будет вот этой вот припосадки, которая здесь не получилась. Мы сейчас ее просто устраним. Вот, забираем надсечку с надсечкой вот так вот, и ровно на сантиметр сострачиваем. А там же линия здесь идет ровная, а на лифе... Ну что, а вот ты вот так и выкладываешь. Она там с обоих сторон вогнутая линия. Мы же ее специально там делаем. То есть я опускаю юбку для того, чтобы выложить по лифу, да? Да, да, да. Нет, подожди, в смысле опускаешь? Ну вот так. Нет, это просто кривая линия, она вот так, ну, вот по чуть-чуть. Ты идешь отсюда, чтобы не было посадки. И вот так ее накалываешь, чтобы не было посадки. Вот, потому что если ее как-то по-другому, видишь, вот тут ровно, пальцем ведешь. Во-первых, ты вот эти два края устаканиваешь. И здесь, видишь, я дальше чем-то на 2-3 сантиметра не ухожу. Она просто у меня не выложится, эта линия. Я не знаю, как у тебя получился лифт больше. Честно. Нет, у меня юбка больше. Ага, у тебя лифт был больше, а юбка меньше, потому что я тебе вообще-то давала здесь сантиметровые припуски. Почему ты решила по 2 сантиметра сметать, я не знаю. И юбку тоже сантиметр. Да, и юбка, у нас все было по сантиметру. Вот поэтому у тебя я начала наплывать лифт. Вот, чтобы убрать вот эти нюансы, я тебе специально сейчас и Лава так заколола. То есть, просто ты почему-то решила, что у тебя 2 сантиметра как в юбке, в твоей юбке. И все. Здесь все ровно. Все ровно. И там тоже самое будет. Вот это докалываешь. И дальше вот это. Вот часть идет. Только смотри, лицом к лицу. Только смотри, где вверх, где вниз. А, ну тут кромка к кромке. Вот эту часть нужно подпарывать. Потому что мы сначала их зашиваем, обметываем. Потом боковые и средний шов. Хорошо? То есть, я здесь задний подпарю, да? Да, сейчас тебе начну. Вот, помнишь, с одной и с другой стороны мы находим эту ниточку и начинаем ее тянуть. Ну, давай вот сейчас я вот отсюда. Чтобы ей совсем было комфортно. Вот сколько будет у тебя молния, столько мы сделаем длиной. Пускай она там что-то не до попы будет. Как ты говоришь, чтобы было удобнее входить. То есть, мы молнию еще и на юбку будем сажать. Не только на лифт, но и сначала полностью платье, да? Как обычно. Вот, да? Вот. Вот так. Видишь, что я делаю? Поднимаю и по ходу строчки, это самое, распара. Опять подняла. Оп. Вот так. Вот. Просто легче добраться до вот этой штуки. Сейчас, чем тут ее ковыряю. Там, вот здесь. И вот так вот положили. И все получилось хорошо. Вот. И тут на сантиметры. Вот эти домашние задания. Вот это посоединять, а потом вот тут расточим на верлоке. Вот эти вот. Дома я. Срезы кокетки. Ты дома ровно на сантиметр строчишь. Вот тут вот, на сантиметр. А эти кокетки? Смотри, вот это строчишь и заднюю часть строчишь. Хорошо? Я поняла, да. А остальную я не трогаю, ни боковой. Вот наши нагрудные выточки, поскольку под 45 градусов, вроде так ничего смотрятся, но они как-то, знаешь, вот так вот слегка, как под, ну, не до 100. Ну, они, естественно, были только сметаны и не сутюжены. Что я предлагаю сделать? Мы с тобой здесь изнутри вот на 0,1 вот так убрали и сметывали. Я сейчас попробую тебе сострочить их где-то на 0,2. То есть часть вот этой выпуклости взять и убрать, чтобы меньше было чего сутюживать. Вот сейчас я посмотрю, если у меня это будет получаться. Мы сейчас так и сделаем. Да, стяжки, садись, я сейчас покажу тебе. Мы же с тобой еще не делали стяжки, да? Рассказывай, да? Да. А, ну, тут можно чуть-чуть поделать. Хорошо. Мы же не можем сделать. Вот, видишь? Вот. Ну, все как обычно сострочим. Сейчас только вот это покажу. А так, примерка у нас прошла на ура. Просто. Супер. Все отлично. Смотри, намотала на палец. Обязательно полярки, да? Первый стяжок сделала. Можно уже ничего там делать. Значит, строчка у нас 2,5. Вот. И... Чтобы ровно посередине от этой дужки было. Да? И начинаем. Здесь у нас 45 градусов, оно уже растяжимое. И я думаю, нам вообще не надо тянуть здесь. Если было бы под ровно, ровно надо было. Ну, максимум вот такое движение. Максимум. Больше ничего, ни в коем случае. Вот вроде бы мы вот тут должны были бы... Когда начинаешь стричить, надо все подраспороть. Потому что ты не сможешь это нормально простричить. Оно будет мешать. Точно будет хуже, чем было. И вот это... Сейчас я вот этот уголочек, его просто намечу. Чтобы вот он, точка пересечения. Вот это надо убирать, потому что не даст выложиться. Например, куда? А потом его надо все убирать. И накалывать получается заново, если мы уберем. Ничего. Олечка, открой, пожалуйста. Благочеловек пришел. Вот, видишь? Вот. Я сейчас попробую ее... Вот тут ни в коем случае не растяни. Ни в коем случае. Нельзя тянуть ничего. Наоборот, видишь, я больше как на припосадку даю. А чтобы случайно... Привет! Привет! А чтобы случайно не это, мы тут хотя бы сфиксируем. Чтобы оно вот это было. Вот. Видишь, у нас резко как она сходит на нет, эта выточка. А что она у нас так резко сходит? Не должна у нас так резко сходить. Вообще, вот тут на расстоянии сантиметра мы должны уже почти на миллиметр идти. Сейчас я буду пытаться ее... Такая у нас уже огромная дверь. Мне бы мне и хотелось забрать там 2 миллиметра вот в этом месте. Сейчас посмотрим. Вот. И вот место, где пересечение... Вот 2 миллиметра у нас не один, как я рекомендую, а два. А дальше мы переходим. Сними, как получилось, видишь? Четко на крестики, на этом, на пересечении. Теперь я поднимаю, ну, убираю вот эту булавку. И переворачиваю вот так. Ух ты! Это мы точно так же с тобой строчили на этом? Да, на платье. А, нет, на платье мы с тобой так же строчили. Мы не сводили полностью. Да, потому что там двойная ткань, и могло быть где-то полностью схватиться, а где-то не схватилось. Было бы некрасиво. Да, вот это поэтому я тебе ее там не показала. Вот, ну, что-то не хочешь. А, бывает такое, что надо... Не хочет поворачиваться. Да, да, да. Не хочет поворачиваться. Сейчас я опущу и чуть-чуть приподниму вот эту вот иголку, чтобы она... Там она прям как закрутилась. Ну, такое бывает. Потому что я больше забываю сейчас. Ага, вот смотри, как сейчас. Вот должны прийти, вот видно там под низом, как оно... Ну, чтобы ровненько оно выложилось. Если совсем будет прям складище такое, мы сейчас... О, видишь, вот как оно лежит. Если совсем будет складка, то мы тогда просто берем... Ага, привет. Ой, привет, Ири. То берем с тобой и это самое. И строчим. Смотри, вот так, раз. Видишь, он не может продвинуть. Надо помочь. Вот так, раз. Ой, смотри. Вот так, оп. Видишь, что-то мы не будем... Ну, ни в коем случае здесь не тяни. А то тут можно так растянуть. То есть более 45 градусов. Да? Вот. Вот так. И не тянем, строчим. Помнишь, вот это у нас окончание. Мы тоже его перед окончанием подраспарываем. И это самое... Сейчас я вот так подтяну, чтобы оно ничего там не распадалось. Вот. Потому что мы должны будет подраспаровать. И на расстоянии 2 сантиметра от края мы уже тут уйдем с тобой на 1 миллиметр. Здесь ничего не тянем, потому что концы вообще имеют свойство растягиваться. Какая ты красивая. А если оно под 45 градусов, то еще больше будет. То есть не просто вот сейчас... Не надо ничего, чем... Как я смотрела, машинка нормальная. Если она ведет, можно... Вот, и вот это вот... Внизу мы вот это убираем. Вот у нас пересечение тут есть. Ну, меточка есть. Если она не видна, наводите ее еще раз. Ну, чтобы вот эти нитки не попали у нас в шов, и не было никаких нюансов, там, еще чего-нибудь. Вот, да? И вот тут уже... Даже можно было меньше... Ну, раньше начинать уже на 0,1 см. То есть еще легче у нас с тобой сутюжиться. Все, дальше уже там... Ну, на миллиметр не дошел. Не захотел построчиться. Ну, главное. Все. Потом мы их завязываем два раза и пропускаем два сантиметра внутри выточки. Помнишь, там все то же самое. Все. Вот так вот надо... Ага, вот сейчас посмотрю. Не получилось ли тут в складке. Что бывает, надо складка. Я буду убирать. Ну, не знаю. Некрасиво получилось. Некрасиво буду переделывать. Видишь, оно накрутилось там все. Значит, два миллиметра нам нельзя. Значит, все-таки сводить... Значит, все-таки... Да, до миллиметра, потому что некрасиво. Я тут уже сейчас начну сводить. А вот отсюда уже плавно, обычно я ее... Что-то я стала по твою наметку подстраиваться. Обычно я уже вот тут начинаю дальше отходить. И вот я тебе ее стала подпарывать. Давай даже отсюда мы ее сейчас подраскорим. Вот так. И вот так. Вот это распарываешь. И здесь вот досюда распарываешь. Одну, вторую. Да? Ну, этот крестик, я думаю, там еще ниточка осталась. Мы сейчас ее найдем. Вот это давай подраскорим. А эти... Значит, после примерки... Мы закалывали тебе боковую боковушку. У нас было лишнее. Мы ее встык закололи. Перенесли изменения на изнанку. Да? Вывели. Ну, просто перенесли и накололи булавками. Потом, чтобы нам можно было нормально прострочить боковой шов и садиться на оверлок, нам нужно сначала нашу выточку заколоть, как будто бы мы ее уже заутюжили. Заутюживаем мы ее вниз, хотя вроде как по технологии вверх. Почему не вверх? Потому что, смотри, я ее заутюживаю, она у нас будет выше, чем пройма. Тогда ее вниз делаем. А мы ее не дострочили, ничего страшного. Мы сейчас ее дострочим, тут все сделаем, просто я опережаю там события какие-то. Смотри, как будто ее заутюживаю. И я вот там внутри пальцами держу. Вот так. Да? Если я эту заколол, эту можно убрать. Либо на руках, либо на чем-то там. Вот видишь, она у нас даже практически идеально, в общем, идеально к линии легла. Ну и хорошо. Но вы так не ведитесь на вторую выточку. Вторая выточка может микро какое-то там перемещение центра была, она может так не лечь. Ее нужно тоже. Вот. А теперь мне нужно, чтобы ты вот здесь подпоришь часть простроченного рукава. Тоже мы делали не по технологии, просто у нас так хорошо он вметывался на первую примерку, что мы его решили прострочить. Да? Вот это чуть подраспоришь, чтобы мы могли прострочить вообще просто сам рукав. Вот ты подпариваешь вот чуть-чуть. Сюда три и сюда один сантиметр. Хорошо? Чтобы мы его просто могли отогнуть. Вот. И накалываешь потом вот эту часть. Так. То же самое я сейчас тебе делаю с этой стороны. И здесь то же самое нам надо подраспороть. Здесь на сантиметр, здесь вот так от этой точки на три сантиметра. Хорошо? Так. Теперь мы дальше с тобой заутюживаем вот эту выточку вниз. Смотри, я вот это движение делаю. Я вот там внутри, вот так вот, вот так вот выправляю. Это можно делать в принципе и на лице. Давай я лучше тебе по лицу покажу. Вот оно лежит на лице. Вот это даже проще будет делать. Тут мы тоже сейчас будем выточки переделывать. Вот так. Берем вот так вот, как заутюживаем. Как будто бы утюгом. Ну мы же естественно по лицу так не будем заутюжить. Будем утюжить по изнанке. Вот. И вот так вот мы ее складываем. Специально я тебе показываю вот это вот движение. Смотри. А здесь у нас тут что-то не сложилось. Видишь? Ну уже как есть. Вот. И мы, видишь, тут вышло. Поэтому я говорю, по той выточке не подстраиваешься. А смотришь как здесь. Раз. Обязательно рекомендую ее от конца, ну от конца или от начала, как вы это видите, накалывать вот сюда. Не тут сразу накалывать, а именно отсюда. Она может по-разному повернуться. Поняла? Вот. Значит, то, что я тебе сказала, подпарываешь и соединяешь оба бока булавками. Потому что то изменение, которое на этом боку, мы должны сюда перенести. Потому что здесь у нас будет молния. И все это внести еще в выкройку. Пока пауза. Следующее. После того, как мы прострочили выточки, обязаны ли мы их утюжить перед тем, как строчить боковой шов? Вскалывать его и строчить. По идее, да. По технологии, да. Мы должны прострочить, приутюжить, заутюжить, а только заниматься потом боковыми швами. Но поскольку мы экономим время и все остальное, то мы сначала с тобой этот процесс перемещаем чуть попозже. Нам надо сейчас наколоть боковые, внести изменения и обметать бегом на оверлок. Потому что у нас пока оверлок свободный, потому что потом сядет на оверлок олее. Вот. Она будет долго, ну, хотя бы полчаса минимум она там была. Поэтому вот эту заутюжку вниз мы ее можем сделать чуть попозже. Я покажу, как. Вот талия у нас, да? Где она? А, нет, вот у нас отсечка на талию. Смотри, только поставила бы. Так. Основная талия у нас где-то. Вот эта, да? Я так понимаю. Да? Да, мы ее повыше сделали, да. А, мы внесли изменения после розового платья. В крайнем случае, вот здесь у нас был ровно сантиметр. Благодаря этому я как бы это все и нахожу. То есть вот насечка. Вот еще. Видишь, как хорошо насечки у нас есть? Вот. И мы начинаем промерять. Тут у тебя, смотри, наметка на 1,7. А здесь у тебя наметка на 1,3. Изменения буду вносить в данном случае, потому что здесь не по полтора у тебя наметка. А вот края, потому что мы делали полтора сантиметровые припуски. И вот я смотрю, сколько вот здесь у нас, ну вот где-то вот сюда нам не будет сводить. Вот сколько нам надо забирать? Вот 1,9. Значит, в данном случае вот здесь у нас 0,4. 1,9 минус полтора у нас 4 миллиметра. Потому что у тебя должна была быть везде одинаковая наметка. Вот здесь у тебя полтора, здесь у тебя уже 1,6. А здесь у тебя вот 1,8. А здесь что-то ты переехала на 1,4. А я потому что наметку не по линии делала. Ну да, но я тебе вообще показываю, что в данном случае делать. Мы просто берем и, зная, что у нас ровно по полтора сантиметра были припуски, я уже от припусков буду отходить, а не от наметки, потому что она у нас погрешностью наметана. А мы не можем сделать так, отступить вот здесь полтора сантиметра везде, прочертить линию, срезать, а потом вот этот кусочек приложить. Вот не надо, запутаешься. Вот как есть, вот так и делаешь. Поняла? Вот мы тут в данном случае идем с тобой от края припуска. Вот 2. Значит, здесь вот 0,5. Вот 1,9. Значит, здесь тоже вот 0,4. 1,9. Вот тут у нас с тобой 1,8. Минус полтора, это 3 мм. Ну, здесь считают пару миллиметров, а там дальше вот уже на нет. Мы же 3 сантиметра здесь делали с тобой припуск. И вот плавно начинаем вот это вот делать. Вот эта юбка красная, с кружевом вот так вот. Или под линейку, или от руки. Я учусь. Я учусь еще в университете. Еще надо просить, как там будет. А вообще, я пошила себе сама так фиолетовую губку еще. Рубашку пошила себе раз. Рубашка? Да. Мне сказали, я когда ее одела, а меня оценили, но мне... Да? То есть по вот этой линии мы срезаем. Все равно ее плавним, да? И берешь вот так вот. Складываешь. У нас же одинаковые были. И вместе срезаем. А что у нас не одинаковые? А почему они у нас не одинаковые? Не знаю. Мы уже с тобой ничего другого не... А я же не знаю, что у нас тут было с тобой. Почему они у нас разные? Либо мы на одной внесли изменения, на другой не внесли. Ну, уже не важно. Мы краили по той выигрыке, какая у нас есть. Значит, мы должны вносить изменения здесь, какие есть. Подожди. Ну, это-то у нас было платье, а это у нас кофточка, да? Значит, мы вот так намечаем. Вот эти же расстояния сюда переводишь и пишешь себе ручкой, что это у нас с тобой кофта аква. Потому что эта отработанная выкройка была у нас на розовое платье, да? На платье выкройка остается такая же. А на кофточке, которые будут отрезаны в районе бедра, ты так пишешь аква. Да? И любое себе там, чего хочешь, пиши. И мне надо, чтобы ты так же сама перенесла вот сюда. А они, если бока неровные, то... У нас отработанная выкройка была на розовом платье с идеальной посадкой. Все. Больше мне ничего не интересует. Мы уже под это не подстраиваемся. Берем и вот так вот... Можно было бы вот так выкладывать от низа, например, да? И, знаешь, как делать? И прокалывать иголкой. Только смотри, чтобы она у тебя не сместилась. Вот так. Оп. Потом по ним сведешь. А, ну вот смотри, какой тут момент может быть. Вот тут как сейчас поворачивать? Вот тут мне еще с тобой ее... Это самое... А, о! Накалываем. Потому что я собиралась уже с топоритом рисовать. О! Смотри, какой классный я способ. Оно никуда не смещается. Да? Вот, пожалуйста, тебе. Одну убрала, вторую поставила. И поехала вот так вот. О! Никуда не уходит. Слушай, ну классный способ. Я еще не пробовала. Вот, мы теперь ноу-хаус. Да, мы уже ноу-хаус. Снимаем теперь, да, еще одну. Как можно юбку потом это самое накалывать. Помнишь, мы там отдельно вырезали по переду, накладывали на сна. Изменения в выкройку, да, по бедрам. Да, а тут сейчас сразу же тымс-тымс-тымс. Смотри, сразу же не мечается. Сейчас мы прям линию по ней поедем. Нам обрезать нельзя. Все. Вон она у нас. Да? Мы ее сейчас берем вот здесь. О, как классно. Да? Дубненько так вообще. И вот так вот рисуем и пишем там слово АКВА, да, что это у нас, вот это наша кофточка. Ну, у нас кодовое название АКВА, да, там. АКВА, да, здесь я все, да, получается я от этой линии, вот сюда полтора и срезаешь, потому что мы выкройку уже внесли изменения. Только смотри, подожди, сначала это перенесешь сюда, а потом от них полтора и срезаешь. Только сначала отбей, еще раз прорисую, чтобы была более ярко выражена, сюда перенесешь, отобьешь, вот это не считаем. Подожди, а ты тут неправильно сделаешь, подожди, смотри, у нас же тут неспроста, вот тут у нас не хватало ширины. Видишь, вот здесь полтора, нам надо вот так его было ложить, нам просто вот так надо было ложить. А то сейчас смотри, мы бы неправильно внесли сейчас изменения еще. Сейчас я к тебе подойду, Глебушка, вот так. Поняла? Угу. Мы же, я думаю, срезать что ли его, а потом смотрю, думаю, не-не-не, мы с тобой что-то там, что-то там с тобой. А я подумала, что там все нормально. Вот, видишь, нам, видишь, вот тут сантиметра, здесь полтора, поняла? Значит, отсюда я отбиваю тоже, вот на этой стороне, да, я все... Нет, у нас с тобой вот это основное, мы сейчас ее прорисовываем, вот так складываем вместе, припуск к припуску. Да, это я так и хотела. Да, отбиваем, и от этой линии намечаем полтора и срезаем. Здесь я не сшиваю, я после того, как срезаю, я только одну сторону сшиваю. Да, одну сторону. А эту я не трогаю вообще полностью. А эту оставляем, потому что у нас будет там молния втачиваться. Нигде ее не трогаем. Нигде не трогаешь. Да, вот этот срез, ну, по этой стороне обметываем, со стороны вот верхней части юбки, что он будет заутюживаться вниз. Ну, на самом деле все равно, куда? Ну, пускай делать... Потом вот этот обметываешь плечевой, вот это надсекаешь наши стяжки, ну, со стороны переда обычно обметывается, также самая передняя. А потом, поскольку у нас ножик там немножко затупленный, то срежешь вот эту всю бахрому, и потом это закладываешь вниз, и вот так вот по лицу обметываешь. Это касательно детского платья. Так, а двое кофточку, смотри, обметываешь со стороны переда, боковой, плечевой, плечевой, а эти два боковых в разутюжку с лица. Обметываешь, смотри, ну, какую заутюживаются. Справа, на лево. Можно иголочку сразу. Да, да, вот по вот этой стороне лицо верлока, потому что тоже мы имитируем справа налево, даже сзади вот я переворачиваю. Вот, то есть вот тут должно быть лицо верлока. И потом мы с тобой залазим в руках и обметываем вот эту часть. А, там еще длину потом уберем. Длину мы наметили с тобой. Должны были, да. Ну, короче, вот, пускай вот так и будет. Да, и вообще по передней половинке обметывается. Вот, значит, вот это, где выточка, это передняя. А здесь, ну, тут подпоришь, здесь по вот этой стороне обметываешь. Хорошо? И так же само там. Вот, и все пока. Что произошло? Сделала дырочку, когда обметывала срезы швов на верлоке. Маленькая дырочка, но заметно. Надо ее каким-то образом. Значит, не расстраиваемся, ничего страшного. Что мы делаем? Вот положили на колодку, да. Потом берем. Мы ее чуть-чуть там аккуратненько... А, я знаешь, как даже хотела, чтобы мы сначала ее чуть-чуть подзашили. А только потом мы с тобой наложим вот так кусочек ткани. Ну, еще меньше даже сделаем. Вот так. А только потом дублерином, только хорошего качества, который точно приклеится. И потом вот так мы ее зажмем, чтобы она никогда в жизни не разошлась. И еще я хотела вот этот дублерин вот сюда пристрочить, вот к этой строчке, чтобы еще тоже оно фиксировалось. Поэтому вот этот кружочек сейчас будет больше. Так, что мы сейчас с тобой делаем? Если бы не было дырки прям, ну там, миллиметровой, то мы с тобой, в общем, чего-то бы сделали. Короче, нитка в цвет. И сейчас я тебе покажу, как это делать. Только потом сюда пойдем, на дублерин. Что нам нужно сделать? Нам нужно с тобой, ну, лучше, наверное, это делать с изнанки. Ну, сейчас я точно посмотрю. А, видишь, заметно и там, вот где я прошлась. Да. Мы сначала ее зашиваем изнутри. Вот эту вот ниточку. Ну, да, видишь, я тут только что взяла. Да. И вот эту ниточку, это, видишь, туда заправила. Вот так. Короче, мы просто как будто бы штопаем эту дырку. Ну, давай ее штопать тоже под 45 градусов. Подолевой. У нас же оно все растяжимое. Помнишь? Вот у тебя, вот это вот. Видишь? Полосочка. Вот так. Микро ниточки. Ну, хоть как-то. Ну, чтобы вот это вот не нужно. Вот так. Штопка такая. Мне надо тут забить цветом. Там нет узелочка, ничего. Нет, не надо. Здесь уплотнение не надо. Вот. И так вплотную. Давай мы вот так вот за микро ниточку. Вот там берешь. Тут поближе. Подходишь? Если есть возможность. Если не берется, не бери. И давай сделаем такую штопочку сначала. Мне надо забить цвет, ну, забить вот этим цветом. Вот. Хотя бы вот такую параллельную штопку. Вот. Чтобы вот это вот. Ну, вот тут. Вот это вот тут еще пройдешься. А потом вот так вот забьешь штопку. То есть мы как стягиваем. Потому что ткань такая, что она дублерин едет до одного места. Любой. Она его от себя ну, отторгнет. В любом. При любом раскладе. Вот. Потому что, во-первых, оно у нас с тобой тянется по ширине. А дублерин этого очень не любит. Какого бы он супер качества не был. А как же мы тогда при клее? Мы тоже дублерин под 45 градусов будем клеить. Чтобы он вместе с тканью растягивался. Хорошо? Сейчас пока вот заштопаем вот так еще. А потом вот так вот. Хорошо? И далее. Так. Вот штопка. Можно и так. Можно было не так часто, скажем так. В плане как зажатости какой-то. Но с другой стороны точно даже если слетит у нас дублерин, оно останется на всю жизнь. Ничего с ним не должно, по идее, произойти. Здесь, вот, к сожалению, нам не за что было хватать. Вот. Видишь? Мы так настолько там заштуковали, что у нас может не приклеиться вот эта часть не взяться. Видишь? Мне надо было, чтобы вот... Почему я говорила так... Ну, не так сильно близко. Просто мне надо было, чтобы клей вот это вот удержал. А с другой стороны, я же собиралась там еще что-то туда подкладывать. Ага. Есть еще, знаю, что? Паутинка. Сейчас попробуем. Ну, паутинка может приклеиться к нашей доске. Мы могли бы здесь паутинкой проклеить, ниткой такой клеевой проклеить. А с той стороны дублерином. Ну, давай сейчас вот так посмотрим. Видишь? Что даже вот ты... Видишь, я что делаю? Я растягиваю. И она не растягивается, не разрывается. Ничего с ней не происходит с нашей дыркой. Вообще хорошо. Просто хорошо. Да? На счету можно даже не клеить никакого дублерина, но мы его все равно приклеим. Просто мне там нечем теперь зафиксировать. Но со временем даже этот дублерин отсюда слетит. Так, что мы можем сделать? Есть паутинка. Оттыкаю. Именно паутинка. А она при стирке же все равно слетит, нет? Она должна уйти. Она же слетает всегда. Не помню, где паутинка. Тут должна, где-то вылежать. Ты тут не видела ее, когда я спалю? Пауза. Так. В общем, нашли мы форму, которая нам нужна. Вот. Ну, полукружок. Полукруг. Ну, смотрите, в чем тут момент. Мы должны и это зафиксировать, и потом этот дублерин вот сюда к строчке пристрочить, а потом еще вместе с этим обметать. Потому что он будет осыпаться. Да, он будет осыпаться. Он хоть как-то будет удержаться. А если мы его просто вот так на это один раз постирала, пару раз вот так походила, и оно у тебя просто слетело и отвалилось, где-то уже на полу будет отваливаться. Хорошо. А если, получается, оно будет безстрочная, а здесь отвалится, с этой стороны не отвалится? Ну, будешь, а потом додублировать еще. Мне просто вот эта сторона, это, ну, беспокоит. Потому что, видишь, оно, мы-то там сделали, а она вот здесь пушится. Поэтому я вот думаю, я думаю, что вот эту вот паутинку, ну, которая в метр, ну, такой полтора на полтора метра, там, примерно она продается, не кусками, и надо каким-то образом будет, каким-то образом, не знаю, каким, сюда прижарить. Потому что она с двух сторон уже клеится. И нам тут кусочек его надо будет. А оно потом у нас растворится. Клейка, да, после стирки или после намачивания. В общем, пока ту манипуляцию делаем, вот эту вот. Три. Дублируем вот так. Видишь, на ребро ставлю вот этот шов. Вот у меня заканчивается колодка вот здесь. Вот. Мы вот так положили. И наш дублерин, помните, что нам надо его мочить. Во-первых, и усадку дал перед тем, как дублировал. Я вот его просто намочила и отжала, например. Вот. И клей, и только с хорошим, хорошим клеем берите. С очень хорошим. Но, естественно, мы никому не покажем, что у нас там есть такое вот. Потому что либо ее сейчас незапланированную подкладку ставить. Потому что не планировали сюда. Вот. Она должна быть посередине. Видите, эта штучка? Вот она. Посередине. Можно здесь чуть-чуть сдвинуть, чтобы не весь объем брать. Приклеится. Здесь как бы надо досушить. А, можно было проще поступить. Смотри. Мы его просто складываем вот так. У нас тут бок. У нас единственная выточка нет. Получится так делать. У нас с другой стороны вон выточка. Я не могу просто взять и приутюжить. Придется наделать это на колодке. Значит, чуть-чуть больше даже вот эту часть сдвигаем, чтобы здесь не зафиксировать эту складку, которая уже пытается тут заложиться. Вот так вот учужим. И вот так вот. Тут, конечно, чуть ли не оверлоком можно было обметать, но он просто придаст толстоту вот этой штучке. Понимаешь? Мы его не будем оверлоком обмотать? Будем. Мы прострочим с тобой здесь еще раз строчкой. Обязательно. Прострочим. Ну, в эту же строчку по этой стороне можно строчить. То есть по этой стороне вот так еще раз прострочим. Можно без закрепки. Вот тут начинаешь. Сюда на 10 сантиметров вниз сводишь. А потом еще раз обметать, чтобы у нас закрепился, ну, вот это вот все закрепилось, ну, чтобы не осыпалось потом. Видишь? Немножко есть след. Видишь такое? Ну, и ладно. Смотри, оно так редублировалось, что... Ну, ну, видишь, Лёва, видишь, это происходит. Да, раз, 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 раз. Потому что у нас там штуковка. А так все равно бы там... Он мне на телефон не звонит. Интернет выключил. Все равно там бы, знаешь, что нам надо было... У нас там как дырочка получалась. Нам все равно надо было бы вот этот синенький кусочек. Где-то он тут был. Маленький, да? Да, маленький синенький кусочек. Этой же ткани надо было прокладывать, чтобы не пробивалось белое. Это еще будет более заметно. Правда? Поэтому вот это... И сейчас попробуем. Может, есть в продаже нити, которые растворяются потом. Они потом служат как клеем. И когда ты угреешь утюгом, оно потом растворяется. А может быть, все-таки купить какой-нибудь цветочек? Аккуратно. И прицепить себе его еще куда-то. Не надо. Какой там цветочек? Нет, только молодец, что озвучиваешь эти самые мысли. Смотри, я сейчас такой маленький квадрассюсечек. Или каунт какой-нибудь. Здесь три, здесь два, а вот три. Красиво выше. По пройме два сантиметра сверху. Вот так. Видишь? 0,5 на 0,5. Нет, для первой примерки у нас два сантиметра пройма вся. У нас же первейшая. Вот так мы сейчас попробуем его. Вот так. Вот дублировать. Буду очень надеяться, что у нас потом... Или тут все-таки вручную попробовать закрыть. Оно будет видно, это нитка. Короче говоря, это под рукой. Оно сильно видно не будет. Но мы же все равно вот так будем рукой делать. Тут надо чем-то зафиксировать, иначе оно разрыхлится потом. Так вот, знаешь, какое-то самое. Хоть как-то... Пытаюсь там все это... Может случиться такое, что мы не один раз еще к нему вернемся. Боже мой. Приставь. Видишь? Так ли? Обедненькая штучка должна потом отойти. Как его приклеить, чтобы он не приклеился к утюгу? Ну... Супер задача. Может, можно еще что-то придумать, чего я вот еще... Видишь? Раз не клеится, давай так пока не будем. Да, не будем пока, Вера. Я еще предлагаю здесь... Вот не клеить сверху, потому что можно тут что-то испортить. А по долевой здесь делать, ну, самого высокого качества штуковку. Вот так, самого высокого качества туда-сюда, но недалеко. Если у нас нитка, вроде бы, как видишь, идеально в цвет, это вообще хорошо, то давай вот так вот сделаем идеальную вот эту штуковку, только у тебя тут меньше, чем миллиметр должен идти стежок. Вот так, как штопаются носки. Такую же вот сеточку вот эту сделать, крестообразную, только помельче и очень тонкой иголкой. Хватает каждый миллиметр. Знаешь же, как штопаются носки? Ну, вот то же самое здесь. Вот, это дамы навсегда... Не надо тут ничего, ни цветочки, ни кромочки ставить, ничего такого. Хорошо? Не будет сильно заметно. Да, ничего не будет. Но тут все равно надо, оно растрепится. Подожди, не выключай. Оно растрепится, если ты это не сделаешь. Нет, это я понимаю. Понимаешь? Вот я ее так делаю, оно растрепится, видишь? Вон. Его надо заделать, чтобы оно... Потом, тут же рука вот так ходит, понимаешь? Под мышкой. Здесь надо его за это самое. За штопать еще раз. Эту штопку мне производить на машинке швейной? Нет, вручную. Вручную. Очень красиво-прекрасиво, аккуратно-приаккуратно. Когда ты начнешь, ты поймешь, как это надо делать. То есть ты вот так делаешь, пряменько, а потом как крестиком таким делаешь. Я не хватаюсь за дублерин, да? Я делаю это сверху. Ты только сверху делаешь. Нам нужно вот эту вот, закрыть дырку. С той стороны мы ее закрываем. Наша выточка с тобой. Еще раз мы переделываем. У нас очень некрасиво получился кончик. Отходим на 5-8 сантиметров. Видишь, я намотала, чтобы там она не намотала внутри там нитки. И строчка в строчку идем. Вот у меня кончик, мне сюда. Здесь встречите очень аккуратно. Либо булавку ставьте. Но у меня тут сильно маленькое расстояние. Поэтому я тут могу и так спокойно это самое. Видишь, тут точка пересечения. Вот, на 0,1. Но не меньше. Меньше сделайте дырку, вырвите. Если за одну ниточку будете хватать. На 0,1. Поднимаем. Переворачиваем. Здесь у нас, видишь, такой сильный перекрут. Мы его, по идее, никак ничего сделать не можем. Потому что я его вот так вот кладу. Еле, мама, глянь, пустая. О, молодцы. Супер. Так. Ну, по идее, здесь у тебя вот четверочку, да? Да, четверочку. Раз поширше. Так. Оп. Ну, я не знаю, как он сейчас там получится. Сейчас, если что, будем переделать еще раз. Так. Ну, тут уже не четверочка. Здесь уже два с половинка на столе. Вот, не получается у меня никак там сделать это, как я хотела. Сейчас попробую все-таки. Вот я даю до порога. И сейчас завяжу ее. Видно, маленький кусочек. Видимо, я так же иду. Я иду с верхней выточки вниз. Видимо. Вот так ровно ставлю. И вставляю иголку прямо вот сюда, вот, в последний прокурор. Ну, посмотрю. Только сначала я его должна поставить, эту иголку. А потом только строчи. Так, да? Все. Вонзю туда. Так. Тоже. Вот, вот, уже последнюю пилочку. Вот так. Да? Здесь мы обрезаем подковень, чтобы переход сделал у меня там 5 сантиметров. А это мы опять завязываем, а только потом смотрим. Посмотрим, как получилось. Лучше по три раза завязано. Видишь, значит, можно еще там. Видишь, такой же уголочек, как и вот здесь. А эта выточка у нас получилась другим методом, да? Ну да, мы ее цельной. Да, да, получилась. Ну, вторая вот никак не получалась. Мы ее решили сделать немножко по-другому. Да, мы ее взяли два. Для достижения такого же уголочка. Да, да, да. Хочешь, можно и эту тоже там же сделать. Ну, она нормальная. Видишь, тогда не будет той складки, от которой мы уходим. Ну, давай вот не будем здесь ничего делать. Давай лучшее, враг хорошего. Это реально так. Потому что здесь и так выпукло. Если мы еще будем строчить, еще больше растянем. Мы там все, вот оно чисто зрительно одинаково. Давай не будем там уже заморачиваться. Хорошо? Значит, теперь нижнюю часть рукава. Мы что-то подпороли, чтобы можно было здесь прострочить и обметать. И мы теперь ее вот тут, эту дырку зашиваем. То есть, тут у нас молния. Мы делаем в разутюжку. Да? А этот припуск в эту сторону загибаем. Лучше припуски сначала наколоть. А теперь вот тут вот сделай строчку без закрепки. Вот по вот этой линии. Ты просто одну строчку вот эту вот соединяешь с этой. Обрезала. Четверочкой можешь прострочить. Хотя, давай не так. В общем-то, мы уже тут все прострочили. Значит, с этой стороны у нас четверочка шла. Да? А теперь мы следующую строчку с тобой делаем. Это молоко есть на крыле? Вот тут начинаем вот так вот строчить. Именно вот отсюда. Начинаешь, вот именно по этой стороне строчишь по кругу 2,5 мм стежок. А вот здесь тоже надо было, видишь, подпорка. Здесь обязательно посмотри, чтобы было ровно. То есть, ну вот это уже ничего не надо. Вот, мы загибаем туда, куда нам надо этот припуск. Чтобы он тоже никуда там не перевернулся. И вот так по кругу едем, да? 2,5 мм. Но ты, если вдруг тут какой-то такой острый угол плеча, ты его плавнишь. Все. И строго по вот этой вот линии, по кругу. Начала отсюда. Прошлась. И здесь перейдешь и чуть-чуть дальше сделаешь закрепку. Чтобы как раз на свезде было по 2 см с тобой. Поняла? То есть, по второй линии я иду, да? Да, по второй. Вот тут начинаешь вот так. По дальней. Можно наметить мылом, если она не видна. Это подмышка. Вот так. Вот так, да? Вот отсюда начал. Тут корректирнее немножко, да? Начала отсюда. Поехала по кругу. Только со стороны рукава на 2,5 мм строчишь, да? Дошла до сюда. Перейди и вот тут сделай закрепку. Чтобы тут два раза на одном месте было. Поняла? Потому что у нас одной строчки здесь нет. Так же самое с той стороны сделай. И потом придешь, можно будет на верлок обметывать. А дома еще можешь, потому что мы уже померили рукава, все хорошо. Вот это срезать лишнее. Можешь сейчас, можешь потом. Вот. Чтобы нам потом можно было, ну, так срезать. Можно будет обметывать нормально. Сейчас строчку провожу, потом уже. Да, да, да. Все, вот это все задание. Теперь мы приступаем с тобой к утюжке. Это верх юбки. Вот мне его надо, чтобы мы его случайно не сняли. Сейчас берешь белую нитку в иголку и вот так вот прометываешь. Прометываешь вот эту линию. Она у нас есть определенная посадка на нашей фигуре. Просто пока она не слетела. Хорошо? А потом, я пока это вот аккуратненько убираю, потому что начнем утюжить, все слетит. Драгоценное просто все. А потом, это нашей девочке платится. Мне надо, чтобы ты все швы приутюжила. Видишь, там дальше... Без пара. Ну, я... Да, да, да. Наверное, пока можно с паром. Сейчас я посмотрю. Да. Наверное, эту ткань можно с паром. Но тут точно с паром, потому что я сутюживает больную подметку и все остальное. Вот, чтобы она как раз прямилась, да. И оверлок, и строчка проникли в ткани и стали единым целым. Да. Одна сторона. Вторая. Плечевые не трогай. Угу. Ну, можешь, в принципе, плечевые. Вот так. Видишь, дальше складка, дальше туда не ставишь утюг. Лучше сейчас будет заутюживаться. Подсушили чуть-чуть. И теперь вот этот средний шум. Можно тут даже сразу тебе сейчас заутюжить. Вид, что-то вид довольно-таки понятный. Вид. Вид, да. Не утюжить, потому что мы еще... Вот, видишь, как лежит шоу? Вот этот шоу относительно вот этого шоу. Ну, давай и подутюжим. Может, мы сегодня тут очень много сделаем. Сейчас посмотрим. Вот. Теперь она у нас лежит вот так. Эти мы приутюжили, да, где-то досюда. Чего-то лежит. Но не каждую ткань может с паром вот так утюжить. Здесь, я думаю, может. Мне надо приутюжить оверлок. Вот эти все моменты, нюансы. Опять же, чтобы оверлок, строчка и ткань стали единым целым. Напоминаю еще раз. Это королевский атлас. Жесткий, такой плотный. И кровь у нас здесь идет под 45 градусов. Маме блузка и юбка. А дочке у нас по прямой кровь у нас. Просто больше не хватало ткани. Мы с удовольствием нашей любимой девочке сделали бы под 45 градусов. Ну, уже такова селевит. Вот, смотри. Правда красиво. Ну, давай помедитирую с этим. А потом мы отдельно заснимем юбку и кофту. Хорошо? Так, вот наша юбочка. Мы с тобой вот прометали. Мы потом это дело все осноровим. Смотри, как все очень важно. У нас же кровь под 45 градусов, да? Мы кладем для приутюжки таким образом, чтобы, видишь, у нас и строчка, и потом оверлок. Смотри, как все растянулось, да? И мы ее просто с тобой ровненько уложили. Не эту часть ровно, а вот эту часть ровно. У нас же здесь была ровная с тобой линейка. И под линейку. Ее даже можно вот так перепроверить. Вот так вот складывая, допустим, вот так даже эти линейки. Можно вплоть даже доткнуть. Можно даже не так, вот так. Да, у нас все лежит как бы ровно. То есть вот тут она должна поровнее лежать. Да? Я просто тебе вот, ну, как бы специально это так делаю, чтобы вы потом, ну, не было каких-то потом погрешностей очень серьезных с изделиями. Да? Вот, вплоть до того, что чуть ли не линейки стали. И только после этого, в данном случае, мы можем с тобой с паром, ну, где-то с половинкой, тройкой не с... Ну, в общем, сначала проверяйте, на каком градусе или чего. И мы должны с тобой приутюживать и сутюживать вот это вот все. Обязательно. Сначала мы приутюживаем, а потом мы будем, вот здесь у нас будет молния, будем разутюживать. Да? Вот смотри. Ну, и заодно чуть-чуть приутюжим губку. Но это не обязательно, потому что мы еще и сужим... Ну, еще как бы... Видишь, как мы декотировали вот таким вот полусолнышком, полукругом, да? Вот так, вот так. И потом вот так. Ну, только несколько раз. Просто показала движение, что вот так, а потом еще раз показываю. Вот так. Это лучше делать с паром, не вот так. Может, нужно будет к ватчикам вот так аккуратненько, не вот так расти. Вот к ватчик, да? То есть мы не берем вот так ее делать. Вы можете эту линию не растянуть. А делите вот так вот, видишь? Вот так. Ну, мы делаем вот так. Это если мы делаем к ватчику. Да, это если нельзя паром. То есть вот такое движение у вас должно быть. Вот. А сейчас давай медитейшн одну сторону и вторую сторону. А только потом мы будем с тобой утюжить. Потому что нам надо отутюжить, а только потом приступать вот сюда, к верхней части осноровки, подкройки, обтачки и втачиванию молнии. Вернее, даже сначала мы должны молнию втачать, а потом обтачку пристрочить и перестрочить, или оделочной строчкой закрепить. Ну, в общем, чего-нибудь да придумаем. Как лучше нам для данной нашей фигуры. Видишь, потом вот так. И смотри. Вот из этого безобразия превратилось в хороший идеальный силы шоу. Не нужно. Да. Значит, вот мы натянули на колодку. Да. Да. Нижнюю часть потом. Где низ? Вот там низ, а это верх, да. Здесь безобразие забываем за слово пара в данном случае. Потому что иначе, ну, может, получится, а может, нет. То есть, вот эти вот, что это у нас здесь? Типа закрепка. То есть, под, подденешь, ну, до закрепки. Чтобы, ну, сейчас же дальше с тобой будем молнию вставлять. Что это за распорка? Посмотри там, чего-то как. Вот, и начинаем вот так ставить. Вот так. И лепестком мочим, вот так, чуть-чуть. А то, что мы можем спокойно пускать. Наши эти самые лапти рядышком шивать. О, хорошо. Углом утюга вот так вот разутюживаем. Углом. Видишь, я эту сторону не ставлю. А здесь я до ночи каиду. В обязательном порядке. Чтобы ласы не насадились. И мы потом с тобой, ну, не будем, что опять будем ласы снимать. Там, где я тут утюжила, бегом-бегом зафиксировала этим самым лаптем. Это то, что касательно разутюжки. До вот этой вот складочки. Видите, до конца крепки. До начала. Видишь, я и тут не представляю. Сейчас мы посмотрим, как он это будет. Все, вот, вот. И я еще нажму. Хорошо. Ну, конечно, сложноватый шов. В плане того, что он... Здесь его надо хорошо высушивать. Хорошо. Чтобы он зафиксировался. И так же самую нижнюю часть. Здесь, может быть, ничего не будем тянуть. Знаешь, как мы растягиваем этот шов. Потому что мы тут... Уж хотела задать этот вопрос. Будем тянуть? Ну, сейчас посмотрим. Нижнюю часть сейчас будем. Сейчас надо сушиться. И мы потом нижнюю часть будем дальше делать. Сейчас пока пауза. Ну, как хорошо у нас лежит с тобой наш шов. Что, что? Одна синая, другая голубая, что ли? Это тень, так. Это тень, так? Это тень. Да, здесь видно, что все одинаково. Что ж в одном направлении все? Края, это я уже... Под это. Ну, в принципе, ничего. Но он выглядит как разутюженным. Видишь? Плохо лежит. Здесь ничего. Ну, здесь он просто прилегает. А здесь, видишь, мне не нравится. Его надо приутюжить. Еще раз. Особенно ту нижнюю часть. Вот эту вот. То, что мы сейчас с тобой смотрели. Вот это вот. Мы, видимо, утюжили вот с этой стороны. А вот это вот я не видела. Не, не ты, я не видела. Да, мы приутюжим. Жестче разутюжили. То есть, кровь, а всей поверхностью. Потому что он, ну... Аласно. Достаточно убирать. Сейчас покажу, как. Самое. Кладем не эту часть ровно, а вот эту часть ровно. Мочим и приутюживаем вот это. Разутюживать сейчас еще раз покажу. Пара, можно приутюживать? Да, нужно, нужно. Я уже включила. Вот это вот все. Нам оно сейчас, ну, не надо. И здесь, по стороне, великолепно. Мы прикладывали вот так утюг полностью. Не ребром, а полностью. Хорошо лежит. Нигде не стянуто по струночке. Великолепно. Даже ласа нет. Пять стекла. Ласа убирает. Великолепно. Теперь второй шов провели. Поздравляю тебя. Так же самое. Можно там на весу, можно на этом самом. Тоже все хорошо. Только вот эта вот складка от колонки. Потом просто мы ее вот так отдельно подойдем и уберем. Все. Только все без пара. Только к ватчикам. Великолепно. Теперь всю красоту. А, кстати, еще по поводу нашей штуковки. Вот Инна сделала. Так, расскажи мне то, что ты мне с утра рассказывала. Как прикрепляться. Ниточки, они стали еще больше слоиться и крошиться. Детернироваться. Тебе вот здесь надо было не по одной линии забирать, а в каком-то таком хаотичном состоянии. То есть вот тут надо будет одну вот тут взять, чтобы она как дырка не разошлась. Еще, да, сделать? Да, оно некрасиво, но зато оно практично. И оно в цвете не так сильно. Потому что, еще раз объясняю, это у нас под рукой. Мы здесь будем вот так делать. Вот так вот. Я сегодня с утра вот так брала. Вот так вот, как будто резала его. Знаешь, ничего не произошло. Значит, нормально. Но мы уже либо нам надо с тобой выпарывать полностью спину, полностью ее перекраивать, чтобы мы это бы делали клиенту. Но поскольку мы уже ребенку раскроили платье... еще раз, то, что мы ходили вот тут, видишь, как дырочка получается. Еще раз ее аккуратненько дома надо будет ну, короче, дешаманить. Чтобы она вот тут, видишь, как не расходилась. Буквально, может, два стежка, которые... Тут хаос сделает, так и здесь, чтобы она ровно не была. Так, теперь мы ее выворачиваем и тоже обращаем внимание на вот эти все швы. Видишь, они от оверлока там растянулись, от строчки. Видишь, оно что под 45 градусов. Это же все очень сложно в обработке. Поэтому мы с тобой так же само кладем всю разницу в какую сторону, что как. И, видишь, я ее спина выкладываю, что она вот здесь ровно лежала. Вот тут ровно лежала. А не вот здесь. Вот был спройт, этот средний шов. Вот мы его восстанавливаем. Видишь, восстановили. Вот тут ровно лежит. Вот эти двумя пальцами едут. Вот. Как я еще раз напоминаю, если нам не надо утюжить, делаем вот мысли, спаром. Вот так. Видишь, какие? Не вот втягиваем. А так вот рисуем нашей кистью. Квачиком, кистью, как хотите. Вот. И с утюживая. Да. Но в данном случае мы с тобой поняли, что можно будет... Видишь, я вот здесь расслабляю. Видишь, я вот так ниже ее... Вот, чтобы оно ровно... Могли полностью сейчас весь объем, вот этот вот... ну, ну, Не везде можно с паром. Видишь, вы как переходит... Приутюживаешь. Приутюживаешь, да. То есть, лепестком мы смачиваем, еще и паром потом. Да, да. Но если нам позволяет ткань. Если нам позволяет ткань. Если нам позволяет ткань. Если только все приутюжим, нам, в принципе, сейчас, ну, есть такая возможность. Вот так вот. Просто, когда нет, есть ткань, может разрушить нашу вот эту утюжку. Может, когда вот это сейчас будем приутюживать, наверное, без пара, этот средний, просто если я начну тут парить, у меня сейчас вот это может потом разлететься, я сейчас пойду, вот это вот все и делю, вот так, приутюживаем, видишь, как сутюживаем, вот эта часть, она волнувала, теперь она вот тут, да, а теперь, да, и это приутюживаем, что я вам говорила, чтобы у нас оверлок из труда стала единицей, но у нас получается еще и сутюживаем, вместе с приутюживанием, да, 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 еще плюс сутюживаем, да, как будто мы восстанавливаем нашу выкройку, почему так долго, досушиваю квачки, досушиваю, потом даем остыть, вот так, остыть, все делаем на столе, без колодки, без колодки, только юбку на колодке, заутюживаем и разутюживаем, да, да, только на столе, может еще какие-то там манипуляции делаем, но так приутюживаем всегда только на столе, только на столе, ни в коем случае, то есть, видишь, оно стало практически вот единым, смотри, можно видео раньше посмотреть, а видео позже посмотреть, и… все, теперь даем остыть, твой машем, либо лаптем машем, либо просто идем попьем чаю на пять минут, главное, чтобы остыло, и оно схватывает форму, все, ни в коем случае, что-то приносите, ничего не делайте, ни в коем случае… вот тоже у нас вот с тобой остынет, и можно вот эту наметку снять, чтобы она вас слышала… просто стол сильно перегрелся, в этот момент выходит в какую-то другую сторону… Больше я пока не выкладываю, да? Да, да, можно… Долго, я же говорю, пять минут надо… Выточка, да? Смотри, тоже укладываем… Тут лежала долевой, не здесь, а здесь… Надо же слегка… Может ровная, а может вовнутая линия… Скорее всего, что ровная, можно если что… Значит, теперь… Как нам лучше… Давай я сейчас посмотрю… Наверное, давай все-таки с паром… Просто… Далеко не будем ставить утюг, то есть максимум до сюда… И пар, по идее, далеко… Видишь, вот тут… Только сюда он чуть-чуть проник… Но здесь, что очень важно… Ни в коем случае дальше… Не пищи… Даже один метр… Выточки… Мы не должны… Ни в коем случае никуда дальше ходить… Вот так вот… И вверх-вниз… Все… Вот она приутюжена… И после этого мы потом с тобой сможем все… Это самое… А вот… Грудную… На грудную… На грудную я не всегда приутюживаю… Сейчас… Ну, так же самое… Там боковое… Остальные там веточки… Сейчас давай… Действительно… Максимум, что я тут приутюжу… Это, наверное, вот эту часть… И тут только до сюда… Дальше… Вот сюда не лезьте… Не приутюжим… Это приутюжим тогда, когда будем уже ее утюжить… А это пока… Тут просто очень много строчек… В этом оно… Видишь, даже он слегка там… Как-то… Ага… И мы заодно сейчас с тобой еще и занимаемся дополнительной утюжкой… Вот смотри… Вот здесь мне даже нужен пар… Для данной ткани… Еще раз повторяю… Видишь, вон… Припосадка пошла… Потому что 45 градусов… Все остальное… Мы сейчас еще это… С помощью пара… Еще и приутюжим… Надеюсь… Ну, только смотрите, чтобы вы там ни на что чужое не стали… Угу… Вот… Это очень важно… И тоже здесь… Ни в коем случае… Даже на миллиметр… Ни в коем случае не становимся… Вот… Опять же… Прокручивайте видео… Перед тем… Как оно было… И как им оно стало… Великолепно… Для данной ткани… Да… Пар нам… Где-то ходит… Запомним… Для королевского… Подходит… Вот… Все зафиксируем… Даже локтем… Вот… Форму… Чтоб она схватилась… Хорошо… Пускай остынет… А только потом все остальное… Ну, плечевой не трогай… Вообще… Даже его не приутюживай… У нас хороший… Отработан… Потом… Просто заутюжим… Я задние талиевые вытачки… Да… Все просто приутюживаешь… Ага… А потом… И бок… И бока… Да… Ну и вот эти вот… Как ты правильно делаешь… А вот это все срезай… Оно нам не надо… Мы не обрезаем только круговые линии… Мы их управляем… Круговые линии… А вот срезы… Мы их убираем… Нам не нужны… Я спрошу вам… Угу… Угу… Вот… Уже снимается… А… Снимается… Посмотри, как красиво лежит вещь… Совершенно по-другому… Нежели… Мы вот ее собирались… Ну просто… Вот она у вас не приутюжена… Посмотри, как шикарно… Прям по струночке… Прям лежат… Все красота… Ну это мы… Смотрим… Значит… Не надо ничего заутюживать… Мы раньше… Втачали рукав… Ну… Уже… Потому что… Хорошо вметался… Мы решили бегом прострочить… Потом к этому не возвращ… Что потом… Вот тут еще сделаешь… Вровень… С полочкой… Срежешь… Да… И потом обметаем… Который тебе удобно… Угу… Будет… Так… Ни в коем случае не утюжим рукав… Если он идеально вметался… Не дай боже… Вот это… С утюжить того… Чего… Ну оно же… Нормально… Не лежит хорошо… Все… Лежит хорошо… Не надо туда лезть… Вот вообще не надо лезть… Ну… На тебе хорошо все было… Да… На мне это все распрямилось… Или… Не все… Да… Почему… Нет… Там еще корректировка… Потому что вот… Хорошая линия плеча… Чего еще надо… Если на тебе хорошо лежит… Не лезьте туда… Не порть его… Ах… Потому что вы потом… Выпарывать… Приутюживать… Растянутый окат… Приутюживать… Пройму… И опять… Целое дело… Да… Втачался… Все… Перекреститесь… Не забудьте… Да… Да… Заутюживать… Заутюжим… Да… Мы сейчас как раз этим… Да… Потом… Если на тебе вот это вот… Лично покажу… Как это сделать… Вот если это… Я увижу… Что вот это так же самое… На тебе ломает… Только тогда я тебе покажу… Как чего там делать… Угу… Пока… Ты говоришь… Что все… Помнишь… Что было все в порядке… Я ничего не меняла… Поэтому… Не надо… Так… На колодку… Берем на колодку… Ну и то же самое… Сбили… Он у нас… Ну так окры… Но не капает с него… Да… Угу… И мы сначала с тобой… Вот сюда не лезем… Центр груди… С тобой… Заутюжим сейчас вот эту часть… Чуть-чуть… Домычили… Взяли наш… Утюг… Все без пара… Все запар уже забыли… Здесь ничего там лишнего не заутюжить… Мы просто вот так раздвигаем… И заутюживаем… Так… Здесь такая микро-заутюжка… Даже до конца вытачки не доходишь… Вот… Она просто форму как будто бы держит… И руками… Или лаптем… Чем есть… Тем… И зажали дыгом… Остудили… Зажали… Остудили… Видишь… Я убрала рукав… Чтобы мы сюда не залезли… И чего-то тут не сделали… Опять… Потому что мы надели… Да… И… Вот так… Видишь… Надо утюжить… Даже ни в коем случае не должны стать… Ну… Вот тут все-таки… Я тебя переутюживаю… Чтобы хоть как-то она лежала… Не утюжили… Ну… Буквально таким мельчайшим движением… Чтобы лучше не зайти… Лассу не оставить… Все… Вот оно у нас с тобой зафиксировано… И… Велико… Хорошо… Может сразу тоже пройти… То потом… Мы с тобой сначала нагрудные… А то потом… Давай… Точно… Ты права… Действительно… Что бы не сделать… Да… Здесь будет потайная молния… Но она будет снизу расстегиваться… Оно отлетное… Да… Да… Ну… Ну… Ну что… Вот так… Здесь даже можно… Понажимать… Мы не уголком… Мы полностью… Я уголком… Желательно уголком… Я уголком… Да… И видишь, я до конца там… Не становлюсь… Ну, хотя бы… Можно… До конца оверлока… Можно не становиться… Ну… Дальше оверлока нельзя становиться… Все… Но обязательно… Вот тем… Он у нас и фиксирует… И… Все вытачки у нас по технологии должны… Заутюб… Вот… Передали… К центру… Задали… Чего вам надо… Там… Чего вы там все… Татали… В этом моменте… Где оно способно… Более или менее… Ну… Как распрямляет… Тоже… Чуть-чуть… Квачем… Чуть-чуть… Перематим… Вот тут… Чуть-чуть… Побольше… Что мне здесь… Сутюб… И начнем вот так вот… Смотри… Это… У нас правда в розовом платье уже у тебя было… Вот… И ты просто напрягаешь… Чтобы вот здесь стала напрягаться строчка… Ну… То же самое… Вот… Кать… Как у тебя… Видишь… Вон она… Побежала волна… Видишь… Вот… 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 Сейчас мы пока… Не надо ее засирать… Потом… Можно сейчас в целях… Профилактики… Бегом подвести вот так вот… Вот… Чтобы была Соня… Ну да… В целях… Профилактики… Сейчас… Что мне кажется… Вот… Вот… Это сразу делала… Здесь просто 45… Здесь… Вот… И… Обязательно… У вас… Колодка… На столе лежит… Лежит на столе… Ничего не свисает… Да… В таком случае… Вот… И вот так вот… Видишь… Просто неудобно… Это самое… Лежит… Вот… Движение… Именно кругом… Видишь… Суживаем… Нашу слабину внизу… Ну… Мы ее и так… Как бы… Сводили… Ну… Утюжьте… Здесь… Тоже… Может быть… Она там… Видишь… Вот так… Вот так… Здесь… Вот этим вот… Кончиком… Сейчас… Догрею… И… Зажму… И… Дополнить… Все своей энергетикой… И всем остальным… И… Чтобы она сейчас… Остыла… И… Главное… С плоскими… Нежные… Чайные… А потом… Мы сюда перейдем… Сейчас пойдем к верху… Самая сложная… Да… Там… Очень сложная… Дорогая… Ну… Нагрудная… Да… Чтобы она… Как там… Ты как хорошо лежит… Спасибо… Смотрим… Есть ли ласы или нет… Да… Чуть… Чуть… У меня на слово «чуть-чуть»… Вот здесь идеально… Здесь… Сюда… Видишь… Даже просто ровно лежу… Ух… 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 Можно даже… Мы просто под низ… Я думаю… Просто… Вот сюда даже не доходи утюгом… Ух… Не было… Ух… Возьми… Ух… Возьми… Ух… Все делаю… Это… 45 градусов… Напоминаю… Да… А теперь, продолжаем дальше… Вот здесь мы уже утюжили досюда… А эту… Наб villain… маленькими такими шажками буквально 2 сантиметра смотри увидишь вот теперь вот так Наша цель просто ее вот в сторону искать. Смотри, тебе надо быть заутюженным. Все, больше нам тут ничего не надо, здесь до конца тоже не доходим, тоже пальчиками, вот это вот все. Подходим, да. Подходим ее по представлению. Перевернула в другую сторону, главное, чтобы она что-то в центре лежала. И тогда сейчас очень лучше, чем я дожила. Смотрю. 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 Вот эту часть хотя бы на сантиметр. Не тянула, не тянуть нельзя. Вот ровно лежит, вот ровно лежит и вот ровно. Вот кончик абуга. Сейчас буду... С этой стороны снимать. Очень хорошо. Одно слово. Одно слово. Благородно получает. Да, надо, чтобы с другой стороны все благородно было. Угу. Угу. Благородно. Ее и вот так положить. Во! А теперь... То есть хочешь начать с этой же? Вот часть. Это выточка. Это та же. И мы... И мы... Вернула, я тебе вернула в дужу. Угу. Кончик-то я там зафиксировала, а мне надо... Где, там были где-то чём-то. Чуть-чуть. Ну там микро. Даже многое намочило. Просто ровно к полкустам. Угу. Так вот. То есть там лишнее, не захватываешь, круговые движения. Как в гарашке. Машины Я даже нажимаю Я даже просто дую Я смотрю, что это ткань В данном случае даже лаптем не фиксировать Оставьте, дайте чуть-чуть ей полежать Ну и сейчас Корму схватит И сейчас мы можем лицо И послушаем с другой стороны Вот тут помятость Смотри, он вроде бы как он Но вот тут Не торчит, как от... Ляжет А теперь мы на себя один и посмотрим Если надо, оно растянется Вот ее вот так Растянется и должна Острое Еще раз до утюга Нужно на два Сделать И так, что ты ручку Можем еще Вот так И мы все не утюжим Что вот это за путь здесь Нет, я его давайте выправляем Нельзя Ни в коем случае Ни в коем случае Мы переворачиваем ее В другую сторону С утюжки Мам Вот А теперь вот это Паешь И с утюживш Убираем Вот так Ну и вот Вот так Вот так Этот шок Что я делала Я вот так Вот так И на него Видишь Вот так Он же может очень сильно Растянется Это самое Да Теперь Вот так Вот так Где мы тут прошли Видишь Что утюжка Часть И теперь вот эту Давай его сюда И давай за утюжим Смотри Куда за утюжила Виски Это Это Типа Взять Типа Нужно Стащить И Утюжить А потом Опять Утюжить Не получится Вот чего Ты хочешь Накладь При утюживке А потом Опять Утюжить Ну я предлагаю Просто взять Резинку Присоединить Ее вот так Вот Внутрь Ну Обработать На верлоке Присоединить Внутрь Пустить Ее Не делать Ее Слишком Узкой Тугой Но так Чтобы была Хоть какая-то Минимальная Растяжимость Так Чтобы Она И присела Хорошо Тогда Этот у нас Край Тогда получается Должен быть Обметан Да А резинку Мы по тебе Мерем по кругу И сюда Только тут Теперь момент С обработкой Мы можем резинку Вместе с этим С краем Сметывать Как мы будем Обрабатывать Эту резинку Обычно мы Как мы делали Например Вот этот край Либо резинка На этот край Накладывай Только на этот припуск Либо Припуск на резинку Ну чаще всего Резинка на припуск То есть вот Эту часть Даже можно не обметывать Что на первых Под 45 градусов Она не сыпется Ну и как бы Все остальное Так Значит Как нам лучше быть Просто Другой момент Она Строчка должна быть Эластичная Такая же Как и резинка Если прямой строчкой На машинке Будем присоединять Оно может растянуться За верлоком Присоединить Как? Это тогда вместе Две штуки Присоединять А верлок Не очень любит резинки Резинка Внутрь Вот так Я думала Как бы Вот Хорошо А здесь За боковые Взять ее И закрепить Ну мы там Что вы придумали Хорошо В общем Если найдешь В цвет Резинку Хорошо 3-4 сантиметра Не больше Если не найду В цвет То белую Черную Белую Ну как бы Белую Белую лучше Да Лучше белую Подожди Лучше белую И мы тогда На тебе уже будем Походу смотреть Как мы будем Это обрабатывать Конечно лучше Было бы вообще Распошивальным швом Присоединить Растяжимым Распошивальным Ну посмотрим Может и оверлоком Но точно Но точно Не на машинке Не на прямосрочной машинке Не как мы Юбки обрабатываем Ну вот Значит Короче тебе Вот тут мы быстрее Просто это дело Все обработаем Тогда смотри Что тебе может Тогда тебе можно Искать вот то видео По тайной молнии И дома вставлять По тайную молнию Ну хорошо Наколешь Смотри Только здесь Очень надо Крайне осторожно Потому что Может тут все тянется Может все растяжимое Здесь нужно Вот так ее приточать Чтобы она еще Не растянулась То есть фактически Вот ты ее наколола Вот у тебя сейчас В нормальном состоянии Лежит Вот эта вот Часть И ее примеряешь Вот так даже Линейкой Сколько она у тебя Должна быть в длину Расроченной молнии Видишь отсюда Вот я отсюда Вмерю Ровно 15 сантиметров Значит у тебя И молния должна 15 сантиметров быть Никак не 16 Не 18 Потому что под руками Оно может растянуться Поняла То есть у тебя И в настроченном состоянии Должно быть тоже 15 сантиметров Одну сторону Потом вторую И ты от края Вот сюда На сантиметр Ставишь Вот эти вот Плосмосюльки Помнишь Где фиксируется Сама молния Смотри Если получится Сделай Если нет Мы сядем Быстро здесь С тобой Здесь Очень аккуратно Держим Помним Что вот это У нас Не растягивается Да И вот здесь Вот так На 2 сантиметра Ну вот Вот так Поставим Да сейчас Вот как она Стоит на сантиметр Отверху Да вот так Закалываем Сюда Параллельно Низу Или перпендикулярно Нашей Молнии Вот И очень аккуратно Не дай бог Она не растянулась Либо Линия должна была Быть намылена Беленьким Либо Смотрите Вот тут Вот это верлака Какое-то определенное Значение Это все-таки Больше чем на 2 сантиметра Я заколола Первый раз Давай вот так Вот так У нас здесь Просто очень интересная Будет Обработка Мы на резинке Сделаем И потом Я буду очень рекомендовать Всем скачать Это видео Потому что Здесь оно будет Бесценное Просто Бесценное Это будет В зимпах На резинке Смол Нет Так вот Так вот Сложнейшая Модель Вот видишь Я вот Пытаюсь удержать С помощью Вот Потому что Не дай бог Не растянулась Исходим аккуратно Да Да И вот сюда Вот в этой точке Вот так Накалываем Я даже Рекомендую Накалывать Дальше Вот так Чтобы захватить Вот эту часть Чтобы оно Не растянулось Ни при каком Результате Видишь Вот так Вот тут даже Фиксировать И теперь давай Посмотрим Сколько оно у нас В итоге получилось Потому что Мы с тобой Планировали Здесь просто Угол 45 градусов Все колоссально Растяжимо Смотрим У нас должно быть 15 Ну вот 15,2 В итоге А ты вот тут Не завязала Что ли Вот эти Перевязывала Перевязывала Да Видишь В итоге Все равно 15,2 Уже Подрастянуло Давай посмотрим Где мы Подрастянули Сейчас я попробую Удержать Чтобы оно Хоть как-то Еще больше Удержать Сейчас Посадясь Я его заколю Ага Я сейчас Попробую Здесь сделать Микро припосадку Видишь Что я делаю Вот так Видишь Микро припосадку Делаю Потому что Нам надо В реальный размер Входить Ну как вот Мы изначально Промеряли его Вот видишь Что я делаю Здесь придерживаю А это вот так Натягиваю Только я микро Движение Это делаю Вот так Оп Потому что На боковом У нас здесь С тобой боковой В принципе Прямой А если бы он был бы Изгибистый Под бедро Мы бы Если вот эти моменты Не удерживать Можно Очень серьезно Сделать Короче говоря Что это молния Будет выпирать Таким куском Таким Ну вот Один миллиметр От зубцов Был напротив Вот этой штучки Но я еще Когда буду подходить Я еще раз Дополнительно Посмотрю Но все равно Вот это мы все С вами Накалываем Отодвигаем Да Чтобы хоть как-то Удержать Потому что мы Начнем строчить И оно начнет Растягиваться Любому Перемерять будем Или мы Да Готовы Обещали Перемерить Вот Ну можно сказать Что ровно 15 Даже может быть 14,9 Грубо говоря 14,9 Да Поняла Как это делать При посадке На угле 45 градусов Ну что Один Знаешь Колоссальный Опас За колоссальным Объектом Вот такое Делаем Так И что мы Делаем Ставим Отодвигаем Вот эту штучку Вот так вот Оп Вбок Вот так вот Вбок Вот так вот Оп Вот так Оп Ну плашмя Ее кладем Помнишь Я говорила Что если Вот эту лапку Найти Где тут Маленький носик 2-3 миллиметра Вот в этом месте То она сразу же Положит Его на бок Раз А здесь Нам надо будет Видишь Я уже там поставила Она уже здесь Опять залезла Опять ее Вот так На ребро ставишь Придерживаешь Два раза Наматываешь На палец Придерживаешь Два с половиной Миллиметра Там все так же И Здесь надо Очень аккуратно Сделать закрепку Потому что Закрепка у нас Будет только Вверху Внизу Но ее не будет Никогда Наша молния Очень не любит Вот эти вот Булавки Поэтому мы Доходим до Булавки И мы обязаны Ее убирать Вот Вот как она Ляжет Сейчас Так Так Она и будет Только Опять же Наплошмя Кладешь Потому что Если ее не выкладывать Она может Вот сюда Попасть Не вот сюда Под молнию А вот сюда На молнию И все Она просто Не застегнется А мы ее Идеально сделали А подпарывать В угле 45 градусов Вообще Не рекомендуется Вообще никогда Желательно Чтобы с первого раза У нас идеально Все получилось Это вообще Было бы просто Классно Нам же Легче Потом будет Вот И опять Пластин Ну Кладем Там Как угодно Это назовите Убираем Вот здесь Очень аккуратно Я помогаю Ткани и молнии Быть в одном целом Чтобы она Не растягивалась Вот Тут уже смотреть Как мы приходим Чтобы мы не дальше Пришли Чем нам надо Дальше Там приходим Сейчас я ее Вот так Сюда Вот так Вот так Вот Видишь Она еще Тут должна Ровненько Лежать Вот в этом месте Вот куда я еще Смотрю Натягиваем Видишь Я тяну Молнию Я ее Когда строчу Я тяну Только за молнию Все равно Растягиваю Но она Ничего не растягивается Просто лучше Шов будет Тут конечно Сложно что-то Стянуть Вот в данном Случае В угле 45 градусов Но все равно Мы пытаемся Вот так я ее кашу Кашу Вот она Видишь Точечка Вон она Просто мне надо К ней прийти Я не могу Вот это сейчас От Это самое Отколоть Может ее обозначить Как-то Я сейчас Вот ее удерживаю Да Можно ее Действительно Отколоть Еще раз Главкой Вот она Видишь Вот она Да Я вижу Вот Я сейчас Просто вот так Отодвигаю Зная где Она может Прострочить Вот Мы как раз Сюда Должны Бумы прийти Здесь Закрепки Не делаем Уходим Сейчас Просто Она Надо рукой удерживать Это бесполезно Наша Главка Чтобы я ее Не перешла Видишь Что я делала Манипуляция Все Если мы там Перейдем Мы сейчас Аккуратненько Достаем Вот так вот Убираем Эту главку Смотрим Куда мы пришли Ну можно сказать Что Практически Идеально Почти Вот даже Вроде бы Как попало Но если она Хотя бы на миллиметр Переходит Сейчас я покажу Еще раз Если она хотя бы На миллиметр Вот смотри Она вровень Сейчас здесь пришла Я бы ее сейчас Убрала Один стежок Смотри Видишь Вот твоя Закрепка Вот эта Где ты завязывала И моя Вот она вровень Пришла Я так обычно Не оставляю Она все-таки Переходит На вот эту Вот этот маленький Микро стежок Вот этот Я убираю Один Чтобы она До нее Приходила Ну На миллиметр Там хотя бы Но ни В коем случае Не вровень И не Не рядом Не за ней То есть вот Вот это лучше Будет сидеть Вот Перетянули На изнанку И Это самое Завязали Сразу же Два узелка Можно три А потом Мы будем ее Сейчас быстренько Тебе покажу Заправляем Да Заправляем Вот сюда Протаскиваем За вот этим Миллиметром Потом засняем Дайте пожалуйста Эту Голочку Нажми Я сейчас сразу Покажу Здесь хорошее Готовое Видео Добое Да Игольницу Давай Сейчас я ее Быстренько Заправлю Так Вот Так Вот Так Вот так И здесь Мы помните Вот так За одну Ниточку Берем Вот так Вот Ну как бы Говорим им Что ты живешь Здесь Теперь всегда Под корень Ни в коем случае Нельзя обрезать Ну еще и красоту Чистоту Сохраняем Вот так Все Вот Она теперь Никуда Никогда В жизни Не денется И только После этого Мы можем Ее обрезать Только После этого Теперь Дальше Мы Вот эти Можем срезать В данном Случа Случа Она Хорошо Получилась Мы Ее Срезаем Под корень Вот Это Вот Все Вот А теперь Застегиваем Нашу Молнию Вот так Здесь У нас Ровно На сантиметр От верха По вот Этой Пластмасюлинке Видишь Мы устанавливаем И мы Когда Застегивали Нашу Молнию Мы Видели Что Она У нас Ровно Сходятся Вот Эти Пластмасюлины Вот Эти Вот Беленькие Сейчас я Подрастегну Еще раз Покажу Вот Эти Вот Две Пластмасюлины Они Ровно Сходятся Прям До Микрона Бывает Разница Мы Должны Ее Тоже Учитывать Да А мне Главное Вот Это Сейчас Булавку Я Ставлю Вот Здесь Не Там Где Боковой Последняя Вот Эта Строчечка А Там Где Вот Эта Вот Строчка На Самой Молнии На Молнии Вот Видишь Последний Стежок На Самой Молнии Вот Сейчас Ту Сторону Я Притачиваю Вот 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 Так Оставляем Вот Ровно Напротив Теперь Мы Ее Растегиваем И Подставляем Вот Эту Сторону Под Вот Эту Сторону И Теперь Ему Все Будет Удерживаться Очень Хорошо Отворачиваем И Сюда Вот Эту Подставляем И Эта Булавка Здесь Живет До тех Пор Пока Мы Не Прострочим Молнию Вот Она Видишь Я Подстраиваюсь Уже Смотрю Вот Здесь Вот Боковой А Вот На Микрон Мы Не Дошли Ту Вот Эту Сторону Молнии Теперь Вот Эта Булавка Должна Стоять Напротив Него Вот Тут Ну Естественно От Отталкивайтесь Вот Так Вот Ставим Вот Просто До Микрона Если У вас Будет Получаться Это Было Бы Идеально И Вот Так Вот Поставили Булавку И Верхнюю Часть С Кровью Будет Катя Да И Вот Так Вот Тоже Здесь Ставим Вот Тут 2 Сантиметра И Верху На Сантиметр Закалываем На Сантиметры От Аверлока Отступили Нет 2 Сантиметра От Среза От Среза Да У нас же Двухсантиметровые С тобой Припуски По Боковому Были Да Вот И мы Вот Так Вот Накалываем Все Видишь Мы Тут Подстраиваемся Под Вот Эту Молнию Саму Она У нас Как Удерживает Те 14 Целых Девять Десятых Ну Или 15 Сантиметров Здесь Я Вот Так Увижу Вот Сюда Вот Эту Припосадку Если Она Вдруг У вас Появляется Ни В коем Случа Книзу Не Сводите Она Она Будет Только Вред Деду Все Будет Подходить Убирать Булавку Она Будет Еще Больше Стягиваться Вниз Ее Старайтесь Если Есть Припосадка Разница Вот Сюда Куда-то В середину Впихивать Ну Давай Сейчас Это Попробуем Надо Чтобы Получилось С первого Было бы Просто Замечательно Вы бы Сынные Были бы Просто Самые Очень Очень 11 Декабря Фотосессия Вместе С ребенком У нас Осталось Полтора Неделя Осталось Неделя Осталось Это Кошмар Еще Много Чего Надо Делать Все Кладем Так Чтоб Ничего Не Растягивалось На Ребро Теперь Вот Такое Движение Делали Вот Или Этим Или Этим Пальцем Только Помолнией Правильно Только Помолнией Все Таки Она Так Хорошо Лежала Чтобы Ее Даже Утюжить Не Надо Здесь Видишь Сильно Выпадает Припуск Сколько Нюансов А Сколько Это Сразу Должны Обязаны Видеть Не знаю Как Видеть Все Видишь Я Восстановила Долевую Длин Как Был Ничего Не Туда Оно Тянуло Видела До Этого В крайнем Случае Перемятывайте Видео Смотрите Что Вот Это Не Должно Быть В Складке Даже Вот Это Не Должно Быть А Вот Это У Нас Булавка Какая Из Них Ага Эта У нас Должна Остаться Здесь Жить До Последнего Момента Нижняя Да Вот Это Первая Первая Я Посмотрела Где У нас Внизу Вот Это Прокол Она Удерживает Нам Якобы Здесь Долевую Я Что Не Вижу Там Дальше Буду Надеяться Что Чего Вот Это Не Дай Боже Вам Тут На Одном Месте Стать Моментально Растягивается Все В Момент Вот Хотя Б Никогда В жизни Не Доходите К Молнии И Дальше Не Забывайте Что Нужно Убирать Булавку Иначе Вы Растянете Вот Этот Край Привет Семь Здесь Можно Дальше Перестрочить Крайний случай Мы потом Можем Поднять Поднять Вот Эту Машинка Смотри Она намотала Посмотрите Что тут Произошло Она намотала Сейчас Вот Это Я даже Не заметила Видишь Намотка Где была Посередине Посмотри Что она Сделала Она Ее Сюда Пропустила И Замотала Вот Эту Нитку Даже Щелчка Не Было На Машинке Обычно Какой-то Щелчок Идет И Я Понимаю Что Машинка Как На Куралей Весело Так Она Еще Здесь Что Тут А Это Откуда А Это Твоя Господи Значит Куралей Здесь Были Только Посередине Видишь Ну Фактически Я Вот Такое Можно Оставлять Ну Вот Не Дошла И Не Перешла Ну Вот Такое Можно Оставлять Мы Сейчас Перетянем Вот Сюда За Вот Эту Одну Ниточку Можно Даже Ничего С Или Здесь Холостой Ход Вот Так Еще Раз Пройтись На Всякий Случай Переправили Пока Не Завязываем И Аккуратненько Застегиваем Молнию Нужно Отпрезать Так Вот Это Вот Вот Видишь Она Как Распахивается Вот Так Молния Получилось Получилось Ура Получилось Угол 45 градусов Отлично Никак Даже Микро Наплыло Ничего Нет И здесь Вон Идеально Все Тебя поздравляю Волшебница Волшебница Наша Браво Давай Все Завязываем Вправляем Как и на той стороне И все И бегом К фотосессии Готовимся Наша Фея Не волшебница Это Лучше Волшебников Только Ужимся Давай Вот Мы Здесь Машинка Нам Немножечко Да Сделала Кобяку Наш Вер Будем ли Мы Вторично Проходить Давай Подумаем Вот Смотри Мы знаем У нас Правила Есть Лучший Враг Хороший Враз Давай Вот Таким Движением Попытаемся Вот так Максимальное Растяжение Ему Даю Вот Так Максимальное Ничего Не происходит Вот Лучшее Враг Хорош Вот Ничего Не делай Вот Пускай Они так Тут и живут Если Очень Мешает Возьми Протяни Вот Так Вот Возьми В обязательном Порядке Протяни Вот Так Как Мы Делали Вот С Стручка Может Пройти Может Вровень Пройти А может Либо Дальше Либо Ближе Либо Вот Такую Вот Ужасную Строчку Сделать Поэтому Лучшее Враг Хорошего Девочки Заправляем Успокаиваем Теперь Раскрой Задние Половинки То есть Кружево Выкладываем На столе Смотрите Внимательно Можно Чуть Подрастягивать Можно Не Подрастягивать Ну На всякий Случ Разстягиваем И Цельным Полотном Вот Вот так Сдвигаю Вниз К Краю Стола Подвигаю Выравниваю Вот Здесь Держно Все Подальше Все Складки Видишь Я вот Сейчас Поделала Это Все Сбилось Еще Раз Отодвигаю Подальше Вот Так И Вот Так Вот Додвигаю Теперь Прикладываем Нашу Выкройку Спинки Мы Решили С тобой Что Вот Это Будет Центром Вот Эти Два Выпада Вот Это Посмотри Какой Непрессивый Центр Хорошо Что Я Сейчас Додвинула И Увидела Видишь Что Присходит Нам Нельзя Сюда Класть Это Будет Сильно Поднято Либо Это Делать Центр Либо С той Стороны Его Опять Вырезать Видишь Вот Это Нам Не Подходит Смотрите Там Десять Глаз Видишь Оно Сейчас Выпадом Было Было Боковом Даже Вот Тут У нас Боковой Было Было Давайте Ту Сторон Перестегиваем И Смотреть Что С этой Сторон Ну Да По идее Вот Здесь У нас Нужно Получиться Кружево У нас Скажем Так Все В одну Сторон Тем Более Не Уверена Что Там Оно Зеркальное Короче Очень Даже Хорошо Что Мы С Этой Сторон И Продолжаем Более Выпад Такое По любому Мы Захватываем Полностью Вот Это Кружево Мы Подстраиваем Под Низы А Из Выпада Когда Нибудь Что Нибудь Очень Интересное Сделаем Однозначно Еще Очень Много Останется Очень Интересно Ну Все Туда Прижимаем Здесь Там Бесполезно Искать Эти Центры Оно Вроде По Центру Вроде Оно Смещено Мы Переднюю Половинку Раскраивали Половинку Так Значит Что Еще Будем Делать Ну Сыне Подумали Что Все Так Наверное Средний Шов Не будем Делать Поскольку Он Будет Очень Сильно Пропечатываться Будет Некрасиво Мы Его Сместим В крайнем Случае Сделаем Выточки Или Вообще Не Будем Делать Ни Шов Ни Выточки По Талии На Спинке И Выточки По Переду Тоже Скорее Все Можем Не Делать Ну Посмотрим Ну Все Увидите В общем Так Положим Все Все Перепроверяем Долевую Относительно Стола Вот этого Конца И вот этого Потому что Кружево Здесь у нас Своеобразное Поэтому Вот берем Линейку И вот так Подставляем Что Правильно ли Мы потом Ее зеркалить Будем Ну Хоть Приблизительно Да Смотри Как Хорошо Прям Идеально Прямой Угол Стола Эта Точка И эта Точка Совплава Так что Все Великолепно Обводим И потом Зеркалим Так Это Значит Что Только Возьми В общий Вид Вот отсюда Стали Или оттуда Или отсюда Значит Что мы Тут Вообще К чему Мы тут Пришли Заметили Что здесь У нас Большие Выпады Идут Вот Видишь Ну Они просто В воздухе Повисли А здесь У нас Вот Что Рука Вот Этот Вот Что Нашей Любимой Доченьке Задняя Половинка Это Передняя Половинка Она Вся Должна Идти Вот Так Со Сгибом Да То есть Вот Это Отворачивается Вот Сюда Это Отворачивается Сюда И вот Остается Ровно Два Выпада На Рука У нас Тут Нет Практически Припусков Мы Можем Какую Манипуляцию Сделать Но Она У нас Не Самая Удачная Видишь Нам Все Но Не Хватает Вот Так Это Что У нас Спинка Вот Это Получается Здесь Шов А Здесь Якобы Швов Нет Да Вот Так Но У нас Видишь Центр Сбивается Я Почему Тебе Горю Нам Придется Вот Это Сейчас Убрать Положить Ее Куда То Здесь В середину И Посмотреть Что А Здесь Хотя Б Вот Этот Рукав У нас Пойдет Или Масянка Пойдет Потому Что Вот Здесь У нее Хотя Б Одна Из Частей Вот Сейчас Мы Еще раз Будем Манипуляцию Делать Потому Еще раз Говорю Кружево Крыть Долго Никогда Его Быстро За Два Часа Никогда В Жизни Не Крыть Несколько Дней Крыть Если Надо Никуда Не Спешите Потому Что Все Продумать Как Чтобы Это Было Хорошо Вроде Мы Сейчас Обвели А Здесь Выпады Остаются И Что Мы Можем Сделать Поскольку У нас Есть Такая Возможность Мы Сейчас Кружево Полностью В другую Сторону Разложим Паузу Пока Ставлю Начала Значит Пришли Мы К тому Что Если Мы Отсчитываем Раз Два Три Четыре Вот Этих Выпад Здесь Тоже Четыре Что Если Мы Как Мы Вдруг Хотели Заднюю Половинку Вот Там Краим У нас Там В воздухе Висят Какие-то Остатки Припуски Большие Какие-то Вот Они Там Просто В воздухе Висят Тогда Здесь Вот Смотри Что Получается Рукав Твой Перед Нашего Платья У ребеночка У нас Здесь Нет Вообще Припусков А ткани У нас Очень Мало Мы Начали С этого Нам Нужно Вложить И маму И ребенка Сюда И получается Что у нас Тут даже Смотри У нас Минусовые Припуски У нас Даже Не тебе Нет Припусков А ребенку Надо Вообще Менять Модель Немножечко Ушивать По боковым Чтобы Хоть Как-то Могли Но В связи С этим Я И предлагаю Вот Так Делать Вот Здесь Ровно Посередине Ставить Заднюю Твою Половинку И Тогда У нас Спокойненько Приспокойненько Есть У тебя Припуски На рукав Хоть В тебе Есть Припуски На рукав И на Второй Тушь Естественно Вот эта Сторона Сюда Зеркается А здесь У нас Хоть Есть Возможность Ну Хоть Какие-то Припуски Получить Для Ребенка Так Вот Задняя Половинка Вот так Вот Становится Ну Хоть Как-то Может Что-то Подрастянем Что-то Еще Будем Делать Вот Смотри Она Хорошо Вроде Как Складывается А здесь Вот Тут Микро А тут Вообще Не было Такой Ситуации Ну Сейчас Что-то Будем Вытворять Что-то Вот Не знаю Что Ну Что-то Сейчас Придумаем Тоже Заслием У нас Не хватает Лишь Вот это Расширение Идет То ли Нам Надо Будет Сейчас Боковые Немножко Ей Подушевать Но Все Трапеция Платья У Дашки Сохранится Убрас Вот Она Видишь У нас Даже Здесь Одно На другое Накладывается А здесь Еще Хуже Было По ситуации Нам Очень Нужно Чтобы Этот Мис Был Будем Что-то Сейчас Делать Короче Сейчас Кроим Здесь Перед По-любому Будем Делать Какие-то Манипуляции Может Конечно Сразу Можно Было Видишь Этот Сильный Выпад Можно Подраспарить Вот Как-то Подутюжить Вот Это Как-то Да И Чуть Подраспарить Чтобы Эта Часть Не Так Сильно Выпадала Зафиксировать Лаптями Будем Час Этим Заниматься Путин Не Хочешь То есть Ты готова На все Лишь бы Побыстрее Я поняла Ну ладно Как скажешь Нужно Будем Эту Манипуляцию Делать Но Потом Хорошо Значит Давай Вот Этого Центряк Отзеркаливаем Ставим Здесь Вот Так Рукав А Здесь Смотри Вот Так Никак Не По-другому Не Сделай Ни Два Одинаковых Рукава Иначе Буду Вот Так Поняла А то Смотрите Внимательно Вдруг Случайно Вот Так Испортите Все Будем Я не знаю Как-то Вытворять Чего Ну В общем Можно Конечно Кое Что Но Лучше Где-то Не допускать Один Вот Так Рука Второй Должен Зеркальный Быть Все Нам Надо Растянуть Кружево Нам Не Хватает Мы Будем Прибегать К той Манипуляции Которую Вообще В принципе Нельзя Делать Не Нужно Но У нас Другого Выбора Нет Нам Надо Что-то С Вот Это Фактически Вот Я Разогреваю Очень Редкая Крайняя Манипуляция А Вот Теперь Вот Так Делаем Вот Оно Горячее Начинаем Оно Потом Стянется Чуть Чуть Мы Таким Образом Хоть Как-то Получим Припуски Припуски И Все Остальное Так И По И Даже После Стирки Не Должно Сильно Стягиваться Потому Что Все Таки Оно Стречивает Все Так Это Сеточка Видишь Я Растянула И Держу Держу Вот Эту Складку Конечно Будет Как-то Пытаться Там Светись Сейчас Еще Вот Чуть Подальше Потому Что У нас Вот Эта Часть Будет Да Мы Сейчас Увидим Насколько Мы Его Смогли Да То Фактически Его Утюжим Утюжим Вот Так Вот Вот Чуть-чуть И Тоже Самое Манипуляцию И Здесь Делаю И Здесь Делаю То есть Как бы Растягиваю Эту Кружево Вот Так Сейчас Чуть-чуть Как будто бы Как-то Зафиксирую Мама Хочет Вот И Держи Вот Оно Остывает И Оно Форму Должно В принципе Ухватить Ну Сейчас Остынет Мы Его Перенесем Сейчас Увидим Насколько Надо было Конечно Заснять Изначально Сколько У нас Ну Не хватало И Сколько Сейчас Мы Как бы Получаем В итоге Я Не Убирая Рук Вот Я Просто Проглаживаю Надо Было Замерить Сантиметром Насколько Получилось Я Думаю Что Сантиметра 3-5 Я Выиграла Где-то Так Таким Вот Образом Понимаешь Почему Я Так Стала Поступать Потому Что Вот Это Настройка Вот Здесь Вышивка Вот Эта Вся Она Истянула Кружево Но Поскольку Оно Не Имеет Какой-то Четкой Геометрии Да А Какое-то Вот Такое Вот Все Оно Практически Везде Какой-то Растяжимый Градус Есть 45 градусов Где-то Тут Везде Присутствует И плюс Еще Сеточка Самая Растяжимая Я Подумала Что Мы Можем Так Сделать Почему Нет У нас Другой Выбор Мы Можем Там Конечно Ушивать Ребенку Платье По-боковым Но Давай Попробуем Может Все-таки Вот Так Мы Такую Манипуляцию Сделаем Должно Быть Очень Хорошо Вообще Нам Надо Складывать Наше Кружево Помните По Вот Этим Выпадам Вот Да Но Если Мы Так Складываем У Нас Уравниваются Вот Эти Цвету А Этот Смотри Как Смещаются А Этот Центр На груди Посередине И припуск У нас Не получался И припуск У нас Нет Вот Это Мне Как бы Насторожило Но Что Я могу Сделать Я могу Вот Так Сделать Смести Хотя Бо Эта Часть Будет Посередине Уже Полегче И Смотри Я Выигрываю Ширину Для Нас Это Просто Неимоверно Важно Вот И Мы Тогда Вот Так Укладываем Потому Что Эти Элементы Они Как Там Получаются Вот И Мы Получается Вот Хотя Бо Этот Центрируем Помнишь Я Говорила Вообще Мы Обязаны Центр Вот Этого Перегиба Ставить Ровно Посередине Груди Но Даже Если Он Будет На Один Два Сантиметра Чуть Смещен У нас Такая Ситуация Что Нам Надо Спасать Платье Для Ребенка Поэтому Мы Сделаем Вид Что У нас Он Был По Центру Что Нам Остается Делать Я Иногда Такое Кружево Такое Количество Что Мы Вынуждены Прибегать К таким Манипуляциям Не Совсем Иначе Никак Не Может Иначе Мы Вообще Придется У нас Только По Передней Половинке Будет Кружево А Позадней Вообще Не Будет Кружево Для Ребенка Поэтому Мы Вот Цветочек Будет Посередине Уже Хорошо На самом деле Он Все остальное Давай Побольше Сейчас Дадим Ей Вот Этой Вот Да Тогда Поставим По Этим Частям Вот Насколько Получится Здесь Повыше Поставим Ну Вот Кружево Видишь Я По Этому Завышению Мы Можем Себе Длиннее Устроим Можем Смотри Другой Варят Мы Завышали На 2 Сантиметра Вот Тут Шов Этот Шов Нам Надо Как Прятать Да Ну Прятать То есть Тогда Может Давай Смотреть Как Мы Можем Спрятать Вот У нас Вот Это Так Еще Раз Укладываем Все Вот Сюда Уравниваем Вот Этот Вот Все Вот Эти Припуски Очень Очень Сильно Нужны Вот И Мы Приняли Решение Что Мы Ставим Все Таки Вот Низ Данные Вот Этой Выкройки По Этим Точкам Вот Этим Повыше Потому Что Мы Можем Ребенку Потом Через Два Года Выпороть Вот Это Кружево Сделать По Боковым Вставки Из Оставшихся Элементов Сделать Рукава В общем Грубо Говорять Продлить Жизнь Платье Да Ребенок Растет И высевширь И мы Можем Расширять И увеличить То есть В итоге Это Такое Ходовое Лет На 5 На 10 Мы Можем Еще Тем Пользоваться Кружево Ну Где-то Так Можно Тоже Да Поэтому Вот Так Кладем Вот Как Есть Возможность Ну Тут Будем Уже Смотреть По Ход Если Надо Будет Мы Его Ушьем Основное Платье Тоже Это Все Заснимем Вот И Вот Так Вот Хотя Тут Будет По 2 По 3 Миллиметра Нам Это Будет Достаточно Дошва Вот Так Вот То есть Я Вот Тут Долевую Смотрю И Вот Здесь Видишь По Вот Это Пускай Так Вот Выпадает Как Выпадает Вот Это Зажимаем Ну Грубо говоря Здесь 0,5 Припуск Есть Но Вот Здесь Мне Вот Это Не Надо На Сам Дело Такое Расширение Но Если Я Вот Так Задвигаю То Мы Смотри Что Теряем То У нас Да Слетает Много Да Мы Столько Точно Не Будем Ушивать Столько Не Хочется По Кругу Было Это Кружево Правда Как Мы Нарисовали Вот Поэтому Что Мы Делаем Вот Это Расширяем А Я Тебе Покажу Как Припосадить На Эту Пройму Эту В общем Манипуляция Здесь Будет Очень Желко Все Значит Смотри Вот Такие Вот Здесь Ставим Под 0,5 Вот Здесь Вот Это Пускай Будет Либо Мы Его Припосадим На Пройму Либо Мы Потом Делаем Микро Ушивку Посмотрим Как Оно Там Лучше Будет Ложиться Вот Мне Главное Вот Здесь Максимальный Припуск Взять Понял Вот Тут По 0,5 С двух Сторон Вот Так Давай Накалываем Вырезаем Вот Уберегаем Вот Этот Вес Припуск Да Давай Паузу Не Совпадает Вот Здесь Линия Проймы Уголочки Проймы Не Лежат На Одном Уровне Не Страшно Усредняем Вот Которая Более Высокая Либо Ее Вниз Ставим Либо Усредняем Вот Все Ровно Стало Ну В принципе Можно Усреднять Да Потому Что Оно Вниз Будет Лежать Оно Нигде Внизу Не Будет Фиксироваться Кроме Как На Молнии Поэтому Можно Такими Тут Буквально Вот Ты Просто Подвинула И Все Тут 0,5 И Все Можно Либо Усреднять Но Вообще Четко Должно Вот Получилась Наша Кружева Цветочек Посередине Якобы Тоже Цветочки Посередине Посередине От Этого Цветочка Значит Смотри Если будет Растягиваться Смотри Что происходит Растягивается И оно Подлетает Вверх Это Хорошо Что Мы Даже Больше Дали Здесь Напуск На Перед Чем Изначально Планировали Значит По Основной Нашей Ткани На нашем Кваде Все Таким Уберем Здесь Сантиметр По Сантиметру В объеме Здесь Оставляем Сантиметр А здесь Убираем Чтобы Ну Хоть Как-то Легче Было Лежать Этому Кружу Но Этот Припуск Не Срезаем Мы Оставим Здесь Жить Навсегда Здесь Сантиметр Здесь Два И Плавно Вот Так Линию Уводим Смотри Вот Видишь Я Цельно Протаскиваю Вот Когда От него Сантиметр Отложила Два От края Среза И положила Ровно Два Здесь Сняла Ничего Хорошо То есть Мы Эти Два Получается Оставляем В виде Припуска Да На всякий Судя Вдруг Мы Посмотрим Что Можно Выпустить Ну Я думаю Нам И так Ширины Здесь Предостаточно Будет Для Ходьбы Бега Еще Каких Так У нас Получается Он же Изначально Был Два Сантиметра Припуск Был Сантиметров Ага Все Значит Перед Ну Чтобы Еще Лучше Легче Здесь Вложилось Кружево Видишь Я В разные Стороны Сделала Это Вниз А Это Вверх Чтобы Поменьше Тут Жест Ну Как бы Чтобы Не толсто Здесь Было Например Можно Было И вниз Все Делать Но Здесь Когда Ты В две Стороны Вот Так Разутю Если Нет Отделочной Строчки Мы Можем Туда Сюда Положить Этот Вниз А Этот Вверх И Вот Здесь Смотри Скалываешь Булавками Четко Вот Эти Два Ну Как бы Чтобы Они Идеально Потом Совпала Вот Этот Угол Линия Вот Этой Кокетки Вот Тут Она Должна По идее Будет Совпасть Обязательно Скалываешь Булавками И Оно Естественно Когда Вот Эти Припуски В две Стороны Вот Так Развернуты Еще Легче По этой Линии Получается Мы Сейчас Выводим Другую Линию И Мы С тобой Обметываем Вот Эту Часть Сразу И Дома Ты Делаешь Обтачки Берем Нашу Основную Выкройку Поскольку Мы ее Особо Здесь Не Меняли И Берем Вот Здесь Вот Так Вот Линейку И Давай Наверное Ага Мы Сделаем Ее Цельную Вот Так Ее Сделаем Видишь Нам Тут Не Надо Вот Так Нам Не Нужна Двух Сантиметровая Обтачка Еще Тут Здесь Сшивать А Мы Не Будем Соединять С Помощью Нет Оно Будет Видно Этот Припуск Оно Будет Потом Со Временем Облетать То есть Мы Не Можем Кружево Обработать Вот Это Здесь Должна Ити Либо Подкладка Цельно На Платье Из Натурального Какого-то Подклада Ты Потом Дома Изготовишь И Сюда Наклад Здесь Этот Выкрик Идеально Повторяет Вот Эту Выкрик Только За Минусом Вот Этого Припуска Но Я Вот Здесь Ничего Не Забирала Вот В этом Вместе Вот Так Плавно Выводим Эту Линию С одной Стороны По Сантиметру Я забрала И С другой Стороны Здесь По Сантиметру Нам Этого Хватит Чтобы По Сантиметру Забрали Не По Два Все Хватит Я просто Тебе Показываю Что Сейчас Может Быть Момент С Обтачками Что Нам Нужно Будет Вот Здесь Чуть Чуть Меньше Подкраивать Саму Обтачку Да Видишь Поэтому Я Тебе Сразу Вывожу Эту Линию То То Изменение Которое Было Вот Здесь Я Тебе Сюда Переношу В принципе Мы Можем Даже Срезать Вот Эту Выкринку Сейчас Взять И Срезать Так Мы Под Нее Уже Четко Подстраивались Да Но Тогда Она Не Будет Соответствовать С Нижней Частью Давай Пока Хорошо Оставим Да Просто Наведем И В том Числе Ты Знаешь Обтачку Мы Обязательно Будем Делать Со Вот То Есть Мы Тогда Здесь Пока Сейчас Не Будем Но Эта Линия Нам Нужна Для Того Чтобы Подкрыть Обтачку Сейчас Проводим Значит Как Мы Делаем Давай Мы Возьмем 2 Конечно Нет 2 Нет 2 Нет Взрослым Мы Берем 4 4 5 Давай Ребенку Возьмем 3 4 4 Сейчас Посмотрю Как Лучше 4 Ну Давай 4 Возьмем На 4 Вот Так Вот 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 Этой Линии Вот Этой 4 Сантиметра Ты Проводишь Вот Так Вот То же Самое Потом Сделаешь Наперед Я Сами Что То Резать Конечно Ну Если Есть Возможность Это Сделать Цельно Почему Б Нет То Вот Это Уже С Припуском Тебе Надо Вот Здесь Только Раскроить Сантиметр 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 Ну Здесь Сантиметр Только Вот Вот Этой Сантиметр Да Раскроить Ну Вот Эту Вот Обтачку Саним То То Есть Я Тебе Пишу Вот Прип Один Прип Один Припуски Да Здесь Тоже Припуски А Ну Это Смысл На Ткани Да Припуск Один А Здесь Сзади У нас Один Или Полтора Ну Один В общем Смотрим По Кром Ну Грубо говоря Один Сантиметр И Со швом Будет Да То Везде Вот Тут Вот Тут Вот Тут Вот Тут Вот Вот Тут Мы Везде По Сантиметру Делаем А Спереди Вот Здесь У нас Сгиб Обязательно Сгиб Ткани Да И Мы То же Самое С тобой Делаем Вот Так Вот Четыре Сейчас Мы Это Проведем Если Была Подкладка Мы Подкладка Обработали Уже Вот Эти Вот Обтачки Нам Не Можно Сильно Вот Такую Изгибистую Линию Не Делать Потому Что Будет Очень Сложно Обрабатывать Эверлоком Этот Поворот Потому Что Надо Будет Флизелин Вырезать Подолевой Вот Это У нас Долевая Флизелина И Вот Это У нас Долевая Флизелина Да Это Две Детали Лицом Клицу Клей Клею Да С Припуском А Это У нас Со Сгибом Должна И Тут Даже По Толевым Углом Вот Так Сделать И От Ее Сейчас Плавненько Плавненько Прийти Вот И Вот Так Вот Просто Поплавнее Вот Эту Линию Ну Почему Нет Красиво Хорошо Нормально Тем Более У нас Кружело Сверху Будет Ну Не Да С Один 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 И Здесь Один А Здесь Не Надо Пишу Не Надо Достаточно Четырех Сантиметров Вот Так На Сантиметр Больше Да Вот Это Мы Обработаем Оберлаком Да И Все Подкраиваем Флизелин А потом Аккуратненько Переносим На Ткань Которая У нас Кусочки Остались А потом Только Дублируем Вот Эту Выкройку Перепроверем Может Даже На Какой-то Другую Ткань Перенес Ну Бумажку Вот Эту Перенеси Вот С Припусками По ней Подкрае Потом Когда Уже Продублируешь Перед Вырезанием Уточни Еще Раз Эту Выкройку Чтоб Она Диагностно Подходила Да Вот Так Значит Что Это Сейчас Мы Ведем Сделаем Обтачки Ты Делаешь И Только Потом Когда У тебя Будут Готовые Обтачки Мы Вот Это Кружево Подставляем Сюда И Обрабатываем И Еще Быстрее Сейчас Процесс Пойдет Поэтому Сейчас Я тебе Рекомендовала Быстренько Это Прострочить И Бегом И Тебя Верну Сейчас Мы Занимемся Обтачкой И Тоже Сейчас Бегом Обтачку Чтобы Тебя Еще Побольше Дала Домашнего Задания Так Это Касательно Вот Этого А Касательно Нашего Верха Что Мы Делаем Давай Мы Попробуем С тобой Все Таки Отзеркаливала Рукава Ну Как ты Говорила У меня Хорошо Молодец Смотрите Мы Вот Здесь Специально Он Может Быть По центру Может Нет Но Мы Решили Что Мы Лучше Дадим Припуски Что Вот Этот Вот Центр Вот Этого Вот Изгиба Покажи На мою руку На мою руку Может быть Как вот Здесь Так и Здесь Так и Здесь Ничего Страшного Не будет Если он Сместится Поскольку У нас Такая Ситуация Значит Что Мы Делаем С тобой Нам Надо Будет Повытаскивать Вот Здесь Дома Вот Эти Вот Это Вот Полностью Снимай Вот Эти Вот Все Нам же Сохраняем Вот Эти Вот Все Бисеринки Все Сохраняем Там Где Оно Выйдет Мы Потом Будем Доделывать То есть Я Занимаюсь Тем Что Я Снимаю Эти Бисеринки Вот Смотри Вот Здесь Мы Будем Строчить Строчку То есть На Расстоянии Сантиметра От Шва Минимум Сантиметра От Шва У тебя Все Эти Бисерины Должны Быть Удалены Вот Это Все Удаляешь Можешь Смело Вот Этот Цветок Удалить Оно Не даст Нам Вот Это Можно Ничего Не Трогать Я Думаю Вот Это Тоже Постараемся Прострочить Это Это Убирай Вот Это Убирай Здесь По Боковому Вот Это Убирай То есть Оно Не даст Тебе Нормально Прострочить В итоге Будут Ломаться Иголки В общем Ужасные Вещи Происходить Здесь У нас Минимальный Припуск Поэтому Здесь Вот Это Чуть Чуть Вот Это Под Убирешь Оно Все Убирается Там Надо Посмотреть Где-то Начикнули Вот Видишь Вот Оно Тут Все Наметано В наметанном Состоянии Вот Эти Вот Все Бисеринки Все Павел Постой Пожалуйста Вот Это Вот Вот Так Вот Вот Поняла Сам Факт Ну Вот Это Еще Так Все Бисеринки Убирают Дальше Только Дальше Вот Это Вот Все И Это Самое Колоссальная Работа Должна Быть Продевана Ну Вот Это Да Рука Мы Совмещаем Вот Здесь Наши Все Припуски Стяжку Здесь Не Делаем Здесь Не Идет Деформация Такая Чтобы Стяжку Прям Делать Но Когда Меряем Эту Вещь Естественно Вметываем Рукава Это Может Растянуться Вот Эту Кофточку И Подумаем Что с горловиной Ростком Делать Потом Посмотрим Может Просто Прометаем Слегка Как-то В общем Посмотрим Так Значит Вот тут Да Вот тут Все у нас Очень хорошо Сходится Смотри Даже Здесь Вот Эта Точка Сходится Вот Здесь Вот Так Вот Да В принципе Вот Она Очень Даже Хороша Да Вот Так Это Так В общем Манипулируем Но С другим Рукавом Смотри Совершенно Другая Песня Здесь У нас Мало Того Что мы Вот Так Чуть ли Не Должны Это Все Составлять Понимаешь Ну Мы же Так Не можем У нас Нельзя Так Здесь У нас На 05 Припуск А здесь Вот Видишь Я уже Чуть Подрасту В данном Случай Даже Опускаемся До таких Манипуляций Потому что У нас Другого Выбора Не Поняла Накалываешь В принципе Можно Сострачивать Сострачить Вот здесь На 05 Постарайся Чтобы Здесь Одинаковые Расстояния Были Ширины Внизу Рукава Чтобы Были Одинаковые Под что-то Подогнанные Потому что Здесь Мы Манипулируем Уже С кружевом Понимаешь То есть Вот такие Манипуляции Которые Нельзя Делать Но Иначе По-другому У нас Может Просто Вещь Не Получиться Или Придется Что-то Обрезать Еще Что-то Делать Короче Вот Видишь Вот Эту Часть То есть Манипулируешь Там Подтягиваешь Припосаживаешь Еще Что-то Делать Но Предварительно Вот эти Все Вот На сантиметр Примерно От шва Вот И мы Тогда В общем Так То же самое Что нам Нужно Делать Вот Здесь Девочки Сейчас Снимай Сейчас Секунду Это Чего мы Вот тут Делаем Перед Мы То же самое С тобой Делаем Берем Бисеринки Вот эти Убираем Видишь Как оно Тут Хорошо У тебя Раскроилось В принципе Вот это Убираем Я думаю Не надо Нам пока Трогать Вот эти Только Вот эти Убираешь Ну здесь Надо будет Все Вот это Убрать Здесь Вот это Убрать Это Можно Оставить А вот Здесь По боковому Конечно Больше Видишь Вот у тебя Припуск Хотя бы Вот от Этого Припуска Вот сюда На сантиметр Здесь Побольше Убирать А потом Дошьем Доманипулируем Дошьем И У нас С тобой Вот Задняя Часть Мы Не делали Там Ни швов Ничего Мы Померяем Так А потом Решим Ага Выточку Сметываем Давай тогда Хорошо Давай тогда Все сметываем Вообще Все сметываем Ничего Не сосрачиваем Убираешь Вот эти Вот Бусинки Потому что Это очень много И длительное Время А потом В среду Придешь Мы померяем И дальше Уже Прострочим Потому что Мне надо Посмотреть Что И оденешь Тут бюстгальтер Которым Ты будешь Носить Вот эту Вещь Хорошо Наметываешь Относительно Выкройку Берешь с собой Сметываешь Нашу выточку Вот так А потом Сметываешь Боковые По выточкам Тоже бусинки Выбираю Не Не надо Только по боковым Только по боковым Мы тут посмотрим Тут у нас Так таковых Особо тут нет Мы вот посмотрим Что мы с этой Будем делать Тут фактически Только Ну посмотрим Давай пока Все сметываем Сметываем Вот эти вот Плечевые Вот так вот Помнишь Что вот эта Точка у нас Совмещается Вот эта вот Да Вот эта точка Совмещается Хорошо То есть плечевые Боковые Я тоже думаю Давай полностью Соединять Не делать никакие Тут дырки Для молнии Может посмотрим Как мы чего Могу делать Ну я прыгну В принципе Пойди Значит я соединяю Плечевые Боковые Выточки Сметываю Рукава Сметываешь И Короче Приходишь Мы здесь Тут Метываем Рукава Хорошо Мосяньку Ты поняла Да С этим С этим Делай Подкраиваешь Готовые У тебя уже должны Быть Обтачки Ты здесь Потом Обметываешь И мы Присоединяем Кружево К тому К тому У тебя потом После среды Будет огромное Количество Домашнего Задания Мы сейчас Готовим Нашу Резинку К нашему К нашей Верхней части Юбки Что мы делаем Обязательно Обнимаем Нашу фигуру Обязательно Она с Натали И вот эту резинку Делаем с легким Натяжением Но с легким Ну не сильным Таким Иначе у нас потом Потайная молния Может просто Не застегнуться Инна Как вот так Вот в тянутом виде Вот так Что я делаю Я вот взяла ее Заложила Вот нижняя Или чуть-чуть Побольше затянуть Нет Не надо Вот видишь Вот тот край Я просто вот так Намечаю Вот пристает Этот край Вот к этой точке Теперь я убираю Все Пауза Пауза Куда? Вот и туда Вот на этот Вот это у нас Была вот так Видишь Вот это вот так Стык Да То есть мы От этой точки Вот сюда Откладываем 5 сантиметров Припуска Отсюда Сюда Ну добавляем К общей длине То есть с одной стороны 2 с половиной С другой стороны На всякий случай 2 с половиной Вдруг она насыпется Или еще что-то Произойдет Или еще что-то От этой точки Сюда 5 сантиметров И обрезаем Сейчас я вот так Вот тебе Вот тебе Вот тебе вот так Делаю И вот тут Режем Чтобы случайно По этой Переход Обмотываем Оверлоком Ну тут Как заедешь Вот сюда Вот это можешь Срезать Вот срезай Да И вот так Аккуратненько По кругу Обмотываешь На оверлоке Да Вот Вот это вот И что мы Сразу Чтобы мы На оверлок Просто так Не шли Мы Нашу Масяньку Тоже Это ты Масянька Наша Вот здесь Ага Точно Были подкроены Обтачки Можно поверить Ну ты же Перепроверяла Подтонки Да Перепроверяла Все Значит Что нам Надо Обтачки Обрабатываешь Здесь Только Вот эти Вот срезы Нижние Нижние Только Нижние Срезы Вот Это Перед Это Вот так Идет Да Вот Это Спинка И вот Этот Шов Обрабатываешь Да Да И здесь Тоже Вот этот Нижний Вот эти Никакие Ничего Не обрабатывай Еще Я могу Боковой Обработать Если Здесь Все Нормально С Дашки Да Сейчас Я покажу Да И боковые На детском Плаке Да Вот эти Проверь только Нормально Получается Этот крест А когда В одну сторону Туда Загибаешь Вот эти Вот Кокетки Очень сложно Получить Идеальный Угол Но Можно Так Значит Сейчас Боковые Да Плечевые В данном Случае И оверлок Это мы Распарываем И мы Садим Наше Кружево И обтачки Одновременно Оверлок Распарываем Да Оверлок И эту строчку Ты распари Значит Сейчас Еще раз На оверлок Идем Боковые Вот эти Обтачки Нижние части Окаты И Верх Юбки Да Что тут А тут Ничего Да Ну тут вот Да Окат рукава Можешь Делать Срезать Да Вот это вот Срезаешь Окат рукава На маминой Глузке Вот это Срезаешь И проходишь Очень аккуратно Медитативно Никуда не спешишь По внутренней стороне Рукава Чтобы не дай боже Тут ничего Не попало Под наш нож На верлоке Хорошо Это вот все Срежешь Тут вот этот Лишак Вот этот вот Сантиметровые припуски Оставляешь Не медитируешь Вот так вот Со стороны рукава По кругу По кругу По кругу Два рукава Хорошо Нет Мы наоборот Да 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 Как нам это Можно сделать проще Мы же так Не можем себе Оставить Мы конечно Можем Уголок Мы конечно Можем Но нам же Надо красиво Это сделать Значит Как я тебе И предлагала Давай мы сначала Наверное Может быть Вот этот Вот Обработаем Край А потом Машинке Мы фиксируем На миллиметр Дальше Чем Это Оверлок Вот так Закрепка Закрепка Хорошо И вторую И вторую сторону На миллиметр На миллиметр Дальше Чем Оверлок То есть Вот так Потом Видео Это покажем Хорошо Ну до конца До конца Да Да Вот оба Сделай Да Все хорошо Только Вот тут Додвинь Вот эту часть Видишь Этот припуск Сюда не дошел Додвинешь Застрочишь Опять же Так же Само Потому что Это выше Точка Это ниже Точка Теперь Что мы делаем Вот эти Два с половиной Сантиметра Вот эти У нас есть Это у нас Припуск Вот этот Вот И мы Подставляем Вот сюда Видишь Это вот Как бы Боковой шов Нашей юбке Да Вот там Внутри У нас Молния Еще раз Повторяю Так Мы застрочили И теперь Мы намечаем Вот здесь С тобой Вот эту Линию Которую Мы будем Прикладывать Наш Вот этот Вот Верхний час Юбки Вот так Нам надо Просто ее Наметить Вот так Да Наметишь Что А строчим Мы по А вот так Прикладываем Накалываем Булавками Где-то Булавки Что-то Булавки Вот Свет Вот 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 К этой Линии Которая У тебя Есть Ну Короче Ровно 0,7 Сделай Вот И мы Вот так Накалываем Оп Вот Так Да Вот К этой Линии Вот так Оп Оп Но Мы же С тобой Видишь Чтоб Ты Попала С двух Сторон Попала В эту В резинку С одной И с другой Стороны Да Вот И естественно Вот эти вот Центры Где-то должен быть Центр Вот он С вот этим Центром Чтобы тебя Совмещало Видишь А тут будет Припосадка Вот этого К этому А потом Когда мы будем Строчить Мы с тобой Чуть подрастянем Мы в любом Случа Будем подрастягивать Вот Ты вот так Накалываешь И потом Мы с тобой Строчим Вот здесь По вот этой Линии Вот здесь Вот Видишь По второй Строчке Аверлока Тут Конечно В идеале Было бы Вторую строчку Здесь на 2 мм Строчить А первую Строчку Может быть Между Вот этими Строчками Почему Потому что Вот этот край У нас точно Не заворачивался Но мы себе Не можем Позволить Здесь две строчки Одну Ниже Другой Выше Мы очень сильно Растянем нашу Эту Резинку Чревато Это все Поэтому Мы две строчки Не делаем Делаем одну Делаем Вот здесь Закрепку Чик-чик И поехали Вот по вот этой Вот ровно Во вторую Линию И будем Наколем Да И чуть-чуть Будем растягивать Ну я посмотрю Степень растяжения Я начну Строчку Главное Наколи Хорошо Стежок Стежок Два с половиной Миллиметра Ну Прямой Как обычно Что мы Сначала Вначале Делаем Сначала Делаем Закрепку Опять же Напоминаю Два раза Накрутили на палец Чтобы оно Не накрутилось Внизу Вот Там один стежок Ну Четыре раза Вперед Четыре стежка Убираем Вот эту булавку Потому что Очень любит Машинка Когда По булавке Делают Обратный ход Вот Здесь пока Не будем тянуть Вот так Чуть-чуть Прошли Вот И теперь Строго По вот этой Вот второй Линии И начинаем Немножко Тянуть Потому что Продумываем Степень растяжимости Относительно чего Относительно того Что мы же должны Пройти через бедра Но здесь Слава Богу У нас есть молния То есть Она не будет Вот эта талия Участвовать В растяжении Да Значит Можем здесь Сильно не растягивать А растягивать Ровно на то Чтобы вот эта ткань Лежала Ну Чтобы мы ее могли Нормально прострочить На вот это Но все равно Чуть-чуть Растяжимый шов Должен быть В обязательном порядке Здесь было бы В идеале Конечно Цепной стежок На распрашивалке В идеале Но мы сейчас Его сымитируем Вот Чуть-чуть Видишь вот так Чуть-чуть Я растягиваю Может быть Чуть-чуть больше Растягиваю Чем сама ткань Вот так Ты просто едешь На тот случай Если мы вдруг Случайно Поправимся Ну Нам надо будет Срочно Одевать Костюм Растягиваю Опять Растягиваю Растягиваю Поехали Только когда тянешь Иголка внутри Хорошо Паузу Лишнее срезаем Потому что Оно у нас должно идти Встык К Ткани И теперь Вот так Вот Вот эту часть Вот так Оп А теперь Что мы делаем Теперь мы выворачиваем Вот Оно у нас должно Вывернуться А вот это Можно ничего не делать Она сама выбьет Так как ей надо Видишь Сама ложится И еще и чистый край Шикарный Вот А теперь Вот эту вот Мне надо Чтобы ты Вот она тут Самой выйдет На самом деле Детонки Мы снимаем Одну секунду Так Вот эта часть Все равно Она выбьется Вот так вот Вот Ну Самомолния Видишь Она уже Улеглась Да Вот этот вот Кусочек Вот он Да И теперь Вот эту вот Молнию Вот эту резинку Мне надо Чтобы ты подставила Вот сюда Вот Вот Встык Вот так Встык Вот так Приставляешь Фиксируем Это дело Все Только очень аккуратно Приставляет Чтобы там Не сделать Никакой косины Вот даже просто Вот я сейчас Видишь Втыкиваю Вот к этому краю Притыкиваю Так вот Так вот Да И прокалываю Вот так Булавками Только в один слой Я верхнюю ткань Не беру Только вот Вот эту штучку И вот эту Так И вот так Вот Видишь Тут я не захватила Ничего Вот А после вот этого Вот Только вот Надо чуть Подсогнать Вот эту Штуковину Видишь Она туда плохо Ложилась Если бы я Ее сейчас Сгоняла У меня бы Вот эта часть По-другому Легла Значит Хорошо Что делаем Мне надо Чтобы ты Вот так Изгольнулась И прострочила Мне По вот этой Вот второй Линии Вот отсюда Короче До скольки Сможешь пройти Не выворачивая Не выворачивая Не выворачивая Ну вот как Вот так вот Выложишь Там ее Вот так вот Выгнешь Вот тут Закрепка И вот тут Насколько Сможешь пройти А потом Вручную Вот эту Сюда Припосадишь Да Вот эту часть Чтобы она у нас Не выглядывала С лица Видишь И тут еще И вот эти Вот ниточки Вот эти вот Тоже Сейчас подстрижем Чтобы не мешали Я хотела Ее сдвинуть Но не могу У меня тогда Нарушение идет Это то Что вот тут Вот надо было Чуть-чуть Дальше Додвинуть Видишь Вот этот самый Кончик До конца Не додвинула Вот тебе посадка Видишь Вот Вот этот кончик Надо было до конца Ну мы Короче Его вот тут Вот вручную Припосадим И вручную Подошьем Так же самое Надо сделать Вторую сторону Так же самое Мы его Выворачиваем Вот так вот Оп Вывернули Вот смотрите Мы прострочили У нас очень хорошая Эластичная Такая вот Срочка Получается Так Так вот Выворачиваем Если застегивать Молнию Она тут же Сама бы Вывернулась Так как ей надо Потому что Вот эта вот Пластмассюля Она сама Выкладывается Как ей надо Вот Да И опять же Ставим вот сюда Вот впритык Вот эту вот Молнию Вот эту резинку Вот сюда Вот к этому шву Ну по крайней мере Рукой там Прощупываем Чтобы Ну вот И как будто бы Как по прямой Так ее Ставлю А Я тебе Знаешь Что еще хотела То что я тебе Вот заранее Еще проговаривала Так Вот это вот Фиксируем Вот это вот Значит Ты вот здесь Прострочишь Вот это вот На вторую строчку Я тебе еще Говорила Что вот эту Молнию Надо пристрочить Вот сюда К этой Резинке Потому что Вот этот Припуск Он растяжимый А вот это вот Молния Точно нерастяжимая То есть Как сможешь подлезть Хотя бы вот досюда За один миллиметр Вот тут закрепка И вот тут Прошлась по молнии То есть Делаешь и вот здесь Строчку И вот здесь Строчку На один миллиметр Как это так Искалится Не знаю Не знаю Все Понимаю Когда сметываем Наше кружево Мы вот эту вот Выточку Которую сметали Сначала Как будто бы Заутюживаем Вниз или вверх Что вам позволяет Здесь у нас сильно много Вверху будет торчать Значит пока мы вниз Мы сейчас просто Хотим ее померить Мы ее вот Таким образом Зафиксируем Булавками Вот так Вот так А только после этого Мы приставляем Нашу выточку Ну переднюю часть Вместе с выточкой Вот сюда И смотрим с тобой Уже под вот это Смотри Мы смотрим Под вот эти точки То есть снизу начинаем Да Снизу начинаем Потому что мне надо Чтобы вот это Да Видно что тут Припосадка Мы будем Каким-то образом Ее распределять Что ты с ним делаешь Но мне вот это главное Чтобы вот эта вот Ажурность Вот это вот совпало Ну может быть там Ну может быть там 0,5 какой-то Ну двухсантиметровые С припуски Да Вот это вот Вот И мы тогда с тобой Вот так вот накалываем Смотри что я делаю Микро припосадку Оно сутюживое Мое По большому счету Как мы растягивали с тобой В прошлый раз Так и тут Видишь я что делаю Я припосаживаю Слегка припосаживаю Вот Точно выточка Правильно у тебя Одинаковая Что-то сильно много При посадке Там меньше С той стороны Почему-то Не знаю Меньше с этой стороны То же самое Вот эту вот так вот Накалываем сначала Вот как будто Мы ее даже Лучше накалывать Не снизу А вот От центра Вот так вот Вот эту заутюжку Чтоб она легла так Как ей надо Даже боковые Одинаковые были Может одинаково боковые Крыли Ага У нас проблема Вот с этими Вот Выпадами Выпадами Из-за вот этого Вот Оно вот тут Вот Ну да Тут конкретно Меньше Может и тут что-то Не то сделало Не так Чего-то там А вот смотри Какая разница Смотри Смотри Тут целый Два сантиметра Разница В длине Видишь В общем мы идем Идем снизу Эта сеточка Это сеточка Припосаживаемая Ну только так Чуть-чуть Она припосаживаемая Вот Ну То я тут На сантиметр Только выйдет Вообще все Замечательно Да Инометра Смотри Одну сторону Можешь Эту полностью Сметать А эту Частично Сверх Сметай Ну где-то Вот так На такое расстояние Я влезу Я думала Что я влезу Ну хорошо Тогда оба Полностью боковых Сметывает Хорошо Так Дай вопрос Вот у нас Неровный край Срез получается И не совпадает У рисунку Что мы будем делать Тут у нас Линия Видимо Вот так Должна быть Допродлена Да Значит Мы ее вот так Ставим Вот эту часть Мы ставим Вот так Чуть-чуть Выпускаем А вот это Растягиваем Вообще ее должны Сначала растянуть А потом Придвигать Вот я так Несчадно Извините Несчадно Но другого У меня варианта нет Нам нельзя Чтобы рукав косил Вот так Или вот так Это противопоказано Ну смотри Я вот растянула Вот тебе Пожалуйста Вот у тебя Вот эта точка Вот здесь Вот совпадает Мы два сантиметра Два Да Вот тут Ты чуть-чуть Подвыпускаешь И вот тут Ну в итоге Два сантиметра У тебя здесь есть А вот это Мы обязаны Вот это Замкнуть Вот эту вот Линию Да Поняла Вот мы присоединяем Наше кружево К переду Мы распороли Плечевые И вот смотри Что Мы тут уже Вроде бы Мы по выкройке Идеально Там все подстраивали А вот я сейчас Смотрю Что вот Ты сейчас Наколола часть Здесь как будто Как волна какая-то Вот оно Вот так легло Вот Ровно лежит Обязательно Что какую-то Ну там Тетрадку Или плоскость Какую-то Подставляйте Вот оно легло Вот Более или менее Можешь даже Просматривать Манипулировать Там еще С этими моментами Да Вот так вот Вот Видишь Мне надо Чтобы еще И вот эти точки Легли Давай так От утюж Мне боковые Я не вижу ничего Оно У меня выбивает Сильно Хорошо Вот Мы обметали Вот эти срезы Теперь С изнанки Или с лица Все равно Приутюж Расслабь Вот это Видишь Оно все такое Присобранное Какое-то такое Запласти его Чтобы плоским Было Хорошо Накладываем Кружево На детское платье Обязательно Подкладываем Чего-то Вот И Сначала Вот эту часть Примерно ставим Видишь Вот у нас Не совпало Не надо Доставлять Вот эту часть Кружева К нашему оригиналу Иначе идет погрешность И почему перед этим Все сняла Потому что Тут что-то Начало Кублиться Такое Вот Как волна Какая-то Вот это Сделала И здесь Желательно Еще и вот так Поставить Смотри Вот так Лучше Параллельно Не несу Хоть как-то Зафиксировать Вот этот Центр Именно Вот так С таким Прокатом Потому что Этот центр Нам будет Влиять На то Как будем Спинку Потом Накалывать Мы же Потом будем Искать Сколько Нам Помнишь Там Передним швом Спинки Грубо говоря Бодяга Была Вот так Видишь Я просовываю Туда И вот так Вот дальше 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 Накалываю Вот это Вот Все Только Здесь потом Сложно Будет Сгибать Значит Что тебе Надо Сейчас Сделать Тебе Надо Вот так Проколоть Теперь Параллельно Относительно Этих Булав А потом Мы будем Сделать Сдвижку Обязательно Вот так Параллельно Иначе Мы Плохо Ну Или Можно Делать Так Короче Давай Вот так Вот так И теперь Сдвигаем Вот так Сдвигаем Вот так Выточку Делать А это Будем Растягивать Потом Насильно Вот это Вот Все Так Теперь Я вот Эту Часть Смотри Чтобы К тому Прийти Надо Вот это Вот так Положить Вот эту Бумажку И вот Так Вот Вот Так Вот Вот Опять Накалываем Чтобы Мы Плавно Пришли К той Линии Чтобы Вот Эта Вот Часть Она У нас Зафиксированная Была Поняла Будешь Такими Предохранительными Штуками Делать Все И всегда Идеально Будет Оп И сейчас Вот это Дойдешь Сейчас Посмотрим Вот это Вот Вот так Теперь Видишь Мы пришли Теперь Плавно К боку Вот Тут Надо Либо Вырезать Либо Чего То Там Делать А только Потом Мы Накалываем И только Потом Мы Занимаемся Обтачками И будем Сострачивать Все Вот По Вот Этой Стороне Относительно Вот Этого Припуска Мы Не будем Отдельно Кружево С Атласом Сострачивать А потом Обтачивать Нет Все Сразу Сейчас Я посмотрю Может Что-то Тут С Плечевыми Еще Дашаман Так Вот С Этим Надо Чуть Чуть Пока Я Тебе Закалываю Так Как Оно Тут Ложится Вот Так Лучше Сзади Меня Снимай Видишь У нас Не Хватат Тоже Что Я Тебе Горелая Если Мы По-другому Крыли Нам Вообще Ничего Не Хватило Значит Что Делаем Берем И Растягиваем Значит Вот Эту Часть Сейчас Пока Вообще Не Фиксируем Самую Нижнюю Часть Пока Работаем Только Вот С Этой Частью А Здесь Будем Приставлять Припуск Буквально 2-3 Миллиметра Но Это Сейчас Потом Давай Вот Теперь С Подсечки Там Будем Делать Ну Посмотрим Надо Нам До Такого Добегать Или Не Надо Вот Вот Это Вот Тут Припосадочку Сейчас Сделаю Вот Я Тебе Вот Это Вот Так Фиксирую Чтобы Ты Там Дальше Выше Ниже Не Прошла А Уже Вот Это Фиксаж Только Обязательно Все На Тетрадке Все На Тетрадке Никак Не По-другому Иначе Непонятно Что Будет Будет Что-то Где-то Тянуть Или Перетягивать Или Еще Что-то Будем Накиняться С тобой Так Вот Так Расслабляешь Видела Расслабляешь Расслабляешь Эту Точку Надо Чтобы Вот Эта Часть Хоть Как-то Сюда Допришла А Она Видишь Как Приходит Она Чуть Выше Приходит Она Ложится Так Она Говорит А Я Хочу Вот Относительно Вот Этой Точки Она Хочет Вот Так И Здесь Она Еще Что-то Выбегает Сейчас Я Ей Подверу Давай Пока Вот Эту Точку Вот Так Сделаем Видишь Здесь Оно Тебе Пришло Вот Сколько Так А С тем Уже Будем Работать Потом Растягивать Или Что-то Сделать А Вот Это Вот Так Видишь Микро Движение Вот Так Микро Движение Вот Это Даже Можно Если Надо Прострочить Вот Поняла Теперь Вот Это Вот Вот Так И Вот Это Теперь Вот Так Ставим Видишь Теперь Вот Этот Бугор Почему Видишь Так Складка Идет Потому Что Оно Здесь Уже Чем Вот Это Начинает Сюда Выбивать Но Мы Под Это Не Подстраиваемся Будем Здесь Растягивать Делать Надсечки Манипуляции Какие-то Завершать Может Как Разрезики Будем Делать Чтобы Раскрылась Эта Ширина Вот А Вот Это Вот Все Совсем Нехорошо Оно Доходит Что Нам Надо А Мы На Сколько На Сантиметр Будем Да Сотрачивать Кружево В принципе Вот Если Сантиметр То Это Вот Так То За Миллиметр Здесь Даже Схватим Хорошо Давай Тогда Не Будем Сильно Подвигать Потому Что Можно Было Бы Чуть Чуть Вот Эту Часть Чуть Сместить Я Уже Решила Ее Ладно Уже Думаю Наверное Нормально Не Выбиться Потом Эти Миллиметры Ну Вот Я Надеюсь Что Нет Потому Что Вот Вот Смотри Вот Вот Эти Вот Штучки Мы Там Ровно На Сантиметр Будем Сотрачивать Не На Миллиметр Меньше Вот Ни В коем Случа И Здесь Вот Так Мы Это Все Фиксируем А Только Потом Сверху Труб Тачку Вот Здесь Вот Вот Это Все Припосаживаем Выпускаем Сюда Вот Вверх Вот Так Вот Видишь Припосаживаем Вот 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 Эта Сеточка Она Припосаживаемая Видишь Поняла Все Шаманишь 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 А как же Молнию Молнию Вот У тебя Хочешь Метая Хочешь Строчи Вот А здесь Вот Так Можно Чуть Чуть Меньше Припосаживаемая Вот Вниз Будет Вот Такая Припосаживаемая Но Она И потом Не будет Видна В готовом Изделие Вот Смотри Видишь Палец Ставлю И Вот Обязательно Только На Тетрадке Все Вот Тебе Эта Часть Готова А Это Тянет Потому Что Здесь Мало Можем Вот Так Тянуть Сидеть Полчаса И Держать Ну Надо То есть Ну Что-то Будем Придумывать Вот Эту Точку Не Трогаем Оно Туда Спустится А Потом Вот Это Все Лишнее Здесь Обрежем Вторую Сторону Мне Накалываем Много Посадки Ну Я же Говорила Либо Мы Забираем Либо Мы Припосаживаем Я думаю Можно Спокойно Припосадить Ничего Снимаем Вот Припосаживаем Просто Накалываем Здесь Чаще Булавки Вот Ты Говоришь Что Вот Это Такое Не Знаешь Что С Этим Делать Я говорю Все Нормально Просто Чаще Накалываем Булавки Может Надо Через Каждые Три Миллиметра Два Миллиметра То Видишь Я ее Установила И Все Она Теперь Держится Вот Так Видишь Вот Все Тут Нормально Ничего Страшного Это Еще Совершенно Можно Сказать Нормальные Расклады Вот Две Такие Складочки На эту Не на эту Сторон Заколола Оп Если надо Еще Чаще Колешь Чтоб Оно Было Припосаженное И Зафиксированное А потом Строчкой Все С Хотя На Сантиметр Можно Будет Присточить Хвататься Берем Линейку Перепроверяем Себя Вот Оно У нас Тут 0 4 Здесь У нас С тобой 0 5 А у нас Строчка На Сантиметр И Все Нормально Все Хорошо Поняла Вот Смотри А ну Жен Все Хорошо Просто Чаще Распределила И Потом Вот Эту Частоту Все Это Самое Частоту Вот Эту Все Вот Так И Вот Здесь Тоже Видишь Припосадка Тоже Вот Так Оп Оп Гоняешь Ее Туда И Сюда И Туда И Сюда Казалось Да Вроде Одна Выкройка Куча Нюансов Ничего Вот И Куча Лук Здесь Если Будет Попадать На Шов Будет Снимать Вот Эти Вот Штучки Все Ты В оценке Стоимости Забыла Оценить Мы Хотели С тобой Вот Это Сразу Сострачить На Сантиметр Да А У нас Здесь Чуть Другая Ситуация Поэтому Мы Сначала С тобой Вот Так Подставили Вот Эту Вот Нашу Ге Главное Чтобы Вот Плечо Здесь Улеглось А Это Мы Потом Срежем Лишнее И Здесь Нам Нужно Четко Боковое Сделать Вот Тут Она Будет Мы Подпорим Эту Точечку Это Не Проблем Можем Дострочить Или Дострочить Неважно Просто Мне Или Вот Так Ее Ложить А Здесь Что-то Будет Не Совпадать Или Так Я Просто Проговариваю Что Нужно Относительно В данном Случа Относительно Плеча Вот Так Вот Я Стою Здесь Мылом Для Того Чтобы Можем Даже С тобой Вот Так Но Это Сейчас Можно Пока Обрезать Вот Это Надо Все Убрать А Здесь Я Тебе Намечу Относительно Шва Вот Где И Как Нужно Будет Его Сшивать Вот Видишь Точки И Относительно Вот Этих Линии Можешь На Сантиметр Провести Припуск Потом По Припускам Подшивать Поняла Видишь Микропогрешность Пошла Вот Это Можешь Срезать Не Факт Что На Второй Будет Так же Само Второй Будешь Подкладывать Хорошо У Нас Припосаженное Деформированное Повыше Кружево И Будет Деформация Какая Идти На Остальном Платье Поэтому Деформация Может Идти С этими Понимаешь Тут Одно За Другое Одно За Другое Складывается Поэтому Теперь Дальше Следующее Мы Вот Это Выкладываем Перед Здесь Где-то Надсечка Должна Быть Вот И Перед Спереда Вот Так Кладешь И То же Самое Вот Так Все Тоже На Дальше Мы Вот Тут Припосадили В итоге Мы Слегка Припосадили Саму Пройму Вот Здесь Ее Надо Вот Тут Вот Эту Часть Наколоть А Только Посмотреть Как Оно Вот Тут Выкладывается И Относительно Вот Бокового И Вот Этой Точки Бокового Поставишь Метки И Домили Метки И Потом Вот Это Сошьешь Хорошо Значит Тебе Дома Надо Вот Это Мы Чуть Чуть Подотколем Мне Надо Чтобы Ты Сострочила Вот Эти Вот Вот Эти Вот Швы На Сантиметр Мы Уже Там Устаканили Потом Мне Надо Чтобы Ты Сострочила Отдельно Плечевые Вот Так Вот Уравнял Без Обтачки Да Пока Без Обтачки Причем Нам Просто Еще Сложнее Будет Какие Моненты Делать Вот Вот Так Вот 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 Какую-то Из Сторон Там Совмещаешь Так Вот Так Вот Сотрачиваешь Ровно На Сантиметр Пытаешься Разутюжить Если Это Получится Получается Значит Ничего Не Делаешь Так Один Второй И потом Вот Эти Вот Две Вот Жанна У нас Видишь Вот Обтачка Вот Я Просто Зеркаль Вот Она Вот И Ее Так же Само Но Тут По Плечевому Сотрачиваешь И Разутюживаешь Очень Аккуратно Не Не Это Самое Не Растягивая И Вот Это Вот Все Ты Да Дорогой Сотрачиваешь Разутюживаешь А только Потом Уже Подстраиваешь Одно Под Другое Просто Тут путаются Гулавки Не Утем 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 Да Сейчас Будем Утем Утем Теперь А потом Ты Подстраиваешь Уже Боковой Под Боковой Плечевой Под Плечевой Накалываешь И со стороны Вот Этого Строчишь На сантиметр Пройму Вот эту пройму И горловину По кругу С закрепками Строчишь Четверочкой Четыре миллиметра С закрепками Хорошо Все Сюда Прилесишь На сеточке Сострачиваешь Боковой Плечевой Ну сначала Выточку Плечевой И боковой На сеточке С закрепками Хорошо Вот с этим Идеальным Совпадением Рукав Вот этот Сострачиваешь По среднему Шву И вметываешь Но пока Не сострачиваешь Просто Вот эту Наметку Наметываешь Хорошо Мы еще раз На всякий случай Перепровели Откраиваем Обтачку Это Лифа Ой Верхняя часть Изделия Горловина А где у нас Мексинчики Здесь Вот это Маленькая Маленькая Совсем Да Выкладываем Вот так Мы ждем Многократно Видишь Мы тут еще Наметили Надо срезать Такое Виде Мы сейчас Это срежем Вот эту Вот эту точку Сюда Потом Это внесем В накрытку Этот 45 Угол Он Видишь Она Так Иногда Может Выпадать Вылазить Можете Можете Тебе Побольше Даже Сделаю Так Вот эту Ну Запомню Сколько Тебе Надо Срезать Так Вот тут Якобы Еще Занижу Вот здесь Ровно Сантиметр По Сантиметру И вот Эту Линию Вот так Я уложу Вот Этот Сантиметр Срезаю Вот Вот Какие-то Есть Вот Срезаем Здесь Уже Можно Без Стяжки Здесь Уже Не Нужны Уже Сразу Сейчас Подтравил Нашу Остачку Нам Уже Короче Нам Не будете Суперки Где-то 1,3 Срезать Вот А теперь Вот это Вот так Кладем Здесь Обязательно Досмотрите Видео До конца Здесь У нас Разная Горловина Думайте Что Я вам 200 раз Это Показывала Что Можно Дальше До конца Пролистать Все Остальное Вот Это Помнишь Что Сол Градус Ровнее Вот Здесь Должно Не Здесь Быть Ровно А вот Здесь Быть Ровно Вот Там Видишь Оно Растягивается Это Оно Растягивается Но нам же Надо Чтобы Оно Вот Видишь Так И Под Под Это У нас Не хватает Листочек А я Сейчас Два Захода И Здесь Помнишь Вот так Покалываем И Я Сейчас Еще Положу Обязательно Прописывайте Это Перед Это Плечо Сводим Выводим Усредняешь Эту Линию К этой Точке Вот Так Четыре Сполнение Смс Сначала На Фрезерина Потом На Ткань Сотрачиваем Боковые У меня Не будет Сейчас От кого-то Чего-то Где-то Возьмем Дойдем Хоть Шифон Возьмем Какой-то Ну Может Из кусочков Сделаем Посмотрим Можно Пренебрегать Долевыми В данном Случае Если Совсем Смотри Вот Тут С тобой Делали Минус Вот Это Видишь У нас Тут Складочка Микро Складочка Значит Вот Это У нас Сторона Я тебе Все Как будто Это Лицо Пишу Вот Эта Сторона У нас Должна Быть Это Какая Сторона Это Левая Сторона Левая Левое Лицо Это Будет Изнанка Левая Изнанка Почему Левая Потому Потому Левая Изнанка Даже Левая Сторона Это Правая Сторона Левая Изнанка А Правая Сторона У нас Должна Быть С тобой Меньше На Полтора Сантиметра Но В этом Месте А Не Везде Сейчас Мы Посмотрим Как Она Заложится Мы Берем С тобой И Вот Так Вот Вот Это Вот Так Закладываем Вот Так Вот Вот Так Формируем Вот Эту Вот С Сучечку Вот Так Вот Так Ее Потом Надо Будет Сутюжить Нет Не надо Я сейчас Тебе Сразу А Да 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 Небудь Припосадить Каптачки Сутюжить Сначала Сначала Все-таки Сделать Стяжку Немножечко Да 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 И смотри Как мы Теперь Ставим Теперь Мы Как будто Б Как Новую Лучше Как Новую Подкроить Поняла Вот Тут Вот Это Как Разберусь Там Разберусь Вот Вот так И вот так Вот Ставим И опять же Там должно быть Ровно На расстоянии Четырех Пяти Сантиметров Дальше Должно И заново Вторую Часть Это Вот эти Вот Два Складываешь И мы Подкраиваем Но Здесь Не делаешь Угла А делаем Плавную Линию Вот Это Вот Сейчас Мы ее Тут Сплавим Видишь Там Как Угол Появился Мы ее Так Не делаем Вот Так И вот Этот Угол Раз Плечо Вот Здесь То же Самое Вот И Вот Это У нас Пишем Что Это Перед Право Изнанка Это Там Где Будет У тебя Флизелин И Просто Вот Эту Часть Так Вот Плавнешь У нас Везде Должны Быть Плавные Линии Даже Несмотря На То Что У нас Будет Какая Припосадка Так Это Сгиб Это Плечо Припушки Вот 4,5 Сантиметра И Вот Тут Еще Сантиметр И Тут Сантиметр А Тут Только По Боковым Сантиметрам Там Не Будет Здесь Сгиб У нас Здесь Сгиб И Вот Тут Здесь Сгиб Видишь Вот Сейчас Тебе Выложу Вот Так Здесь Вот Здесь Вот Сгиб Видишь Как Ложится Вот Мне Даже Здесь Нужно Сформировать Вот Эту Сладку Легкую Здесь Не Выложился Хорошо Боковое Запал Немножко Какую-то Микрокоррекцию Там Может Делаете Опять же Протекиваешь Так Поворот Находишь И Сразу Не Отходя Вот Это Формируешь Вот Эти Все Линию И Все Остальное Да И Пишешь Сразу Это Зад Спинка Это Сгиб Это Плечо Поэтому Вообще Невозможно Разобраться Здесь Это Четыре Споловины Плечо Тоже Припуск Один Сынов Да Я Тебе Привязку Делаю Сюда Тут Не Надо Тут Не Не Вот Эти Нам Нужны Еще Вот Эти Сейчас Ну Сейчас Меня Ждешь Вот Это Вырезай А Вот Это Я Сейчас Тебе Тут Найду Вот Эти Четкие Вот Эти Линии Мне Вот Эту Складочку Распределить Красиво Так Чтобы Была Припосадка Я Рисую Что Здесь Припосадка Вот Это В этом Районе Вот Это Примерно Плюс Минус Там Сантиметр Ты Вот Эту Надсечку Она У тебя Святыня Святыной У нас Разные Там Штуки Ты Все Середину Сгиба Ты Вот Сюда Центр Надсечку С надсечкой Поставил Одна У тебя Четко Лежит А Второй Ты Увидишь Что Ее Много И Ее Начинаешь Припосаживать Просто Почаще Ставишь Эту Самую Булавку Почаще Ставишь И Потом Сострачиваешь А То есть Не Не Утюжить Не Сутюживать Не Прокладывать Строчку В самом Конце Вообще Ничего Чисто По булавкам Припосадка Да Только Булавки Припосадка И Сострачиваешь На Сантиметр Четверочкой Потом Очень Аккуратненько Срезаешь Сделаешь На Тоже Четырехмиллиметровую Такую же Как Да Все Так же Самое Как у Дашки Тело Все То же Самое Прикрепляешь Потом По плечевым Отделочную Не Прокладывай Нет Вот тут Даже Перестрочку Не будем Делать Тут Можно Будет Прикрепить Сначала Выметываешь Приутюживаешь Все На Стяжке Все На Стяжке Крайний Случай Ночью Не Высылаешь Видео Хорошо Я Вырезаю Флизелин Подкраю Только Белый Флизелин Вот И мы Собой Именно Прострочила На Сантиметр И мы Взяли Потом Срезали На 0,5 Вот так Просто Брали И срезали На 0,5 Для того Чтобы Было Удобно Потом Эту ткань Ткань Эту обтачку Вот так Сейчас Перевернуть И сейчас Перестрочить Но Перед тем Как Просто Очень Жесткое Все Такое Я Решила Еще Маленькую Надсечку Вот в этих Поворотах Сделать Видишь Но на 2 Минимум Миллиметра Не доходим Видишь Вот этих Вот Местах Поворотов А теперь Ставим Четверочку Стежок И вот этот Припуск Перестрачиваем Вот сюда Ничего не тянем Только Хорошо Вот смотри Вот так Припуск Просто Его сюда Рукой Вот так Отводим Я сейчас Заколю Булавкой Просто покажу Тебе Как оно Может быть Ну В раскол Нет Не в раскол Ты вот так И будешь строчить Вот На 2-3 мм Делай Перестрочку Вот так Видишь То есть Припуск Заворачиваешь На Обтачку И просто Будешь идти по кругу И будешь Его Это самое Поворачивать Поворачивать Вот так Поворачивать И по кругу Пройдешь Стежок 4 мм Не 2,5 мм Как обычно Стачивающий А 4 мм Хорошо Вот это давай А потом Мы займемся Проймочками Сделали А мы его сделали Да Вот здесь Вот Прострочили Так Аккуратненько Пристрочили Получается Обтачку К лифу А теперь Мы длину Смотрим Да Мы сейчас Все пойдем Отметывать Вот смотри Это то что Дезапразие Надо убрать Вот так Мы боковой К боковому Складываем И центр С центром Да Центр спинки И центр Переда Вот Сразу же Вот это Все Выкладывается И прокалываем У нас же тут Все устраивало Да Ну все Длина Мы просто там Насколько-то Так Подошьем Сейчас подумаем Как Ну желательно В чистый край Мы с тобой Что-то заснимем Это будет Твоя домашнее Задание В чистый край Вручную Ты Мешаю Ну В принципе Тут можно Даже дальше Сильно Заканывать Тут ровненько Все Хорошо Я покажу Там как Вниз Сейчас Все Серьмо Все Заснимем Так 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 Да Уберем Лучше Ты просто плавнее Вот видишь Тут чуть выпало Вот так Ты вот так Снимай Сейчас я вот так Поверну тебе Вот с той стороны Вот с той стороны Вот так Снимай Видишь Вот это Вот я убирала Вот она В принципе Плавная Это линия Это ты вермаком Срежешь Но тут вот это Надо срезать Видишь Тут низ Немножечко Не дошел Тогда давай Лучше Перевернем На другую сторону Потому что Один низ Все-таки Чуть-чуть Подвыкнул Видишь Вот эти Я сейчас тебе Махну Вот эту Сюда Убираю Всегда Держите Припуск За полмиллиметра Который Вот тут Есть Вот так Вот Просто Сейчас Ровняю Буду Сейчас Два Миллиметра Убирать Три Чтобы К этой Точке Прийти И здесь Она более-менее Ровно Будет Буквально Тут Коррекция Пару Миллиметров Здесь Уже Мы Вот так Режем По Вот этой Стороне Видишь Вот это Срезаем Вот оно Само Так Нам Полит А потом Расколем И посмотрим Чтобы Не было Острых Углов По центру И все Все Готово Все Я снимаю Подстригаем Легкую коррекцию Микро Уголки Какие-то В принципе Вот этот Центр Перед Вот он Видишь Как Очень хорошо Ложится Ровненько Так же Так же Сзади Перепроверяем Вот так Ровненько Красиво Красиво Все Все Подожди Теперь дальше Давай смотри Вот это мы вот сделали Вот эти вот Все всегда Срезаем Когда закрепки Прострочены Все Убираем Теперь Смотри Теперь же Оно у нас Должно быть Вот так Да Теперь мы берем А что у нас тут вышло Потому что Я равняла По Вот этому Уголочку По горловине Равняла И у меня здесь Выпало Получается Вот такое Общенько Потому что Мы уже Все сделали И будем смотреть По какой стороне Нам надо делать Видишь По вот этой По меньшей стороне Вот это Выкладывать Видишь Вот это Я его перегнула Просто туда назад Это Это плечо И теперь То же самое Можно и с этим плечом Тоже по меньшей стороне Смотрим Видишь Вот Поменьше Вот И чтобы тут Не ошибиться Как делать Мы вот так делаем Смотри Так И вот так А как же Мне его там Подлезть И теперь вот так рукой Там сжимаешь Эти два припуска И будем Как мы делали в розовом В два сложения Одну сторону Потом вторую Сторону Вот смотри Я теперь ее выворачиваю Вот Чтобы мы не потерялись Что мы К чему Мы должны сделать То есть Можно было там Булавкой Зацепить Вот оно Вот оно Вот оно Просто оно Выворачивается Очень странно Потому что Ну Будет у всех Так выворачиваться Очень странно Вот эти вот нитки Убирай Сейчас начнем Что-то На что-то На что-то Набегать Так У нас Заутюжку Да Плечевые Да Плечевые Смотришь Направление В какую сторону Было заутюжено В эту Значит В эту Это оставляем А это Разутюжено Да И на сколько На сантиметр Надо скалывать Или вообще Состращивать Да Здесь просто Очень маленькая Вот эта вот Часть плеча И очень сложно Ее вот так Вытащить Но можно Мы тут прям До миллиметра Будем сейчас Вот тут вот Строчить Так И мы устаканиваем Здесь по меньшей стороне Помнишь Угу Так И скалываем Здесь Вот этот вот Плечо с плечом Надеюсь Что совпадет О Совпало Все И теперь Вот это Все Очень аккуратно Давай сейчас Сначала с этим А потом наверх Выдешь Иначе Все осыпется И вот это Вот До вот этой Вот До нижней Шва До нижнего Да Вот видишь Оно так вот И выкладывается И сейчас До нижнего шва Вот так вот Прострочишь Четверочкой На сантиметр Вот так Четыре миллиметра Длина стежка А потом мы еще Перестрочку сделаем Вот Все нормально И теперь ее Вот так вот Выкладываешь Вот так Уравниваешь С этим срезом Вот Все на булавках Никакие булавки Не вытаскиваем Ничего не делаем Иначе у нас там Все может То, что мы там С другим Выкладывали Оно может Все Только на булавках Все строчим И вот так Вот так Вот так Вот так Выложишь Сейчас Да И пошла На машинку Да Сейчас С машинки Не слазим Пока вот это Не выделаем Будем делать Правда Да Да Давай Все Значит Чего Сначала сложили молнию Посмотрели На одинаковых Леонор расстояниях Вот эти пластмасюлины Мы посмотрели На одинаковом Все хорошо Раскрыли молнию У нас здесь Двухсантиметровый Да Припуск Или нет Или сантиметр У нас здесь Сантиметр Ну вот Судя по вот этому Сантиметр Значит Сантиметр Внутри тоже Должно было И кверху Так же само Быть Я так думаю От верха На сантиметр У нас же тут Обтачка Верха была То есть Вот эта пластмасюлина Идет от верха На сантиметр Только вот эту Сторону ставите Вот тут На сантиметр А здесь Вот Тут будет Если вот так Притачаете Будет Почти полтора Вот так Вот видишь Он просвечивается Видишь Он просвечивается Миллиметр Или намечаешь Здесь линию Ровно на сантиметр Короче Ай Сейчас Потом 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 Вот Вот эта Пластмасюлинка Вот она Вот она От верха Да Вот так Мы ее закладываем И вот так Вот зажимаем Вот так Вот так Вот 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 И вот так Просто Перпендикулярно Шву Вот так Закалываем И так До низа Колем 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 Мы ее Прострачиваем А только Потом Вторую Там еще Внизу Там Можно же Как-то Стопарик Стопарик Миллиметра Миллиметра Да Закреп Лавочку Помнишь Она Она У нас Не может Перейти Все Как будто Как Съехал Ну Ладно И Чуть-чуть Растягиваешь Только Иголка Вниз Вот так Ее Пластишь Опять же Чтобы Вот эти Две Полосочки Были Видны Дырочки Полосочки Дырочки Как хотите И Чуть-чуть Подрастягиваем Вот так Мамыш Кайфом Занимается Вот Ее Так Вот так Да Вот Прокатали Поставили И Подрастянули Вот 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 Так Вот Ну И Так Дальше Хорошо Где Заканчивать Ты Вот До Сюда Дойдешь До Предпоследней Мне Скажешь Я Тебе Сама Поставлю Хорошо Так Так Все Моешь Принес Шубой Шубой Так Вот Что Мы Делаем Видишь Я Вот Так Надо Снимать Я Вот Вот Эту Вот Точку Короче Вот Эту Линию Вот Эту Вот Я Буду Сейчас Плотную Вот К этой Этой К ниточке Не Туда Ничего Страшного Вот Так Там Не Надо Ничего Обрезать Сейчас Там Все Сделать Вот Вот Хоп Я Просто Сейчас Ее Вот Так Отгибаю И Просматриваю Чтобы Я К этой Нитке Прошла Чаще Всего Я К ней Четко Прихожу Вот Видишь Вот Она Мы Никак Не Можем Мы Поставить Заруб Ничего Так Как Хочешь У У меня Глазомер Пока работает на это дело. Ты можешь по меточке чего хочешь делать, но меточки даже тоже могут как-то не очень. А что на тебя съехала молния? Есть закрепки. А ты бдительность потеряла, сейчас покажу тебе. Она тебя щелкнула, наверное, опять. Вот, смотри, видишь, ты съехала чуть-чуть. Но оставляем, оставляем. Вот это как и на му... Я не знаю, в какой причине она вот это вот вытворяет такое. Вот. И вот сюда вот протаскиваешь. Хорошо? Здесь смотрим. Ну вот я вот так пришла в данном случае. Можно оставлять. Видишь, я перешла, и ты вот тут должна ее вот так сделать. Лучше не дойти на миллиметр, чем перейти, когда-то, даже если ты вровень приходишь. Видишь, я ее подпарываю, и вот тут мы ее сейчас, это самое, завяжем, да? Да, завяжем вот так. Оп. И протянем. Завязываем. Ну, да, потом протянем. Давай еще доделаем, потом протянем. Когда у тебя будет свободное время, ты выметываешь пройму. У нас же все перестрочено, все же красивенно. Вот это вот все выметываешь вот так вот. Устаканиваешь. Там же у нас снято было. Ну, вот. И выметываешь. Это тоже можно вулавки убирать все. Представляете, ты тоже все вулавки убираешь. Вот. А вот это вот так вот выметываешь вот так вот. О-о-о. У тебя с перекантом будет. И что я выметываю? Ломается чуть-чуть. Ломается. Наверное, сейчас я посмотрю. Косыми стежками. И что я потом делаю? Отделочная немножко вымливается. Вот здесь. Не хочет выкладываться. Давай эту поломку вот так вот. Чуть-чуть поднасечу. Что за поломка была? Вот тут плохо выкладывался, что? Во, вот тебе нормально. А то он прям так ломал-ломал. Так нехорошо. Вот. И выметываешь косыми стежками. Вот так вот. Ну, мы все время вот так, вот так прокалываем, вот так, вот так. А в итоге, ну, будет как будто треугольничек, а так вот так. И что потом? Выметываешь. Потом приутюжим. Это ты меня будешь ждать. Вот. Теперь мы вот это вот за это самое. Здесь надо все убирать. Все убираем. Вот. Все убираем. Да, сейчас мы тут. Скорее всего, что нужно будет где-то чикнуть. Но не здесь, а по боковому. Щикнуть. Я пока на нее не надену, я не буду этого надену. Да, пока не наденешь, да, ты этого не делаешь. Если уж очень надо будет, то это чикнуть. Я думаю, что не понадобится. Хорошо. Хорошо, это просто озвучиваем. Будет все, что. Нет. Так. Вот так вот. Вот это можем срезать, потому что здесь была вот эта вот отделочная строчка. Теперь мы, по идее, закрываем. Да, да. Вот, просматриваем. Здесь вот та же самая бодяга была почему-то. Сейчас. Вот это мне заправляем. Хорошо? Буду разбираться с машинкой. Я не понимаю, почему она так делает. И теперь помнишь, что у нас единственный стопарик, который... Два стопарика будет вот здесь. Там-то на сантиметр. Вот, чтобы на вот этот шовчик сошелся. Помнишь? Это же у нас пакетка. Пакетка-талия или еще чего-то там. Да, вот она. Она только до миллиметра. Точно, видишь, я сначала так почти вровень пришла. Теперь четко вот эту сторону и вот эту сторону. Только мы в камеру, мы просто переносим вот эту вот. Вот эту вот, видишь? С той стороны, когда мы пристречили. Вот эту вот. Не боковой, а вот эту вот. Здесь очень хорошо видите в остальном видео. Что-то косо. Вот так. Да? Вот. Теперь оставляем. А теперь расстегиваем. Ты когда свое вот это второе накалывала, ты восстанавливала линию? Не растягивала ее? Что ты имеешь в виду? Как молнию вот тут на юбке, вот тут сзади. Покажи сюда. Ну я здесь тоже, видимо, она здесь перекалывать надо будет. Смотри, ты когда накалывала вот сюда, не растягивала ткань? Нет, не растягивала. Ее надо было даже промерить, сколько она длиной. Это же 45 градусов. А тут не 45, нам это не надо. А здесь она же разваливается все. Мы можем растянуть бок. Вспоминай микро-движения, которые ты совершала. Да нет, вроде не растягивала. Не растягивала. Потому что у тебя уже должно немножко заложиться. Потому что я тебе уже мозг про это ничего не проел. Так, теперь вот это вот, вот сюда, да? Мы сначала вот эту часть вот сюда поставим, да? Вот. Здесь чуть-чуть как-то у нас, чуть-чуть вкусненько. Но мы тогда, в данном случае, молния будем корректировать. Вот тут мы поставим стык. Просто косой край получился. Ну ничего страшного. Вот эту булавку мы, опять же, не убираем до тех пор, пока мы не простречили. И от нее уже вверх, вот это подраспори, и ровно на сантиметр поставь. До вот этой пластмассюлины, вот этой, да? Вот. Проколешь вверх, и проколешь, допроколешь вниз. Вот так я разбегаю его. И напротив, я смотрю, что я на миллиметр не дошла. Вот по этой молнии. Значит, и я тут до миллиметра, до вот бокового, я не дохожу. В наколке. Вот этой вот. Вот так вот. Три аккуратно, не растягивай. На миллиметр и фиксируем. Вот. Тут тоже, видишь, мы не доходим, как я тебе говорила. На миллиметр. И там то же самое. И давай. Давай. Ты знаешь, ты на самом деле молодец. Ты интуитивно почувствовала, и не два отложила, а два с половиной. Посмотри, как он, вот этот край острый. Но бы все равно его, вот эти два сантиметра, здесь на 0,5 бы снимали. Ты молодец. Ты подравляешь. Уже чувствуешь, что хорошо. И сейчас случайные какие-то движения уже получаются так, как нам надо. Ткнула пальцем в нем. Ну, оно со временем так и будет. Вот ты сделала, потом смотришь, думаешь, а что я так сделала? А оно, кажется, так и надо. То есть два с половиной, потому что... Да, потому что, смотри, один боковой шел. У нас, видишь, волнитая линия, а там из-за молнии, может, немножко вот таким вот. Вот таким вот, остреньким. Поэтому ты тут просто молодец. Вот так мы... Вот так вот, да? Вот в начале молнии делаем всегда, закрепку, концы. И здесь гораздо легче. Тут если будет микро какая-нибудь штучечка, она не будет видна просто. За счет того, что это подмышка. Но не настраиваемся на это. Я так тебе уже на всякий случай. Опустила. Нет, я надо отогнуть вот эту штуку, она спаялась. Вот эта штучка, она, наверное, запаивается. Вот тут, видишь, вот она спаялась. Мне очень сложно будет строчить. Мне надо либо сказать, ну, подумать, что она никогда не... Вот, видишь, ну, она отошла. Видишь, вот. Лучше ее разворачивать. Мне надо каким-то образом сейчас вот все эти. Поэтому портного должны быть. Нарощенные ногти всегда. Потому что свои просто в хлам. Я тебе вот... Я тебе говорю, у меня если бы не было нарощенных, у меня был просто хлам. Они руки были бы и ногти. Ногти ты все время что-то подковыриваешь, там что-то вот это делаешь. Они просто в хлам. Не говоря уже о пучках вот эти, что они все сбитые. Вот они, видишь, они не возвращаются. А эти не спасают? Как их? Кого? Ну, вот эти вот наконечники. Как они? Не знаю. Что про конечники, я не в курсе. Меня даже руки чувствовали. Наконечники могут чувствительность. Ну, говоря, кто как учился. Если оно сразу пошло, то вроде бы. Мы же держим здесь вот эту. Мы не растягиваем здесь, да? Мы не растягиваем, да. Это что-то 45. Да. Не, ну мы что-то там шаманили. Ну, сейчас оденешь, посмотрим. Либо будем переделать, либо нет. Вот и все. Другого нам тут не дано. Ну, да, мы что-то там не хотели. Видишь, что-то там случилось. Смотри, что-то там случилось. Она опять порвалась. Она уже расходит и начинает рваться. Что ж такое? Ну, ладно. Можем распороть. Ну, зачем? Вот так вот берем. Сразу же, хотя бы два раза. И потом вот сюда протащим. Сейчас я посмотрю, может, что-то оно так заправлено. Движется так, все нормально. Здесь все впишу. И сдам. Все нормально. Вообще не все, придраться. С натяжением тоже все нормально, да? Вроде, да. Потом тоже заправим, выправим. Здесь перейдем аж отсюда. Видишь, оно скривилось? А мне надо плотную, чтобы... То есть, всегда ее вот так пластили. Если не будешь пластить, она вот так будет. Но если вот тут будет носик, то оно само будет пластиться. А без носика надо рукой дополнительно пластили. Ну, уже опять можно было, в принципе, распороть. Винсернаться, да сейчас пойду. А ты в два слоя делай. У меня по-другому как-то пошло. Тут помельче было. А тут нет такого шеи. Видишь, вот, укладывать ее. Видишь, вот. Просто я сильно рано, может быть. Всем все делай, кому что попадет, то и вы. Сначала дальше. Мерим. Ждал. Давай дальше до конца. Даже сама сможешь это делать. Ты тебе уже все рассказала, показала. Все? Да. Смотри, отлично. Здесь совпало. Ну, это уже кружево, извините. Ничего не можем взять. Смотри, оно тут еще по-разному. Закрываем на это глаза. Потому что, извините, производитель, ну, нам как можно больше подстав сделал здесь в данном случае. Поэтому вот здесь вот это. Видишь, ну, микро такой. Можно, конечно, было бы там дешаманить, но не надо. Я тебе покажу, как мы его дешаманим. Вот это. Да, я тебе специально сделаю. Тут практически нет складочки. Сейчас вот это запаковываешь. Вот это вот расстегиваешь. Расстегиваешь и сюда вставляешь. И на сантиметр, ну, на 0,5 прострачиваешь, перестрачиваешь. И все, хорошо? Я же совсем забыла. У нас тут 0,5. Почему он будет отставать? Представляешь? Я сантиметр, сантиметр. Мы же 0,5 уже срезали. Видишь, я ее сюда подставила. Ну, ладно, уже как будет. Вот так вот. Тут, смотри. Надо, чтобы вот это был перегиб. Вот эта линия должна быть перегибом. Вот так вот. Раз. И перегибаешь. И как оно ложится. Вот так же напротив это все дело и это. Сострачиваешь. Ну, в данном случае мне придется вот так подрастянуть. А мне нечего там подрастягивать. Потому что сложно здесь будет простричить. Тут буквально за 2 мм. А эти мм могут вырваться. Короче, берем и вручную подшиваем. Приятно? Вот так я тебе наколола. Вот. Сантиметр. И с другой стороны тоже. Да, да. Обычно мы это все сострачиваем на машинке. А тут у нас даже меньше сантиметра получается. А мне надо параллельно вот этой линии взять. Так мы вплотную к молнии. Ты вот так сейчас подшиваешь вручную вот таким вот на 0,3. Хорошо? И фиксируешь вот этот край. Хорошо? Так же самое с другой стороны. И раскладываешь мне сеточку. Я тебе сейчас угол 45 градусов. Подожди. Вот у нас неровно. Вот. Сильно выпадает. То, что я говорила. Я совсем забыла, что вот здесь я... Ну, короче, она была 0,5, а я под сантиметр. Что делаем в данном случае? Раскрываем. 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 Раскрываем вот это вот. Там, где угол выше. Да, да. И будем подстраивать его под вот эту вот, по смасюлину. Вот это. Вот этот угол выше. Вот делаешь его одинаковым. Вот сейчас сразу засегнешь и делаешь его по вот эту штуку. Может на миллиметр выше. Ставишь вот такую вот. Вот этот я буду распаривать. Да, да. Ты оба будешь распаривать. И вот так вот поставишь. Раскрываешь. Сейчас я покажу. А можно... Вот мы скололи нашу сеточку. Видишь, вот. Ну, сначала скололи по плечевому, а потом вот это. Значит, надсечка, надсечка. И усреднить. Видишь, разница пошла. Вот это усредняешь красивенько. А вот так вот мы это. Потому что мы будем сейчас четко под припуск подстраиваться. Нам сеточка многие моменты не простит. Чтобы мы там себе по этому поводу не думали. Ну, они как дети, да? Ну, хватит вообще. Для меня так просто. У тебя закатывает. Или Миша. Вот так вот. Вот так вот. Обычное. Воровое окошко в Филе. А Миша у меня такой полуперс. И не цички сразу же. Да, и не цички сразу же. Знаешь, что трехцепь там такая серая. Теперь берем бумажку. А теперь, не, нам бумажка здесь не нужна. У нас тут все прозрачно. Мы ни в коем случае никаких бумажек. Вот это запоминаем. Вот плеча вниз. Здесь надо сделать припосадку. И смотри. Помнишь, я говорила, что мы промеряем? Не вот это вот, вот так кладем. А мне надо, чтобы оно лежало вот здесь ровно. Вот здесь. Вот это вот. Вот сейчас сегодня у нас все. Вот здесь ровно. И только тогда я на сантиметр тебе буду намечать по ребру вот эту вот линию. Вот так. Вот. 13,4. Не миллиметром больше. 13,4. 13,4 спинка. Да? Умножаем на 2. И здесь мы с тобой вот так вот, с этой вот припосадкой. Это залог нашей хорошей посадки горловины. Ну, у нас проблема, что у нас под 45 градусов будет. Это контовка наша. Вот это вот будет. Вот 18,2. 18,2. Когда ты прострочишь первую строчку, у тебя вот эти вот должны быть такими, какие они здесь. Как хочешь. Будем вручную припосаживать. Двигать за нижнюю ниточку и припосаживать. Поэтому, когда ты сострочишь сейчас вот это вот все, оставляешь здесь нитки по плечевому. Диме, что ты сострочишь стяжку и тело же. Конечно. Когда мы сейчас настрочим, вот это вот сейчас дальше снимем. Поняла? И вот это мы перепроверим. Обязательно. Это с первого раза получится. Хорошо? Это с первого раза получится. 45 градусов. Почему тебе вот это вот все просчитало? И ищем здесь, ну, хоть какой-то косой угол. Вот. Стараясь еще хоть как-то на что-то оставить наше кружево. Она понимает, что вот у нас есть. Ну, куда мне так вырезать тебе посередине? Это ж кощунство. И я сейчас понимаю, что здесь идеальный вариант это брать вот это все выпарывать. А знаешь, что мы сделаем? Давай мы вот этот вот стеклярус весь снимем. Но вообще в идеале здесь прозрачный делать. Потому что вот здесь прозрачно, а здесь у нас вот это, например. То есть вот это вот, ну, вот это вот камни все поснимать. Можно даже вот этот кусочек взять. Ну, если он под 45 градусов вообще. Нет, он не под 45 градусов вообще. А здесь... Ну, короче, где-то будем чего-то жертвовать вообще. Мне надо, чтобы здесь 13 умножаем на 4. Света. Мы не можем сделать что-нибудь вроде московского шала-света. Да, и будет у тебя вот... Ну, покажи на меня. Покажи на меня. И будет не вот такая горловина, а вот такая. Плечи у тебя будут вот сюда. Я тебе обещаю. По сказке в шоу. Ну, а как-нибудь, я не знаю, там... Не думаю никогда. Подогнуться. Будешь до 6 утра сидеть и делать. Как хочешь. Ничего страшного. И вот смотри, 13,4 умножаешь на 2. 26,8 и плюс полтора сантиметра припуски. По 0,7 на лапку будешь сострачивать. Вот у тебя с припусками ты обязана найти вот эту вот 28,3. Где-то вот этот прямоугольник. Это у нас длины. Длины, да? Вот это второй. Еще раз про припуски. Сколько? 18,2... Сейчас я скажу. Плюс... Ну, 0,7 на 7. 18,2 умножаем на 2. У нас 36,4. 36,4, да? Плюс 0,7. Плюс 0,7. Давай я здесь тоже так пропишу. Да? И плюс 1,4 уже ладно. 37,8. Что? Я тут не сидела, сидела. Что? Я занята, что ты сидела. Я занята, что ты сидела. Да, заняты, открою. 13,4. Унижаем на 2. Сейчас мы поговорим с тобой. 26,8. 26,8 плюс 0,7. Плюс 0,7. Плюс 1,4. 28,2. 28,2. Это свинь, это пили. Вот это. Пили, да? Вот. И тогда мы с тобой сейчас выкраиваем, настрачиваем. Я тебе показываю домашнюю работу. Ну, очень легко будет сделать. Я сейчас тебе все пошагово... Это будет... Мы сразу правильно делаем. Тогда у нас сразу идеальный результат. А пятачка. Прямоугольник. Только здесь у нас угол 45 градусов должен быть. Угол 45 градусов. Не долевая вот так и вот так. А угол вот так, в 45 градусов, чтобы она выложилась. Это окантовка будет горловины на этом самом. И мы должны здесь с тобой вылезать. Чтобы я здесь нашла этот угол в 45 градусов. Ну, хоть примерно. Хоть, хоть, хоть как-то, чтобы она... Ну, нельзя ее вот так породить. Пишали на руку. Пишали на руку. Пишали на руку. Ты знаешь, ну так тоже это... Ну, черное он сильно. Точно, смотри. Ну, повезло. Красное поселение. Смотри, а вот даже не тут вот это. А так даже смотри. Так даже меньше. Посмотри. Все, у нас поселение. Можно попрямую. Отлично. Отлично. По прямой. Вот. Где-то тут какие-то кусочки там уже есть. Вот. И, короче, будем искать сейчас с тобой вместе. Все делаем. Так, вот один кусок у нас 26,8, другой 36,8. У нас нету швов. Ширина какая? Ширина у нас с тобой посередине. У нас всего сантиметр в готовом виде. Значит, у нас здесь сантиметр, здесь сантиметр. По сантиметру вот тут припуски. Так, четыре. Четыре. Ого. Четыре. Меньше нельзя, будет неудобно делать. Мы будем здесь подстраиваться под вот этот вот край, который у нас сантиметр прострочишь. Вот. Ищем вот это вот. Дальше показываю. Так, это мы пытаемся... Да, да. Что, как это называется у нас? Это у нас обтачка верха переда. Мы сейчас вот это высекаем, но это уже мы не успеваем выворачивать. Ну, ничего страшного. Убираем вот эти вот стеклярусы. Вот эти вот все. Там, режиками, чем там есть. Вот это все, ну, как вытягиваем вот это. Вот все. И подкраиваем здесь этот самый... Короче, подпорешь. Хорошо? Аккуратненько. Только стеклярус вот этот вот. И начинаем с того. Нам нужно здесь 36. Будем не с кусочков это делать. Экономим. Хорошо. Вот это вот духа чего-то там с ним делать. Где-то сейчас еще какой-то кусочек. Вот этот вот, например, возьмем. И тут вот это, видишь? Короче, сейчас еще где-то возьмем. Так. И вот здесь давай самую большую, чтобы по центру у нас было на нашей кофточке, ну, пустота хоть какая-нибудь там. Нам нужно 36,4, да, делим на 2, там, пролистывайте линию и видео, и вспоминаете. 36,4 делим на 2, чтобы я в две стороны могла вот это вот раскроить. 18,5. То есть я просто вот так хотя бы центр ставлю. Только тут, конечно, поровнее линия должна быть. Мы ее сразу же корректируем, вот эту линию. Сразу же срезаем. Вот это вот все. Ну, это вот выпады какие-то, еще что-то непонятное. Неровненькую делаем. Потому что она такая слегка неровненькая. Вот. И нарастение. Ну, просто это все равно сейчас надо с тобой сделать. Мы сейчас-то прострочим. Я тебе хоть начало процесса покажу. Так формировать вот эти микро-стяжки, чтобы вернуть в обратную, ну, в чувство нашу горловину. Чтобы она не растянулась. Ну, вот примерно вот так. Ровно 4 сантиметра, да? Или хотя бы там часть мы с тобой сделаем. Так, вот так 4. Вот так 4. Вот, уже насколько получится. А, ну, и тут как раз ровно, ну, у нас четко 4 сантиметра должна быть. Мы будем под нее подстраиваться, как хочешь, ровно 4 сантиметра до миллиметра. Так, вот так, да? Мы одну сейчас раскроем и ее это самое. И вот от середины у нас 18,2. Вместе с припусками. Вот аж сюда нам надо с тобой идти. Вот так. 18,2 в одну сторону. И 18,2 в другую сторону. Вот это вместе с припусками. Вот это надо еще срезать. Чтобы куситься слегка. Вот это вот. И вот ровно 4 сантиметра. Да, мы же с припусками все делали. Вот тут подпрыгнули голову тоже хотя бы. А что-то линейка бесполезно, чтобы наводить. Но все едет, крутится. Здесь подпрыгнули голову. Вот тут ровно 4 сантиметра. Вот так вот. Так даже режешь вот так. Здесь мылом даже невозможно нарисовать, понимаешь? Тут все куда-то свежало. Вот хотя бы какое-то расстояние. Ну вот как бы тут я же мерила, чтобы было 4 сантиметра. Ну, не меньше. 1 на 4. 1 на 4. А теперь вот эту вот так накладываем и срезаем. А там половинка ровная, да? Да, 1 на 4. Да, можно ее отсякнуть, если очень надо. Где-то просто такого вот опыта бы набралось, если ты кружок не захотела. Но я бы не смогла бы вам это рассказать. Да бесполезно. Это вот надо шить вещи, тогда ты получаешь этот опыт. Я могу, почему у нас там после года, как я говорила, это сам, свадебные платья, сложный моделир. Это же свадебный ассортимент, по большому счету. Вот. Вот это отопелит у нас с тобой. Вот это мы с тобой сейчас все высекаем. Сейчас я тебе помогу. И второй у нас такой же. Вот смотри. 28,2. Да, в две стороны. 28,2 делим на 2. То есть у нас 14,1. Здесь вот лучше, мне кажется. Да, давай здесь и сделаем. Вот это вот. Тоже вот так посередки возьмем. Но это спинка тут вообще все. Вот так вот. Вот так вот. Вот. В том же самом беременность вот этот вот. Вот так вот. Что-то кажется, так мало мы раскроили. Но мы же померили. Мы же с тобой померили. Вот уже под цифры подстраиваешься. Да, уже поздно и все остальное. Сложно. Мы уже устали очень сильно. Но все равно доверяешь в данном случае цифры. Почему я попишу это все на бумажках. Потому что в 2 секунды ты уже ничего не помнишь. Уже начинаешь что-то выдумывать. Сделать-то лучше будет. Придется. Вот. Все. Это смешно. Сколько экономим. Класс. Класс. Все. Паузу. Сейчас вот это вытрепываем. Так. Вот. Мы вытрепали все. Сложили. Мне обязательно вот здесь центр. И вот здесь центр поставим. Мы это будем совмещать. Это наша святыня. То же самое вот здесь. На передней. Мы вот так вот поставили. Соединили вот эти вот. Чтобы мы потом сюда не нашли. И вот так вот. 0,7. И вот так 0,7. Вот так. Хорошо? Вот. Сейчас с тобой сшиваем ровно 0,7. Желательно лицом к лицу. То есть ищите. Где там лицо было. Ну-ка. Если найдете ищите. Лицо можно найти. Когда нет этого самого. Вот. И вот это просто с микро закрепками. То есть один стежок назад. Вот это твоя закрепка. Прошла вперед. На расстоянии 0,5. Один стежок назад. И это. Закрепка. Ну, короче. Сострачиваешь. И теперь вот это. Я сейчас тебе показываю, как накалывать. И покажу, какую-какую манипуляцию. Еще одну очередную. Вот так вот. Хорошо. Все. Сострачиваю. Сейчас дальше покажу. Вот такая. Ну, это я ее не перераспределила. Я ее распределю. Вот сейчас давай распределяй. Я тебе сейчас начну. Не, когда мне нужно. Ничего не знаю. Бери, распределяй. Больше ставь булавок. Я не могу сейчас здесь вот это взять и растянуть. Мне нельзя так делать. Ну, расскажи мне хотя бы, что делать надо больше. Нет. Пока ты не проспочишься, я тебе не отпущу. Потому что здесь есть нюанс, который мне надо сделать. Не могу тебя отпустить. Так. Вот так вот. Вот так вот. Распределяю вот это вот все. Ну, у тебя тут складка с этой стороны вообще-то была. Вот с этой стороны у тебя была складка. Так. Где-то мы сюда. Только здесь надо накалывать. Вот так. Уравниваем. Вот эти срезики. Все срезики. Потому что все будет видно. Так. Ты больше не пропасывается сейчас. Сейчас буквально еще 10 минут, и я тебя отпущу. Потому что можно вот эту нюанску. Не держи при посадке. Ты сильно далеко накалываешь. Потому что надо накалывать на 0,5 и на 1,5 максимум. Там, где ты будешь стричить, тебе надо, чтобы оно удерживало этот край. Так, вот тут же мы можем стричить. Значит, тебя тут выкал, тут только... И начинаем стричить. И начинаем стричить. Лучше со спинки. Можно с плеча. Не надо. Не надо. Ты перейдешь потом. Ни в коем случае не делай закрепку. Я сейчас тебе объясню. Дальше будешь снимать, я тебе все покажу. Просто очень аккуратно проедься по кругу. Без закрепки. И мне закрепку не переходи. Даже на 0,1 миллиметра не дойди до этой строчки. На 1 миллиметр. Думаю, зачем нужно срезать этот верлок. Ну, смотри, что мы вот это положили, это наша горловина. Просто сложила ее друг к дружке. Без всего. Я просто чего так сделала? Потому что, чтобы промерить ширину. Совпадает или нет? Ну, объем вот этот надо стягивать или не надо стягивать? Как мы прострочили. Видишь, на сантиметр от края. Вот 29,9, грубо говоря. Сейчас я вот это все сложу. 29,9, да? Угу. Смотри, смотри, смотри. 29,9. Это же без припусков. Минус. То, что было без припусков. Минус 13,4. 16,5. Даже больше на стяжку пошли. Отлично. Ничего не надо делать. Берем аккуратненько. Значит, все очень хорошо сделали. Пускай будет стяжка. Она может развалиться еще сильнее. Понимаешь? Даже ничего не делаем. Все отлично. Все великолепно. Теперь. Что делаем? Теперь мне какие-нибудь. Вот решки давай. Мы с тобой вот так вот. Вот это, я считаю, надо срезать. Оно мешает. Только вот оверлок. Это нет. Это мы сейчас с тобой это самое. Убираем. Вставляем. И теперь вот это мы можем на какую-то из сторон перетащить. Вот такая гигантская игла вам точно не нужна с тобой. Вот. Мы сейчас перетащим в одну из сторон. И завяжем все четыре конца. И потом ты прямо по шву как-то его там зашалаешь. Протянешь хотя бы минимум два сантиметра, чтобы оно не было видно. Вот. Сейчас мы вот это вот. Что я еще хотела здесь, я сейчас проговорю. Тут нам не надо. Мне казалось, нам не надо то, что я продумывала еще. Что бы я сделала? Я бы перед тем, как вот это завязывать, я бы брала одну ниточку и вот так стягивала до нужного объема. А если бы было. И распределяла по кругу. Поняла? Это вдруг если форс-мажор. Поэтому я тебе вот тут максимум три раза завязала. Вдруг ты увидишь потом, что это объемы отличаются, ты можешь подтянуть. Хорошо? Вот это вот та суть. А теперь совсем все просто. Начинаем там от чего хочешь. Если было ровно на сантиметр, то мы вот так вот и формируем вот эту вот складку. Вот так вот ровно на сантиметр. Хотя бы на глаз пытайся делать. Понимаешь, вот здесь уже не сантиметр прострочки, а больше. А может сметать сначала, а потом или нет? Да не надо сметать. Вот хотя бы вот так. Да? Примерно. Ну, короче, будешь, если что больше этого, будешь больше туда загибать. И вот так вот скалывать. Не надо никакой наметки. Не довяжи. Вот. Вот так вот. И по кругу, по кругу. Можешь сначала плечевые, потом вот эти вот типа центры. Типа. Вот эти типа центры. Вот центр. Вот так, вот так и вот так. Хотя бы приблизительно, чтобы оно было вот так. Ну, ты лучше вровень приходишь. Будем вручную сейчас подшивать. А простричить нельзя? Ни в коем случае. Ты растянешь. Ни в коем случае. Только вручную. Это будет быстрее и качественнее. А подшив такой же, как мы делаем вручную на юбках, да? Да, да. Сейчас вот через миллиметрик, через миллиметрик будет. И тебе надо, ну, так больше на стяжку делать. Так, ползел. Сейчас ребёнка.